Лидия Чуковская. Записки о бане Ахматовой. Том 3. 1963-1966. Нева. 1996-й. Номера с 8-го по 10-й. Лидия Чуковская кончила работать над третьим томом своих записок в 1990 году. Тогда же был написан отдел за сценой. С тех пор она продолжала собирать материалы для этого отдела в специальную папку «Копилка для третьего тома». В январе 1996 года Лидия Корневна перечла третий том, отметила места необходимых дополнений к отделу за сценой, но не успела ни перечесть этот отдел, ни дописать его. При подготовке тома к печати мы включили в отдел за сценой пояснения, написанные нами по материалам «Копилки». При этом каждый раз указано примечание редакции. Отдельные слова или фразы в цитатах, помещенных в отделе за сценой, выделенные автором. Я благодарна судьбе за то, что она щедро отделила меня многолетними изо дня в день встречами с Анной Ахматовой. В своих записках я пыталась создать образ Ахматовой и прежде всего воспроизвести ее речь, столь близкую по словарному составу, по лаконизму, по своим интонациям, по широте, глубине и неутолимой трезвости взгляда к ее гениальной поэзии. Я пыталась также дать читателям посильное представление о той непосильной эпохе, сквозь которую она пронесла бездомность, болезнь, нищету, разлуку с сыном, постоянный ужас перед застенком, ужас за себя и за друзей. Пронесла с гордостью и величием. 7 июня 1995. Слово при вручении государственной премии. 1963. 10 января. На днях шестого или седьмого, уже не помню, повидалась я с Анной Андреевной. Она по-прежнему у Ники. Несколько раз в комнату вбегал китайчонок, первый китайчонок в моей жизни. 4 года, желтый, черный и жестковолосый, глаза косые, очень хорошенькой, чем-то похож на маленьких узбеков. Но он не настоящий, отец китаец, мать русская. Не думаю, чтобы он знал по-китайски, а по-русски разговаривает свободно, как и положено коренному четырехлетнему москвичу. Но вот в чем вундеркинство. Не только говорить, а читать умеет и писать. Читает это случается, я сама в четыре года читала, но он пишет. «Анна Андреевна попросила, напиши мне что-нибудь, Сашенька». Ника дала ему большой лист бумаги и карандаш. Он разослал бумагу на низеньком столике, попрыгал, опираясь о столик желтыми ладонями, потом пососал карандаш и стоя вывел крупными круглыми буквами. «Я поздравляю вас с Новым годом, Саша». Даже все заглавные буквы на месте, не единые ошибки, только перед своим именем забыл поставить точку. Попрыгал еще, опираясь ладонями о стол, и убежал обратно в соседнюю комнату. Он вместе со своей матерью, гость Никиной мамы. Отца нет, отец оставил семью и уехал в Китай. «Седьмое чудо света», — сказала Анна Андреевна, прочитав Сашину записку. «Буду показывать всем. Ни одной ошибки. Мне бы так научиться. Я ведь ни на одном языке не умею писать грамотно». Мой приход и Сашин набег оторвал Анну Андреевну от работы. Она диктовала Нике свой, как она пояснила мне, конспективный ответ на предисловие к первому тому собрания сочинений Гумилева. Выступать со своими соображениями в печать она не собирается. Здесь, в нашей печати, имя Гумилева запрещено, не очень-то выступишь. А там это для здешних советских граждан опасно. Хочется ей, однако, чтобы ее соображения были зафиксированы. Первое. Три дементные старухи написали о Гумилеве воспоминаниям. Доверять этим мемуарам нельзя. Адоевцева, конечно, знала его близко, но потом почему-то взбесилась и возвела на него напраслину. И знала-то она его всего один год. Ахматова имеет в виду утверждение Адоевцеве, что Гумилев участвовал в контрреволюционном заговоре. «О причине гибели Гумилева существует много догадок», — пишет Адоевцева. «Вот что об этом знаю я. В конце апреля я сидела в кабинете Гумилева перед его письменным столом, а он читал мне переплетенные в красный Софьян Максимы, Вовенарга. Я, как я это часто делала, слегка вдвигала и выдвигала ящик его письменного стола. Не рассчитав движение, я вдруг совсем выдвинула ящик и громко ахнула. Он был туго набит пачками кредиток. Простите, — забормотала я. Я нечаянно, я не хотела, не сердитесь. И он, взяв с меня клятву молчать, рассказал мне, что участвует в заговоре. Это не его деньги, а деньги для спасения России. Он стоит во главе ячейки и раздает их членам своей ячейки, и с этого дня я знала, что Гумилев действительно участвует в каком-то заговоре». На следующих страницах книги Адоевцевой участие Гумилева в заговоре обрастает новыми деталями. Зайдя к нему, она застает его за пересматриванием книг. Он объясняет, я ищу документ, очень важный документ. Я заложил его в одну из книг и забыл в какую. Из его дальнейшего рассказа выясняется, что Гумилев ищет черновик кронштадтской прокламации. Завершается эпизод сообщением. После ареста Гумилева, при обыске на Преображенской, 5, чекисты искали более умело и тщательно, и нашли, кажется, черновик. В списке предъявленных Гумилеву обвинений значилось, принимал деятельное участие в составлении контрреволюционной прокламации. Адоевцева «На берегах Невы», Москва, художественная литература, 1988, страницы 275-277, 279-280. Книга Адоевцева вышла в Париже в 1967 году, уже после кончины Ахматовой. Однако отрывки из книги печатались в парижских газетах и журналах, начиная с 1962 года. Теперь, когда дело Гумилева доступно историкам, недостоверность рассказа Адоевцевой и правоту Ахматовой легко установить. Примечание редакции. Второе. Нельзя считать Волошина и Кузьмина его друзьями. Они были враги. Третье. Нельзя основываться на показаниях Брюсова. Валерий Яковлевич туп, и Николай Степановича не понимал. Третье. Нельзя изгонять ее, Ахматову, из биографии Гумилева и из его поэзии. Почти все стихи определенного периода связаны с ней, и биографии тоже. Для меня он стал путешественником, чтобы излечиться от любви ко мне. Для меня стал Дон Жуаном, чтобы доказать мне, он любим. Для меня и про меня писал стихи. 6 ноября 1962 года Анна Андреевна записала. Трагедии любви очевидны во всех юных стихах Гумилева. Героиня также зашифрована, как и пейзаж, иначе и быть не могло. Он сначала только лечил душу путешествиями и стал настоящим путешественником. Тринадцатый год. Все и хорошее, и дурное вышло из этого чувства, и путешествия, и донжуанства. В 1916 году, когда я жалела, что все так странно сложилось, он сказал, «Нет, ты научила меня верить в Бога и любить Россию. Смотрите публикацию Суворовой в журнале «Новый мир» 1990, номер 5, страница 220. Смотрите также страницу 60 этого тома. Примечание редакции. «Ника записывала непосредственно под диктовку, я записываю теперь». «Но ведь такой ключ к биографии Гумилева только от вас и можно получить», — сказала я. «Вряд ли Николай Степанович объяснял своим дамам, Адоевцу и в частности, что он любит ее, чтобы доказать свою любовь к вам». «Разумеется», — спокойно ответила Анна Андреевна. «Вот почему я и считаю себя обязанной продиктовать свои показания». «В-четвертых», — продолжила она, обращаясь к Нике, но тут зазвонил телефон. Анна Андреевна взяла трубку. «Говоривший говорил так громко, что я узнала голос. Костя Богатырев». Слов я разобрать не могла. Ахматова же отвечала, полуизвиняясь, полуобещая, полужалуюсь. «Да-да, конечно, ну конечно, ну не сердитесь, дайте мне еще неделю». «Бедный Костя», — сказала она, окончив разговор. «Он не понимает, с кем имеет дело». Оказывается, она уже давно обещала дать Косте рекомендацию в Союз. И все тянет и тянет, не дает и не дает, и никак не соберется написать. Я спросила, почему, собственно, и в чем для нее трудность? Может быть, у Богатырева не хватает работ?» Анна Андреевна замахала на меня рукой. «У Богатырева всего хватает, не хватает у меня. Я просто не умею ничего писать, ничего, кроме стихов. Вы это знаете. Я как еврей-скрипач в старом анекдоте. Вам не по душе этот дирижер? Что вы, дирижер первоклассный. Не нравится композитор? Что вы, Бетховен? А чего же вы так плохо играете? Я вообще не люблю музыки. Вот так и я. Я вообще не умею писать. Лидия Корневна, приготовьте шпаргалку, умоляю вас. Для вас это пустяки. А то Костя зря мучается. Он очень хороший человек и переводчик отличный. И в Пастернака влюблен по уши, и рильки любит. Я обещала попробовать. Анна Андреевна заранее поблагодарила меня. Я постаралась, возможно, скорее исполнить просьбу Анны Андреевны приготовить для нее материал, шпаргалку, колодку. Вот что написала о Богатыреве Ахматова. В приемную комиссию Союза писателей. Я давно наблюдаю за работой Богатырева. Он обладает тонким вкусом, обширными познаниями в зарубежной, особенно немецкой литературе, и несомненным поэтическим даром. Богатыреву присущее изощренное чувство стиля, которое позволяет ему мастерски передавать индивидуальности самых разных художников. Диапазон его широк. Так им блестяще воспроизведены на русском языке стихотворения Райнера Марии Рильке, одного из крупнейших германских лириков, и не менее трудные для перевода сатирические стихи, принадлежащие Перу поэта-антифашиста Эриха Кёстнера. Образный строй, словарь и ритмика обоих, столь непохожих друг на друга поэтов, переданы переводчикам с безупречной точностью, большой находчивостью и свободой. Горячо рекомендую Константина Петровича Богатырева в члены Союза писателей. Анна Ахматова. 12 января 1963 года. Москва. Примечание автора. А из знамени насчет поэмы и предисловий Корнея Ивановича ответа нет, нет и нет. Кожевников читает. «Вы понимаете, — сказала Анна Андреевна, — читает вовсе не он. Он испугался и послал поэму наверх. Сейчас очень легко стать эпицентром землетрясения. Всюду ищут излишние сложности, выискивают какие-то злокозненные намеки. Я очень боюсь за Осипа». То есть за судьбу стихотворению Осипа Мандельштама в большой серии библиотеки поэта. Опасения Анны Андреевны оказались не напрасны. Сборнику не удавалось выйти в свет более десятилетия. Вышел он уже после кончины Ахматовой. Трудно было стихам проходить сквозь цензуру. Большим препятствием для издания служила и сама биография автора. Издательству следовало найти литератора, который согласился бы не писать об арестах Мандельштама и о его смерти в лагере. Такой был в конце концов найден в лице Дымшица. В своем предисловии он упоминает, что поэт жил в Чердыне, жил в Воронеже, но ни намеком не дает понять читателю, что и Чердынь, и Воронеж были местами ссылки, и что умер Мандельштам после тюрьмы, в пересыльном лагере под Владивостоком. Примечание автора. Она спросила у меня, «Работается ли мне?» «Нет. Я ничего сейчас делать не могу после речи прокурора на процессе Эйхмана в Израиле. Да, вот мне казалось, что я уже все знаю про немецкие лагеря смерти, про расстрелы и печи, а речь прокурора заново меня перевернула. Было так. Я провела день в Переделкине у деда. В доме творчества кто-то под глубоким секретом и всего на три часа дал Корнею Ивановичу эту речь. Брошюра, напечатанная мелким шрифтом, чуть не на газетной бумаге. Изобилие фотографий. Вот подростки, мальчик и девочка, лет шестнадцати, слушают. Их лица, глаза. На другой фотографии дает показания свидетель казни, случайно уцелевший сам. Он так потрясен собственным рассказом, что падает в обморок, теряет сознание. Когда стреляли, не терял, а рассказывая, не вынес. Мы, видимо, не отдаем себе должного отчета в силе слов, собственных, чужих. Они сильнее, чем мы думаем. Бумага и печать в этой книжке дурная. Корнею Иванович, щадя мое зрение, прочел мне речь прокурора сам, вслух, от первой строки до последней. Прочел и заспешил в дом творчества, возвратить в назначенный срок. Самое ужасное то, что лицо у Эйхмана интеллигентное, тонкое, хирург, а может быть скрипач. Род, правда, отвратителен. Род убийцы. Книжка переведена на все языки мира. От имени шести миллионов. Шесть миллионов обвиняют. Речь израильского прокурора на процессе Эйхмана. Иерусалим, издание информационного отдела Министерства иностранных дел 1961-й с приложением 13 фотографий. Речь прокурора начинала словами. «Представ здесь перед вами, судей Израиля, дабы вести обвинение против Адольфа Эйхмана, я не один стою. Со мной вместе в этот час шесть миллионов обвинителей. Но они не могут встать и воскликнуть. Я обвиняю. Их пепел развеян по холмам Освенцима и по полям Треблинке и рассыпан по полям Польши. Их могилы разбросаны вдоль и поперек Европы. И так я буду за них говорить. И от их имени предъявляю ужасающий обвинительный акт». По приговору суда Эйхман был повешен. Примечание автора. «А как ты думаешь, сколько миллионов погибли у нас при Сталине?» — спросил дед, когда я подавал ему валенки. «Я не знала. У нас ведь страна огромная, лагеря повсюду. Я не знаю, сосчитаны ли все лагеря, не то что все люди. Кто вел счет погибшим? И сохранились ли архивы?» «У них шесть миллионов, а у нас при Усатом тридцать», отозвалась, помолчав Анна Андреевна. «Когда мне говорят, вы, наверное, тоже слышали эту идиотскую фразу «пусть так, пусть выпустили, пусть реабилитировали, но зачем рассказывать об этом вслух, зачем выносить ссор из избы?» «Слышали?» «Я всегда отвечаю». «Вот, Лидия Корнеевна, берите, дарю, пригодится. Я всегда отвечаю. С каких это пор тридцать миллионов трупов стали ссором? Когда был несправедливо осужден один человек, Дрейфус, весь мир за него заступился. И хорошо. Так и надо. А тут тридцать миллионов неповинных? Сор. Пятнадцатый января шестьдесят третьего. У меня грипп. Лежу. Звонила мне Анна Андреевна. Справлялась о здоровье. Я, в свою очередь, спросила, какова же, наконец, судьба поэмы в знамени. Оказывается, рукопись возвращена при письме Куняева, которое она мне прочла. По неграмотности нечто чудовищное. Я запомнила так. Возвращаем вам материал. Редактор сказала, что печатать вашу поэму теперь, сразу после того, как журнал в номере один публикует целый цикл ваших стихов, неудобно. А не неудобно Куняеву, работнику редакции, то есть по обязанности знатоку языка, согласовывать на этакой манер существительный с глаголом. Редактор сказала. Впрочем, я уже слышала от кого-то, не веря ушам своим, моя врач велела. И не веря глазам, видела в литературной газете. Вошла секретарь. Смотрите статью Лидии Чуковской «Моя грач прилетела». Невское время, Санкт-Петербург, 10 января 1996. Примечание редакции 1996. «Кто там такая, это Куняев?» спросила я у Анны Андреевны. Высмеивая Станислава Куняева за обороты речи, представлявшиеся и мне, и Ахматовой малограмотными, мы обе оказались непрозорливы. Сейчас, 1990-е, такое сочетание слов, как редактор сказала, или врач велела, приняты и распространены не только в устной, но и в газетной, журнальной и вообще литературной речи. Никто не воспринимает этот оборот как уродство, как нарушение языковых норм. Они общеприняты. То же относится их слово «материал», встречающимся в письме Куняева. Ахматова не привыкла, чтобы стихи, или проза, или статья именовались материалом. Мой вопрос «Кто такая эта Куняев?» тоже в настоящее время должен представляться читателем совершенно неправомерным. Станислав Юрьевич Куняев родился в 1932 году, известный поэт и известный редактор журнала «Наш современник». Он автор многих стихотворных сборников. Смотрите, например, «Звено» 1962, «Глубокий день» 1978, «Озеро Безымянное» 1983. Примечание автора. Не знаю. Из трубки било ключом тихое бешенство. И не все ли равно. Куняев написала, что редактор сказала. Публичная библиотека в Ленинграде выпрашивает у меня письма читателей. Лучше уж я подарю им это письмо издателей. Потом она спросила, как у меня обстоят дела с Софьей в Новосибирске, в Сибирских огнях. Я прочла ей письмо Лаврентьева. Не все, а только начало и конец. Уважаемая Лидия Корнеевна, ввиду вашего отказа во время нашей беседы в Москве внести в текст повести Софья Петровна дополнение, я по приезде домой еще раз перечитал рукопись и окончательно утвердился в мнении, что в таком виде Софью Петровну печатать нельзя. На встрече членов правительства с деятелями литературы и искусства товарищ Хрущев говорил, что произведения о культе личности должны не только описывать злодеяния и ужасы тех лет, но и укреплять у читателя-современника веру в справедливость и гуманность нашего общества. Рукопись возвращаем. Главный редактор Лаврентьев. Анна Андреевна молчала так долго, что, я уж подумала, нас разъединили. Лаврентьев совершенно прав. Для укрепления веры в справедливость и гуманность нашего общества повесть моя решительно не годится. А вот они чего захотели. Чтобы не было в прошлом массовой облавы на людей, не сохранились бы в народной исторической памяти миллионы попосту загубленных жизней, а были бы отдельные частные ошибки отдельных следователей, приведшие к отдельной гибели отдельных лиц. 1937 год как образец гуманности и справедливости. Нет уж, от меня не добьются. Обе мы молчали. Анна Андреевна шумно дышала в трубку. Телефон, механизм, не приспособленный для обсуждения вопроса «Что такое гуманность и что такое бесчеловечье?» Анна Андреевна переменила тему. Она прочитала мне свои ответы на вопросы одного иностранца. Он прислал письмо, пишет книгу о ней. Первые ее ответы показались мне чуть замысловатыми, искусственными, а дальше о детстве чудесно. Дикая девочка. Меня принимали за помесь «Русалки» и «Щуки». Потом о царском. Тут вода была звуком водопадов, звуком, всегда сопровождавшим Пушкина. О звуках водопадов, сопровождавших Пушкина в юности, в лицее, Анна Андреевна поминала не раз и в стихах, и в прозе. Так, по-видимому, в начале шестидесятых годов в набросках к большой исповеди «Еще я слышу свежий клич свободы, мне кажется, что вольность мой удел, и слышатся сии живые воды, там, где когда-то юный Пушкин пел». Двухтомник, 1990-й, том 1-й, страница 394-я. А также в отрывке из прозаической записи «У Пушкина я слышу царско-сельские водопады, сии живые воды, конец которых еще застала я». Там же том 2-й, страница 286-я. 20 января 63-го. Теперь грипп у Анны Андреевны, и я приходил ее навещать. Сидит в кресле укутанная, температура 37,2, однако пир. На низеньком столике перед нею два первых номера, номер 1 Нового мира и номер 1 Знамени. И в обоих стихотворения Анны Ахматовой. В первом номере Нового мира помещены три стихотворения «Последняя роза, родная земля, царско-сельская ода и два четверостишие, о своем я уже не заплачу, ржавеет золото и сливает сталь». Смотрите записки, том 2, номер 95, 96, 98, а также страница 45 и страница 125. О стихах, опубликованных в первом номере знамени, смотрите записки, том 2, страница 53. Примечание редакции. К тому же в «Новом мире» два рассказа Солженицына. Я сразу схватила книжку нового мира «Поглядеть на родную землю». Существует ведь магия печатного слова. Да, в печати родная земля еще сильнее, чем в машинописи, в произнесении, в памяти, еще величавее и клятвеннее. Никакой нежности к родине, никаких сантиментов, никакого умиления, грязь на калошах, хруст на зубах, месим, мелем, а звучит как присяга. Да и все ее стихотворения в «Новом мире» сильны и необыкновенны. И царско-сельская ода, и последняя роза, и четверостишая. Заговорили о двух рассказах Солженицына. Случай на станции Кречетовка и Матренин двор. Первый я еще не читала, а второй полюбился мне еще когда он по рукам ходил. О Матренином дворе Анна Андреевна отозвалась высоко. Да, удивительная вещь. Удивительно, как могли напечатать. Это пострашнее Ивана Денисовича. Там можно все на культ личности спихнуть, а тут ведь это у него не Матрена, а вся русская деревня под паровоз попала и в дребезги. Мелочь тоже удивительная. Помните, черные брови старика, как два моста друг другу навстречу. Вы заметили, у него скамьи и табуретки бывают то живые, то мертвые, а тараканы под обоями шуршат. Запомнили? Как далекий шум океана, и обои ходят волнами. А какая замечательная страница, когда он вдруг видит Матрена молодой, и всю деревню видит молодое, то есть такую, какой она была до всеобщего разорения? Заметили вы, что древняя, древнее всех, бабка над гробом Матрены думает, надоело мне вас провожать, вас, покойников, тех, кто моложе ее, кому бы еще жить да жить. Зато про случай на станции Кречетовка Анна Андреевна отозвала сурово, нет, это рассказ неправдивый, от Солженицына мы ждем правды, только правды, он не должен такие рассказы рассказывать, я еще не читала, судить не могу, там главный герой выдуман, склеен из бумаги, таких у нас нет и никогда не было. Ника за рассказ вступилась, своим тихим, застенчивым, но твердым голосом она произнесла, что напротив ей рассказ очень нравится, что он в самую точку, что у нас такие люди были, искренне правоверные, как их назвала она, и даже в большом количестве повсюду. Анна Андреевна сердилась, повторяла, не было таких людей, а таких в газетах сочиняют, он его из бумаги склеил, от Солженицына мы другого ждем, только правды, а не этих выдуманных добродетелей. Что ж, надо мне поскорее прочесть. Важная новость, Анна Андреевна дала реквием Карагановой, чтобы та показала Дементьеву. Александр Григорьевич Дементьев, 1904-1986, цитирую, критик литературы Ветт, автор монографии «Очерки по истории русской журналистике 1840-1850 годов, 1951-й, автор учебника по истории советской литературы для средней школы вместе с Наумовым и Плоткиным, выступил в печати в 1939-м, в 1948-53-м руководил кафедрой советской литературы ЛГУ, в 1951-м, 53-м отделом критики журнала «Звезда», в 1953-м, 55-м и с конца 1959-го заместитель главного редактора журнала «Новый мир». Вот как характеризует роль Александра Григорьевича в редакции Солженицын, имевший с ним дело в пору публикации своих повестей и рассказов. Они были на «ты». Очень всегда запросто. Оба Саши. Никто в редакции не смел Твардовскому возражать. Один Дементьев поставил себя с независимым мнением и в волю спорил, и даже так уставилось, что Твардовский никакого решения не считал окончательным, не столковавшись с Дементьевым, не убедя или не уступя. А особенно дома, они в одном доме на Катеринческой жили, Дементьев умел брать верх над главным. Твардовский кричал на него и кулаком стучал, а чаще соглашался. Так незаметно один Саша за спиной другого поднаправлял журнал. Бодался теленок с дубом. Новый мир 1991 номер 6 страница 21 В 1963 году в руки Дементьева попал Реквием Анны Ахматовой. Какова была его судьба внутри редакции, кто явился инициатором отвержения, какую роль сыграл тут политический комиссар, как называют Дементьева Солженицын, там же страница 27 мне неизвестно. Примечание автора. Я сомневаюсь в удаче. Опубликовать не опубликуют, а перестукают сотрудники на своих машинках и разойдется он по городу. Это бы хорошо. А худо то, что может Реквием попасть за границу. Выйдет он где-нибудь в Нью-Йорке, тогда, тогда тут разразится гроза. Живаго подобное. Однако Анна Андреевна не высказала по поводу моих опасений и большого беспокойства, на душе у нее другая досада. Никогда не угадаешь, что ее встревожит и ранит. Она прочла Реквием одному физику, и тот сказал, что это чистой воды акмеизм, и в каждой строке слышен Мандельштам. И то, и другое совершенный вздор. Ахматова давно уже никакой не акмеизм и вообще никакой не изм. Она суверенная держава, именуемая Анна Ахматова. Она сама по себе никакой школе уже давно не принадлежит, школа переросла. Раз, голос Мандельштама в Реквиеме не слышен совсем. Два, из этих замечаний можно сделать только вывод, что ваш собеседник к стихам глуховат, сказала я. Эти замечания характеризуют не Реквием, а только его самого. Не утешайте меня, я безутешна, с нарочитой небрежностью ответила Анна Андреевна. Я понимаю, до тех пор, пока Реквием не будет напечатан и не получит всенародного распространения, Анне Андреевне не удастся услышать отклик, отзвук, и она будет с преувеличенным интересом прислушиваться к каждому отклику, к каждой оценке. Напоминаю о судьбе Реквиема в СССР, смотрите записки том 1, страница 27, а также том 2, страница 32, 35, 62, 77, 79, 85, 86, Нева, 9 номер. Примечания автора. Теперь она хочет подарить экземпляр Солженицыну и послать Паустовскому. Константин Георгиевич очень высоко отозвался обо мне в Париже, сказала она. Паустовский в Париже дал интервью журналисту Марису Марку. Разговор шел о современной советской литературе, в частности, о влиянии поэзии на прозу. Я всегда утверждал, заявил Паустовский, что прозаик, не любящий поэзию, не настоящий прозаик. Поэзия открывает нам в чистом виде ценность слова. Она очищает язык от той грязи, которой он покрывается при каждодневном употреблении. Об Анне Ахматовой в дальнейшем разговоре Паустовский отозвался так. Из старших современников Ахматова на сей день наш самый крупный поэт. Ее имя можно поставить в один ряд с именами наших величайших. Примечание актора. Завтра к ней придет толстый человек, поэт Евгений Винокуров, за стихами для литературной России. Она вынула из сумочки узкий зеленый блокнотик и стала читать нам с Никой первые строки отобранных ею стихотворений. Когда я или Ника не схватывали все стихотворение сразу, по первой строке, она милостиво, но и не без насмешки, прочитывала нам все до конца. О, сколько же ею наработано за долгие годы ни катания на лодке. Впрочем, для меня ни одного нового не оказалось. Пока она читала вслух, я молча читала на две строки вперед про себя. Но понравятся ли они литературной России, тому начальству, от которых зависят печатания? Вплоть до января 1964 года ни одно стихотворение Анны Ахматовой в литературной России опубликовано не было. Примечание актора. А потом мы пили чай, и начался Пушкин. Да, много, много наработано ею. Она окончила статью о своем давнем пушкинистском открытии, о том самом, о котором рассказывала мне лет десять назад. Смотрите записки том второй, страницы 8586, Нева, номер четыре. Примечание автора. Я показала статью Оксману, и теперь могу считать ее оконченной. Он ведь главный ругатель. Он сказал, ничего этого никогда не приходило мне на ум, но никаких возражений я не имею. И она огласила статью. Называется «Пушкин и Невское взморье». Читая, она прибегала по ходу дела к пушкинскому однотомнику, лежащему в кресле у нее за спиной. Кое-что она не прочитывала, а подняв голову от рукописи пересказывала. Видимо, работа еще не совсем окончена. Убедительная она, во всяком случае, для такого читателя не специалиста, как я, чрезвычайна. И как все пушкиновеческое у Ахматовой, исследование ведется на глубине глубин. Основную мысль развивает она с несокрушимой логичностью, хотя слог не безупречен, и далеко не на каждой странице статья превращается в прозу поэта. Зато иногда слышен живой голос Ахматовой, живые интонации ее устной речи. За время, что Анна Андреевна писала эту статью, основная мысль сильно расширилась, разветвилась, углубилась и обогатилась. Тогда, вначале, помнится, Анна Андреевна говорила только об отношении Пушкина к могилам декабристов, о том, как упорно он разыскивал их и тосковал по ним. Первоначально она занята была истолкованием отрывка «Когда порой воспоминания». Теперь новый вариант статьи говорит уже о культе могил в пушкинской поэзии вообще. Цитируется «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» и строки «Животворящая святыня, земля была без них мертва». Могилы животворят землю. Это уже не только о пятерых декабристах, это о каждом человеке, упокоенном в родной земле. Татьяна, да засмиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей. Но прежде всего, конечно, Пушкин говорит о могилах казненных. Мысль от декабристских могил, когда порой воспоминания, переходит к Полтаве, к могилам Искры и Кочубея. Петр казнил их как государственных преступников, но тела отдал родным. И государственные преступники оказались похоронены не где-нибудь, не как-нибудь, а в самом священном месте, в Киево-Печерской лавре. Это лавра святыня России. Ахматову утверждает, что упоминанием о могилах Искры и Кочубея Пушкин попрекал Николая. Вот ведь Петр отдал тела казненных родным. Они похоронены почетно, а ты что сделал? Тела пятерых похоронил воровски, трусливо, тайком. Скромное название при нескромном содержании, сказала Анна Андреевна, окончив читать, и взглянула на меня пытливо. Не правда ли? Правда, ответила я. Но лишь позднее по дороге домой поняла я, о чем Анна Андреевна собственно спрашивала, и главное, почему заново написала она эту статью именно теперь, в наши годы. В чем нескромность? Ахматова часто говорит, что все пушкинские произведения, о ком бы он ни писал, от золотого петушка до каменного гостя, автобиографичны. Так вот, Ахматовское пушкиноведение автобиографично насквозь. Гумилев, Пунин, Мандельштам. Где их животворящие могилы? Где кресты, плиты, памятники? И сколько еще имен может назвать каждый из нас? Ахматова и мы вместе с нею тоскуем по могилам близких, в особенности теперь, когда прорвано безмолвие и столько рассказано о страшных концах. Наши преступники, неповинные, хотя и государственные, не в лавре они похоронены. в 1988 году в Советском Союзе создано общество «Мемориал», занимающиеся в частности поисками мест, где были тайком и безымянно зарыты те, кто расстрелян при Сталине. Об учреждении этого общества, о его составе и целях смотрите в газете «Советская культура», 21 июля, а также в литературной газете 27 июля и 10 августа 1988 года. Примечание автора. 26 января 63-го провела вечер с Анной Андреевной. У нее Анечка, внезапно приехавшая из Ленинграда. Анна Андреевна в кресле, Анечка у ее ног на скамеечке, маленькая, миленькая, хорошенькая, непонятненькая. Приехала в Москву хлопотать о муже. Он в армии, где-то далеко, на севере. Аня хочет, чтобы его перевели поближе, в Ленинградскую область. Анна Андреевна согласилась написать письмо маршалу Коневу, чья дочка, знакомая знакомых, обещала передать послание Ахматовой из рук в руки отцу. Аня очень мило называет Анну Андреевну «Акума», так называли ее Шилейкой Николай Николаевич. «Скоро она ушла ночевать к каким-то друзьям, и мы остались вдвоем. Сегодня Анна Андреевна плохо слышит, это бывает с ней, то лучше, то хуже. Сейчас не из-за гриппа ли?» произнесла следующий монолог. «Мне кажется, я разгадала загадку Вознесенского, его бешеного успеха в Париже. Ведь не из-за стихов же. Французы стихов не любят, не то, что иностранных, родных, французских. Там стихи печатаются в восьмистах экземплярах, если успех еще восемьсот, и вдруг триумф русских, непонятных. Я догадалась. Вознесенский, наверное, объявил себя искателем новых форм в искусстве, ну, скажем, защитником абстракционистов, как Евтушенко, защитник угнетенных. Может быть, и защитник, но не поэт. Эстрадники. Готхард, который бывал у Ахматовой в 1963-65 годах, записал такой разговор с ней 24 марта 1963 года. Интересуюсь, как относится Анна Андреевна к Евтушенко и Вознесенскому, чьи публикации и выступления на эстраде имеют шумный успех. Анна Андреевна отвечает, отделяя каждое слово. Это гениальные эстрадные поэты. Они хорошо воспринимаются на слух. Игорь Северянин тоже был талантливым эстрадником. 12 встреч, страница 236, примечание редакции 1996-й. А меня их поэзия или их эстрада как-то не занимает. Конечно, причину успеха интересно было бы исследовать с социально-исторической точки зрения. На Западе, говорит Анна Андреевна, не понимают по-русски, а стихов вообще не ценят. Пусть так. А в России понимают по-русски и ломятся на вечера Вознесенского и Птушенко. В чем же дело? Помолчаю немножко, тут я вспомнил новость, привезенную мною от деда из Переделкина. В апреле приедет Берлин. Анна Андреевна оживилась. Последовал еще один монолог. С женой или один? В прошлый раз он был с женой. Впрочем, это не имеет ровно никакого значения. Ехать ли мне в Ленинград? Может быть, мне прийти под часы на углу Садова и Невского? По старости меня привезут туда на тачке. Впрочем, может быть, я обойдусь телефонным разговором, как в прошлый раз. Таинственные невстречи пустынны торжества. 2 февраля 63-го. Анна Андреевна у Ардовых начала начала вызванивать меня, чуть только я вернулась в город со своего переделкинского поста. Сегодня я у нее побывала. Она довольна. Анечкина просьба будто бы удовлетворена. И еще радость. Лазутчики донесли. Москва будто бы берет поэму. Требует только каких-то перемен в предисловии Корнея Ивановича. Но это лучше, чем если бы требовали перемен в поэме. В литературной России вышла между тем долгожданная статья Льва Озерова «Тайны ремесла». О статье Льва Озерова смотрите записки том 2 страница 56 Нева номер 9. Газета лежала на постели Я взялась читать Но успела я прочесть только до середины Не для этого она меня звала Скоро хозяева ушли в гости А мы с Анной Андреевной перекочевали из маленькой комнаты в столовую Там она положила передо мной на стол статью Пушкин и Невское взморье Оказывается этой статьей заинтересовалась литературная Россия И Анна Андреевна хочет чтобы я прочитала глазами Толком прочесть я могла бы у себя дома одна прочла бы несколько раз и глазами и вслух и тогда была бы какая-нибудь от меня польза А так поднадзорно и наспех потому что Анна Андреевна ждет чтение мое безответственно Снова и снова думаю Эта статья удивительная по глубине проникновения в пушкинские мысли и чувства по изобилию подтверждающего материала а к тому же и глубоко современное В пору разоблачения культа личности то есть признания в многомиллионных убийствах весьма своевременно напомнить о культе могил в котором зовет Пушкин в словах по выражению Ахматовой величавых и как всегда у этого автора не подлежащих отмене Читая я делала на отдельном листке мелкие замечания не размышляя о том воспользуется ими Анна Андреевна или пренебрежет окончив я сказала только что для газеты статья пожалуй трудна в ней множество отступлений цитат неведомых читателю имен и непривычных ассоциаций конечно пусть читатель потрудится сказала я положит перед собой Пушкина перечтет подумает в титовской повести уединенный домик на Васильевском поражает так начинаете вы а ведь читателю кроме литераторов неизвестно что повесть написана со слов Пушкина и кто такой Титов и что за домик начать надо по-другому открыто широко понятно потом уж вести вдаль и вглубь Я решительно лишена дара популяризации ответила с раздражением Анна Андреевна тонкое могу выразить а общеизвестное нет повторять общеизвестное это она права ни к чему но тонкость и сложность мысли вовсе не противоречат общедоступности все дело в способе изложения так я думаю вот например ваши стихи сказала я уж куда сложнее и тоньше а конечно не каждое сердце понимает их во все их сложности но они доступны а ведь каждое ваше стихотворение не повторение пройденного а новизна открытие несмотря на то что в нашем разговоре о статье Пушкин и Невское взморье Ахматова отвергла предложенное мною начало как популяризаторское она использовала его работой над другой статьей Пушкин в 1928 году объяснив читателю кто такой был Титов и что за уединенный домик на Васильевском примечание автора сейчас мне предстоит новое открытие сказала Анна Андреевна разгадать загадку Лагрене сказала что бьется над этой загадкой уже давно в этом доме нет Пушкина да да не удивляйтесь нет вот завтра я перееду к Маруси и там буду разгадывать думаю об этом день и ночь Маруся Мария Сергеевна Петровых и она рассказала мне в чем суть дела а дело было в том что Анну Андреевну занимала обнаруженный ею в связи с работой Пушкин в 1828 году сопоставление одного пушкинского письма с уединенным домиком на Васильевском так в письме к Путяте 1828 год Пушкин писал вчера когда я подошел к одной даме разговаривавшей с господином де Лагрене последний сказал ей достаточно громко чтобы я его услышал прогоните его поставленный в необходимость потребовать у него объяснений по поводу этих слов прошу вас милостивый государь не отказать посетить господина Лагрене для соответственных с ним переговоров перевод с французского Ахматова обнаружила и в этом было ее открытие что в уединенном домике существует изображение весьма сходного эпизода он увидел что она в стороне говорит тихо с одним мужчиной любопытство ревность заставили Павла подойти поближе ему послышало что мужчина произносит его имя шутит над его дурным французским выговором а графиня изволит отвечать на это усмешками наш юноша взбесился хотел тут же броситься и наказать насмешника примечание автора 10 февраля 63 Анна Андреевна у Петровых я была там мы сидели вдвоем а из соседней комнаты доносились голоса общей беседы постепенно я расслышала Мария Сергеевна Ариша Юлия Живого Костя Богатырев среди этих голосов голос Кости Богатырева Константин Петрович Богатырев 1925 1976 поэт и поэт переводчик германист знаток русской и германской поэзии в кругу литераторов он стал известен прежде всего как переводчик стихов Райнера Мария Рильке в 1961 году Ахматова подарила ему свою книжку стихотворение 1958 с такой надписью Константину Петровичу Богатыреву за чудесные переводы Рильке Ахматова 4 февраля 1961 года Москва переводил он и Эриха Кестнера и Эрвина Штритматера и Бригитту Рейман и Виланда Герцфельда и других в 1968 году Богатырев снимался в фильме Генриха Белля Федора Михайловича Достоевской и Петербург Генрих Белль к этому времени уже был его близким другом Из русских современных поэтов более всех Богатырев любил Бориса Пастернака Борис Леонидович так же как и Анна Андреевна высоко отзывался о работе Константина Петровича Генриха вернулся в Москву, занялся германистикой, переводами, в 1965-м стал членом Союза писателей, а 25 апреля 1976 года ранним вечером упал, обливаясь кровью, у дверей своей квартиры в писательском доме. Неизвестное лицо или неизвестные лица нанесли ему два удара по черепу, и он скончался после 52 суток тяжких страданий. В 1982 году в Мюнхене в издательстве Отто Загнера вышла книга поэт-переводчик Константин Богатырев, друг немецкой литературы, редактор-составитель Вольфганг Казак при участии Льва Копелева и Ефима Эткинда. О Константине Богатыреве смотрите также в моей книге «Процесс исключения», страница 306-314, примечание автора. Я рассказала Анне Андреевне свою переделкинскую новость о брошке. Она была заинтригована. В переделкинском доме творчества отдыхал в это время только что из Парижа Константин Георгич Паустовской вместе с женой у Татьяны Алексеевны и с падчерицей Галей Арбузовой. Он мельком сказал, что привез мне подарок от Йозефа Чапского — брошку. Я удивилась и не поверила. Константин Георгич ошибся, подумала я. Через меня Чапский хочет передать подарок Анне Андреевне, ведь это ему она посвятила стихотворение «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума». Я же в Ташкенте виделась с ним всего дважды, один раз мельком на людях и один раз недолго наедине. Примечание автора. «Это, конечно, вам, — повторяла я, — ведь я-то, собственно, с Чапским еле-еле знакома, а вы даже стихи посвятили ему из ташкентской тетради. «Если там есть свирель, мне, если нет, вам, — заявила Анна Андреевна. Но я не знала ничего насчет свирели, я еще не видела брошку. Пустовские еще не распаковались, а Татьяна Алексеевна обещала мне вручить этот дар, когда я буду в переделке не в следующий раз. И вообще, при чем тут свирель? В стихотворении Ахматовой, посвященной Чапскому, нет никакой свирели? Быть может, разговор о чем-то свирельном был между ними. Ей лучше знать. «Это, наверное, вам, — настаивала я. Я-то видела его, помнится, всего дважды. Когда Пустовский сказал, что привез мне подарок от высокого поляка, я, клялась и божила, за всю мою жизнь не познакомилась ни с Единым. Он назвал фамилию, тогда я вспомнила, и решила, что подарок через меня — вам. Ведь я-то видела Чапского всего два раза, — Анна Андреевна с сердцем. А вы думаете, я больше? Но ведь стихи-то ему написали вы... Она позвала Юлю, попросила найти в чемоданчике какую-то старую тетрадь. Перелистывая, отыскала черновик и прочла прежний конец стихов к Чапскому. «Будь добрым к моей запоздалой мольбе, пришли наяву ли, во сне ли, мне голос азийской свирели». «А-а-а, вот почему нас ждет в подарок свирель, знак исполненной просьбы». Но я удивилась, откуда же Чапскому знать этот вариант, если окончательный бессверелен? И вообще, разве она читала ему эти стихи? Я не спросила. В своих воспоминаниях о многочисленных встречах с Ахматовой в Ташкенте «Восточный полдень» Анны Ахматовой, жена композитора Козловского, высказывает предположение, что стихи «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума» обращены к ее мужу. Звезда Востока, 1990, номер 12, страница 133. Это предположение могут подтвердить заключительные строки первого варианта. «Пришли наяву ли во сне ли, мне голос азийской свирели». В мемуарах Козловской, напечатанных в сборнике «Воспоминания» и о заглавленных «Мангалочей дворик» предположение это, однако, изъято. Примечание редактора. Алексей Федорович Козловский, 1905-1977, композитор и дирижер. С 1936 года находился в ссылке в Ташкенте. Среди ташкентских стихов Козловскому прямо обращено явление Луны из цикла «Луна в зените», снабженная в беге времени, седьмая книга, посвящением А.К. Композитор Козловский написал музыку к Ахматовской Иве, к царско-сельской статуе, к поэме «Без героя». Фрагменты были выбраны им вместе с Ахматовой. Смотрите «Кац», «Теменчик», «Ахматова» и «Музыка», «Ленинград», «Советский композитор», 1989, страница 68-69, и там же в приложении «Ноты». Анна Андреевна заговорила о другом стихотворении, уже не Чапскому, кому-то другому. Я вам не читала? Слушайте. Одна беда, забыла середину. Вспомнить не могу и, боюсь, никогда уже не вспомню. Слушайте. Прав, что не взял меня с собой и не назвал своей подругой, я стала песней и судьбой, сквозной бессонницей и вьюгой. — Тут пропуск, — перебила себя Анна Андреевна. — Меня бы не узнали вы на пригородном полустанке, в той молодящейся, увы, и деловитой парижанке. Я запомнила это стихотворение мгновенно, как когда-то мгновенно запоминала реквием. А в чем секрет запоминаемости? В том ли, что естественнее сказать невозможно ни в стихах, ни в прозе? — И потому повторяешь чужие слова, как собственные. — А что было во втором четверостишии? — Не имею ни малейшего представления, — ответила Анна Андреевна. — Может быть, его и не надо, потому оно и утратилось. Заговорили о реквиеме. Я рассказала о бесконечных хвалах, которые слышу отовсюду, теперь, когда он, наконец, пошел по рукам. Да, я и не ожидала такого успеха. — Плачут бесперебойно, — подтвердила Анна Андреевна. — Они, — она показала глазами на потолок, — не знали, кого надо было непременно убить. Меня. А они не убили вовремя, только мучили по-всякому. Потом начала искать в сумочке какое-то письмо от Полевого, редактора «Юности». Он просит стихи для журнала и вообще пишет, что без моих стихов больше не может жить, — пояснила она. Из сумочки летели рецепты, чужие стихи, письма, но письмо Полевого так и не обнаружилось. 17 февраля 63-го. В пятницу вечером, чуть только я вернулась из Переделкина, мне позвонила Анна Андреевна. Первый вопрос. — Получили брошь? — Да. — Есть там свирель? — Мне кажется, нету. Сегодня с утра я поехала к ней, к Кардовым. Подала ей коробочку с брошью, она долго ее рассматривала, серебро и бирюза. Потом восклицала о дарителе и о подарке. Первоклассный человек, и какой вкус! Потом, отвернувшись в полоборота, величественно протянула мне брошь на ладони и с высокомерием произнесла. — Сверель или нет, это вам. Наденьте сейчас же. — Ну, пусть это будет мой подарок вам, — взмолилась я. — Что вы, у меня их слишком много, я их раздариваю. 73 года не возраст для таких игрушек. Объявила, что сегодня вечером снова переезжает, на этот раз коллегер. — Я веду бедуинский образ жизни, не правда ли? — Сегодня за мной заедет и перевезет меня на новое место один молодой человек. Он перевозит меня в четвертый раз. Мой эвакуатор. — А 73 года возраст для бедуинского образа жизни, — с бешенством подумала я. — Игрушки не возраст, а кочевья. — Наверное, Анна Андреевна увидела мои мысли, потому что взяла меня за руку и сказала жалобно. — Ну, не надо, не надо меня жалеть. Не жалейте меня так. — Жалеть это не то чувство, не то слово. Во мне не жалость, а злость. Дом, стены, окна, крыша, стол, стул, постель — у Анны Андреевны все это есть. Там, дома, в Ленинграде. Да еще будку в придачу. Но ведь настоящий дом — это не стены и крыша, а забота. Ирочка и Анечка, видно, не очень-то. Хотя в Ленинграде союз писателей в писательском доме предоставил квартиру Ахматовой, не Пуниным, они, живя с нею, не считают себя обязанными создавать в этой квартире быт по ее образу и подобию, быть соответствующей ее работе, ее болезни, ее нраву, ее привычкам. Сколько бы они ни усердствовали, выдавая себя всюду за семью Ахматовой, это ложь. Никакая они не семья. Я-то ведь помню Ирину в тридцать восьмом году, как она обращалась с Анны Андреевны еще в фонтанном доме. Здешние друзья, принимая Ахматову, хотя и продолжают собственный образ жизни, продиктованной работой, болезнями, привычным укладом, стариками, детьми, теснотою, умеют устраивать так, чтобы, живя у них, жила она на свой лад. Потому, видно, и наезжает Анна Андреевна так часто из Ленинграда в Москву. Пока мы молчали, из соседней комнаты явственно доносился голос Виктора Ефимовича. Я сказала, Виктор Ефимович расспрашивает кого-то по телефону о судьбе поэмы в знамени. «У вас слух, как у борзой», — ответила Анна Андреевна. «Значит, никакого склероза». «Ну уж и никакого. А склероз хрусталика?» Анна Андреевна снова и снова о Солженицыне. Никогда не видывала подобного человека. Огромный человек. Надеюсь, он понимает, что его ждет. Было время, я спрашивала, выдержит ли он славу. Помните, накануне Ивана Денисовича? Он ответил, я выдержал сталинские лагеря. «Теперь я спросила, вы понимаете, что скоро вас начнут ругать?» «Конечно». «Выдержите?» «Я выдержал прокурора. Уж сильнее не обругают». «Вы ошибаетесь. Это другое, совсем другое. Если выдержали прокурора, нельзя быть уверенным, что выдержите это». «Да, она права. Прокурор — мука одного сорта, а публичное шельмование в газетах и на собраниях другое. Страшен для человека львиный рык, а укусы целого полчища крыс неизвестно еще, что страшнее. Но неужели это непременно случится? С ним, а значит и со страною, с нами, живем как на качелях. Солженицын просил Анну Андреевну прослушать его поэму «Ту», — сказал он, — «которая помогла мне все перенести, выжить, остаться живым». Прослушала. Он просил ее дать совет. Следует ли добиваться печатания или не следует? Я его умоляла спросить у кого-нибудь другого. Я насчет печатать, не печатать, совсем не советчица. Я на это не стажировала. Я просто сумасшедшая старуха. Готхард записал рассказ Ахматовой об этой встрече с Солженицыным. Он принес мне поэму, она автобиографична, и спросил, стоит ли за нее бороться. Я сказала, что одного моего мнения недостаточно, пусть даст еще кому-нибудь. Он сказал, что ему достаточно моего мнения. Я сказала, что бороться за эту поэму не стоит. Двенадцать встреч, страницы 235-236-я. По словам Солженицына, он прочел Ахматовой первые две главы из своей поэмы «Дороженька». Поэма, включающая 11 глав, не опубликована до сих пор. Примечание редакции, 1996 год. Ответ на свой вопрос, а какова же поэма, не в смысле печатания, а хороша ли, я получила уклончивой. Не понравилось ей, что ли? И она не хочет признаться из уважения к автору? Нет, на нее не похоже. Ведь бронила же она мне рассказ Солженицына в случае на станции Кречетовка. Между прочим, совершенно зря. Я прочла Кречетовку, сказала я. Рассказ мне кажется прекрасный, и ничего неправдивого там нет. Вы утверждаете, таких людей, как тамошний главный герой, не было в сталинское время. Все его добродетели выдуманные. Вера в правоту нашей действительности тоже. Вы ошибаетесь. Напротив, таких, как Зотов, было много, слишком много. Автор попал в самую точку всенародной трагедии. Если бы во вредителей и диверсантов, во врагов народа, в непогрешимость власти, в божественную мудрость Сталина никто по-настоящему не верил, а строй поддерживала только продажная челеть, Если бы разоблачителями оказывались одни лишь продажные шкуры, ооо, в чем же тогда трагедия? Никакой трагедии. Люди продажные существовали и существуют всегда и всюду. А в нас были верующие, чистые души. Анна Андреевна сердито повела плечами. Я таких не встречала. А я в изобилии. Непонятно мне, за что же она в таком случае ценит мою Софью. Ведь там изображена мать, ослепленная верой, верующая газетам более чем своему любимому, единственному и тоже верующему сыну. И когда колеблется в ней эта вера, тогда рушится разум, рушится ее мир. Как же не было? Не было бы этих обманутых, власть не в силах была бы осуществить свое многомиллионное злодейство. Да что там, моя глупенькая обывательница Софья Петровна? Сколько я видела и вижу умных и чистых верующих. Анна Андреевна переменила разговор, объявив подобревшим веселым голосом. Я дала Володе Муравьеву почитать книгу того господина о Льве Толстом. Тот господин, у нее всегда гость из будущего, Исайя Берлин. Он пришел в восторг. Объяснял мне, что это гениально. Я слушала молча и смотрела девственными глазами. Речь идет о книге Берлина «Ёж и леса», посвященной взглядам Льва Толстого на историю. Она вышла в 1957 году в издательстве New American Library. Примечание автора. А потом не обошлось без обычной шпильки Толстомом. Он, конечно, полубог, но иногда в него вселялся дух одной из его тетушек. Потом рассказала, как позирует скульпторше Масленниковой. Ей нравится, как вылеплен пастернак, и, собственно, ее голова тоже нравится. Зоя Фанаста Масленникова, родилась в 1923 году, изучавшая в университете английский язык, одно время работала в английском отделе ТАСС, но работа эта не пришла с ей по душе, она оставила ТАСС и начала зарабатывать, давая частные уроки английского. В скульптуре она не обучалась нигде, и в этом отношении самородок. 22 июня 1958 года Масленникова приехала в Переделкино к пастернаку и попросила разрешения лепить его. Позировать он согласился. Сеанс следовал за сеансом, разговор за разговором. Эти беседы Зоя Фанаста записывала. Отрывки из записей о пастернаке напечатаны в 1978-79 годах в журнале «Литературная Грузия», а целиком в 1988 году в Неве, в номерах 9 и 10. С Анной Ахматовой Масленникова познакомилась уже после кончины Бориса Леонидовича. 27 декабря 1962 года, когда Анна Андреевна гостила на проспекте Мира у вдовы Шенгелия Юлии Владимировны. Туда, по просьбе Ахматовой, Масленникова привезла скульптурный портрет пастернака. Анна Андреевна смотрела портрет, я бы сказала, профессионально, вдумчиво, не торопясь, в разных ракурсах. Портрет ей понравился, пишет Масленникова в своих воспоминаниях. Смотрите, панорама искусств. «Москва», советский художник, 1986, страница 150. И Масленникова предложила Ахматовой липить ее, Анна Андреевна согласилась. С тех пор, приезжая в Москву, Ахматова не раз позировала Зое Афанасине, то на Ордынке, у Ардовых, то в Лаврушинском, у Маргариты Иосифовны Алигер. Окончить работу при жизни Анны Андреевны Зое Афанасине, однако, не удалось. После каждого сеанса она оставалась недовольна своими эскизами. Когда же Ардов известил ее о кончине Ахматовой, она приехала в морг и сняла с нее посмертную маску. Только после смерти Анны Андреевны Масленникова снова принялась работать над прежними эскизами и окончил, наконец, портрет. Портрет Пастернака, много раз переделывавшийся и при жизни после кончины уже по памяти, сохранен. Портрету Ахматовой не суждено было уцелеть. Портрет никогда не выставлялся. Стоял в моей мастерской, и мало кто его видел. Летом 1978 года моя мастерская пострадала. Хранившиеся там работы все до одной были уничтожены. Пол был сплошь завален обломками гипса, изодранными в клочья рисунками, стихами, дневниками, письмами. Среди них валялись и куски портрета Анны Андреевны. У меня остались только фотографии с этой работы. Да в квартире дочери уцелел еще один отлив посмертной маски. От греха подальше я передала его в Московский литературный музей. Фотографии обоих портретов Пастернака и Ахматовой приведены в том же выпуске «Панорамы искусств». Примечание автора. Потом опять о Солженицыне «А знаете, Александр Исаевич удивился, когда я сказал, что люблю Некрасова. Видимо, он представлял себе меня этакой чопорной дамой. Анна Андреевна во мгновение ока превратилась лицом и осанкой в воплощение чинной тупой чопорности. А Некрасова не любить разве можно? Он так писал о пахаре, что нельзя было не рыдать. Об отношениях Ахматовой к поэзии Некрасова смотрите также ее ответы на вопросы Чуковского, то есть его анкету поэтам, двадцатые годы. Чукоккола, Москва, Искусство, 1979, страница 272, примечание редакции, 1996. «Лепят это хорошо», — подумала я. Но ее следовало бы и снимать на кинопленку. Ахматова чопорность, Ахматова огорченное удивление, Ахматова сочувствие, рыдание, восторг. Рассмеялась. «Вообразите, у меня новое бедствие. На сегодняшний день все актрисы-чтицы вас жаждали читать с эстрады мои стихи. Встречаются среди них интеллигентные, но в большинстве ринулись такие панельные лиговские девки, что мои стихи из их уст вызовут новое третье постановление ЦК». Тут вошла Нина Антонна и, извинившись передо мною, повелела Анне Андреевне идти в пустую комнату и, наконец, одеться. Анна Андреевна послушно ушла. «Ахматовка началась сегодня с самого утра», — объяснила Нина Антонна, — «и продлится до поздней ночи. Как видите, Анна Андреевна принимает гостей в халате, на рубашке и в туфлях на босу ногу. Накормить я ее успела, умыться она умылась, а вот одевается только сейчас». Скоро вернулась Анна Андреевна в красивом платье, в ожерелье и в перстнях, в торжественной белой шале. Теперь она — Ахматова в мантии. Мне было уже пора, но захотелось рассказать свою переделкинскую новость, точнее, северную, карельскую. Там вздумали уничтожать старые деревянные церкви, чуть ли не сотню церквей. Об этом написал Паустовскому кто-то из Ленинграда, прося заступы. Прислали длинное письмо. История этих церквей, их фотографии. Паустовский все еще в Доме творчества и сильно хворает. Астма. Я навещала его, а он поручил мне попросить Корнея Ивановича зайти. Хочет вместе обратиться наверх. 15 февраля 1963 года Чуковский пишет в дневнике. В Доме творчества отдыхает Паустовский. Вчера Лида сказала мне, что он хотел бы меня видеть. Сегодня я пришел к нему утром. Дело у него ко мне такое. Идиоты, управляющие Карелией, решили уничтожить чуть ли не все древние деревянные церкви. На столе у него фотоснимки этих церквей, чудесных, засеялевых, гибнущих. Так и хочется реставрировать их. Подумать о том, чтобы их уничтожить, мог только изверг и при том беспросветный тупица. Разговор у нас был о том, чтобы послать телеграмму властям о прекращении этого варварства. Кто ее подпишет? Леонов, Шостакович, я, Фаворской. Паустовский предложил зайти к нему вечером. Он за это время приготовит текст. Дневник 2, страница 332. 17 февраля было написано письмо к Хрущеву, которые подписали Паустовской и Чуковской. Черновик сохранился в архиве Чуковского. Там, в частности, говорилось. Нами получены копии письма, посланного учеными Ленинграда и Петрозаводска в редакцию «Известий», о том, что управляющий делами Совета Министров Карельской Республики Петр Афанач Семенов, он же Уполномоченный по делам Русской Православной Церкви, подписал список 116 церквей, подлежащих безотлагательному уничтожению. Пусть сейчас мы не имеем денег на охрану и реставрацию северных памятников, но недалеко время, когда великолепные эти произведения станут объектами отечественного и мирового туризма и источником гордости нашей страны. Почти все церкви, входящие в список Семенова, являются признанными памятниками архитектурного искусства XVI, XVII и XVIII веков. «Мы обращаемся к вам, дорогой Никита Сергеевич. Мы умоляем вас спасти наше северное искусство от холодных рук и равнодушных сердец, иначе будет обездолена наша великая культура». Примечание редакции, 1996-й. «Я уже давно собираюсь написать реквием по распятым церквям», — сказала Анна Андреевна. «Северные деревянные церковьки, они как маленькие дети, их нельзя обижать». «Никакие нельзя, конечно». Помолчали. Она что-то шептала про себя, не знаю, стихи или молитву. «Думаю, молитву. Если среди разговора ее одолевают стихи, она тихонько гудит, а не шепчет». Когда я пришла домой, мне захотелось разгадать загадку свирели, вспомнить досконально стихи Ахматовой Чапскому. Я их знаю наизусть, но, быть может, путаю что-нибудь. Взяла беленькую книжечку и прочла из восточной тетради. «Бубен есть, свирели нет. Свирель осталась только в черновике. В чем же тут дело?» А дело было в том, что заключительные строки первого варианта, показанные мне Анной Андреевной, 10 февраля 1963 года, сохранились не только в старой тетради, но и были опубликованы в 1960-м в третьем номере ленинградского журнала «Нева». «Пришли наяву ли, во сне ли, мне голос азийской свирели». Услышав мои уверения, подарок прислан не мне, а вам, Анна Андреевна предположила, что Чапскому попались на глаза эти строки, и он исполнил ее просьбу. Она заблуждалась. «Не только Чапской в Париже, но и я в Москве. Ни вы с этими строчками не видела». Примечание автора. О Пчапском смотрите записки, том 2, за сценой. 22 февраля 1963 года. Анна Андреевна в Лаврушинском, в писательском доме, у Алигер. Я была там. Комната маленькая, но все же побольше, чем на Ордынке. Анна Андреевна уютно сидит на диване. У нее гости. Эмма Григорьевна, Наташа Горбаневская и Юля Живова. О Горбаневской смотрите запись 7 ноября 1964 года. Примечание автора. «А из хозяев никого дома нет. Юля и Наташа часто выходят из комнаты. Свои какие-то, видно, у них дела». По случаю Морозов Анна Андреевна решила отложить отъезд в Ленинград. Радостная она, веселая, вот по какому случаю. Получила письмо от Пагирева из Ленинградского отделения издательства «Советский писатель». Спрашивают, какие ее книги они могут включить в план 64-го года. Приятный вопрос. Рукопись нового сборника уже несколько месяцев лежит неподвижно в здешнем московском советском писателе. Валяется где-то в низинах. Теперь Ахматова ее оттуда возьмет. Речь идет о том сборнике стихотворений, который Анна Андреевна составляла с помощью Ники Николаевны Гленн. Примечание автора. Анна Андреевна попросила нас всех усесться ближе и прочитала пять стихотворений памяти Марины Цветаевой. Автор Арсений Тарковский. Не сразу привыкаешь к противоестественному сочетанию. Голос Ахматовой произносит не Ахматовские стихи. Из ее уст чужие слова и ритмы звучат странно. Уж очень мы привыкли, чтобы этот голос говорил только свое. Читала она медленно, серьезно. Читала, как все и всегда, из глубины. Стихи мне понравились, очень. Кроме, может быть, одного, тоже хорошего, но не трогающего, чуть риторического. В особенности понравилась стирка белья. Надо будет раскрабриться и рассказать Арсению Александровичу о своей встрече с Цветаевой в Чистополе накануне конца. У меня где-то записано. Смотрите записки, том 1, страница 192, а также записки, том 2, страница 67, Нева, номер 9. Жаль, Анна Андреевна как раз стирку белья не одобрила. Заспорили мы о втором четверостишеем. Начинается стихотворение строчками. Марина стирает белье, в гордыне шипучую пену, рабочие руки ее швыряют на голую стену. И дальше как-то так окно открыто, но ей все равно пусть видит и это распятие. Цикл стихотворения памяти Цветаевой опубликован целиком в первом томе трехтомного собрания сочинения Арсения Тарковского, 1991, примечание актора. «Стирка не распятие», — сказала Анна Андреевна. «Все женщины стирают». Это очень несправедливо, но, быть может, назвать стирку распятием это слишком, потому что по сравнению с распятием, любая боль не в боль и труд не в труд. Но, во-первых, отнюдь не все женщины стирают большую стирку, а, во-вторых, даже если почти все стирают, то некоторых, например, Цветаеву, безусловно, следовало бы освободить. Да и не в стирке тут дело, это мера ее нищеты, зависимости, независимости и упрямства. Я достала из портфеля номер журнала «Юность». Прочла Анне Андреевне и Эми Григорьевне, Юлия и Наташа опять исчезли, стихи «Юный морец». Я уже несколько раз прочла их дома, но мне хотелось опять и опять видеть их напечатанными, не веря глазам своим. В памяти Тициана Табидзе. На Мцхету падает звезда. Крошатся огненные волосы. Кричу нечеловечьим голосом. На Мцхету падает звезда. Кто разрешил ее казнить? Кто это право дал кретину совать звезду под гильотину? Кто разрешил ее казнить? И смерть на август назначал, и округлял печатью подпись. Казнить звезду? Какая подлость! Кто смерть на август назначал? Война тебе! Чума тебе! Земля, где вывели на площадь звезду, чтоб зарубить, как лошадь. Война тебе! Чума тебе! На Мцхету падает звезда. Уже не больно ей разбиться. Но плачет Тициан Табидзе. На Мцхету падает звезда. Война тебе! Чума тебе! Повторила Анна Андреевна. Кликнула Наташу и Юлю и велела мне читать еще раз. Я прочла уже наизусть. Мне доставляла радость произносить, кто это право дал кретину совать звезду под гильотину, казнить звезду, какая подлость, кто смерть на август назначал. Митю казнили не в августе, в феврале, но увели на казнь в августе. Бронштейн был арестован 6 августа 1937 года и расстрелян 18 февраля 1938 года. О нем, смотрите, записки, том 1 в отделе «Но крепкие тюремные затворы». В последние годы жизни Чуковская писала автобиографическую книгу под условным заглавием «Прочерк». Многие главы этой книги касаются судьбы Бронштейна и написаны на основе вновь открывшихся документов. Книга осталась незавершенной. Примечание редакции 1996. Не знаю, понравились ли эти стихи Анне Андреевне, или просто заинтересовали ее как знамени времени, но она попросила прочесть их в третий раз. Хотелось бы обдумать и понять самое энергическое, четверостишее. Война тебе, чума тебе, земля, где вывели на площадь звезду, что взрубить, как лошадь, война тебе, чума тебе. Тебе? Нашей земле? Нашей стране? Чумы не было. Война была. Облили свежей кровью нашу и без того кровавленную землю. А повинна ли в прежней крови наша земля? Или только кретин и подручные его? Легко ответить, повинны и все. Труднее понять, кто, когда, в чем, в какой степени, с какой минуты началась виноватость. Пушкин не писал, чума тебе, но беда стране, где рапыль сец одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя очи долу. Но как и почему? И в какую минуту случается, что богом избранный певец умолкает? Говорят одни халуи, а когда певец пробует все же запеть, его суют под гильотину. И чума, и война, она ведь обычно кретинов милует, а карает по большей части неповинных, юность в цвету, женщин, детей, леса, поля. Я спросила у Анны Андреевны, согласна ли она с приговором, вынесенным нашей земле юный морец. Чума, война, приговор юридически обоснованный. Однако, говоря тем же юридическим языком, я сказала бы, виновна, но заслуживает снисхождения. Да, потому что сама в беде. Богородица белой растелет над скорбями великими плат, вспомнила я из Ахматовой. Скорби были велики еще накануне той, первой, что же сказать о предшествии второй? Горы горя! Пускай на нас еще лежит вина, все искупить и все исправить можно. Анна Андреевна и Эмма Григорьевна заговорили о пушкиноведческих делах. Глядя в окошко, я думала, не сойду ли я в конце концов с ума, пытаясь решить, заслужен ли страною приговор. Чума тебе, война тебе. И как это все случилось. Юля и Наташа начали болтовню о литературных происшествиях. Юля рассказала, что, по слухам, Евгений Винокуров, выдвинутый на Ленинскую премию, по третьему туру не прошел. Зато Исаев, бездарь, прошел. Евгений Михайлович Винокуров, 1925-1993, получил не ленинскую, но государственную премию гораздо позднее, в 1987 году. К 1963-му вышло уже несколько сборников его стихотворений. В 1951-м стихи «О долге», в 1956-м сборники «Синева» и «Военная лирика», в 1958-м признание, в 1960-м «Лицо человеческое», в 1962-м сборники «Слова» и «Лирика». Винокуров не только поэт, но и эссеист, и поэт-переводчик, и автор статей о поэзии XIX и XX века, редактор-составитель многих сборников, преподаватель литературного института. В 1961 году Анна Андреевна подарила Евгению Михайловичу сборник своих стихов с такой надписью «Евгению Винокурову, от которого я жду стихи». Ждали от него стихи, читали ему свои, обменивали с ним литературными впечатлениями и Маршак, и Борис Пастернак, и Александр Твардовский, и Илья Эренбург. Имена Маршака, Ахматова, Эренбурга, Чуковского назвал Евгений Винокуров в 1979 году, перечисляя тех, у кого он учился. Вопросы литературы, 1979, номер 3, страница 132. В 1984 году в третьем томе собрания его сочинений «Москва. Художественная литература» вышли в свет среди других прозаических работ краткие воспоминания об Анне Ахматовой. Егор Александрович Исаев родился в 1926, поэт. Цитирую краткую литературную энциклопедию, том 3. Печатается с 1945 года, автор лирических стихотворений, поэмы «Над волнами Дуная» 1953, отдельное издание 1955, о советских воинах, несущих службу за рубежами Родины. Поэма «Суд памяти» 1962, лирико-философское, антифашистское произведение, посвященное борьбе за мир. Ленинскую премию 1963 года Егор Исаев, вопреки слухам, не получил. Но бурная его карьера не пострадала. Многие из его произведений издавались и переиздавались по два раза в год, и он был щедро награждаем. В 1964 за поэму «Суд памяти» им была получена почетная грамота от Советского комитета защиты мира. В 1967 он награжден орденом «Знак почета», в 1974 премии «Огонька», в 1976 орденом «Трудового красного знамени», в 1980 ленинской премии, в 1984 орденом «Ленина», в 1986 званием «Героя социалистического труда». С начала 60-х годов Егор Исаев заведовал отделом поэзии в издательстве «Советский писатель». С 1963 года он член редколлегии газеты «Литературная Россия». С 1965 член правления Союза писателей РСФСР. С 1981 рабочий секретарь правления Союза писателей СССР. Впоследствии он один из авторов знаменитого антисемитского письма писателей России, опубликованного 2 марта 1990 года в газете «Литературная Россия». Примечание автора. «Это совершенно все равно», — с раздражением прервала ее Анна Андреевна. «Ленинские премии, как и все премии на свете, выдаются, бывает правильно, чаще неправильно». И добавила, давайте условимся раз навсегда. Поэт — это человек, у которого ничего нельзя отнять и которому ничего нельзя дать. Быть может и так, но ведь существует и общественное мнение, которое грех сбивать с толку. Я рассказала о чудесной речи Ромма, привела одну цитату «Почему мы до бесконечности врем». Михаил Ильич Ром, 1901-1971, автор многочисленных кинофильмов, в частности, фильмов о Ленине. Не единожды лауреат сталинских премий, многолетний профессор ВГИКа. В посмертно опубликованных воспоминаниях Ромма так рассказано о его речи в ноябре 1962 года. «Свобода» после 20-го и 22-го съездов делалось все как-то ощутимее. И я в нее так уверовал, что даже выступил на конференции Института истории искусств в ВТО. И так разделал Грибачева, Кочетова и Сафронова, что стало мое выступление ходить по рукам в качестве подпольного чтива. «Очень уж вовремя я выступил с этой речью, потому что буквально через неделю состояло знаменитое посещение Манежа, где Хрущев топал ногами, обрушился на левое искусство, заодно на всю культуру, на молодых поэтов. В общем, начался разгром. И мне пришлось довольно лихо. Главным образом за мое выступление в ВТО. «Михаил Ром. Устные рассказы. Москва. Киноцентр. 1989. Страницы 125-131». Вот об этом-то подпольном чтиве, о выступлении Михаила Рома в ВТО, я и упомянула в разговоре с Анной Андреевной. В качестве примера сталинизма в искусстве Ром привел знаменитую незадолго до смерти Сталина отшумевшую антисемитскую кампанию, притворно именуемую «борьбой с космополитизмом». На обложке крокодила в те годы был изображен безродный космополит с ярко выраженной еврейской внешностью, который держал книгу, а на книге крупно написано «Жит». Не Андре «Жит», а просто «Жит». Ни художник, который нарисовал эту карикатуру, никто из тех, кто позволил себе хулиганскую выходку, нами не осужден. Мы предпочитаем молчать, забыть об этом, как будто можно забыть, что десятки наших крупнейших деятелей театра и кино были объявлены безродными космополитами. Они восстановлены, кто в партии, кто в своем союзе, восстановлены на работе, в правах. Но разве можно вылечить, разве можно забыть то, что в течение ряда лет чувствовал человек, когда его топтали ногами, втаптывали в землю. А люди, которые с наслаждением, с вдохновением руководили этой позорной компанией, изобретали, что бы еще выдумать и кого бы еще подвести под петлю. Разве они что-нибудь потерпели? Их даже попрекнуть не решили, сочли неделикатным. Далее Ром снова говорит об остатках сталинизма в сознании, останавливаясь на другом примере. На компании против итальянского неореализма, против работ целой плеяды блистательных итальянских киномастеров, создавших по его выражению действительно великие, незабываемые произведения. Я позволил себе три года назад заступиться за итальянский неореализм. И до сих пор люди, которые настаивают на верности традициям, напоминают мне этот мой грех. Как я смел заступиться за итальянский неореализм? Как я мог признать, что это течение оказало влияние на нашу молодежь? А по-моему, если оно оказало влияние на молодежь, то этого нельзя не признавать. Почему мы до бесконечности врем? Я здесь свидетель и утверждаю. Оказала. Там же, в странице 174, 175 и 177. Примечание автора. Почему мы до бесконечности врем? Повторила Анна Андреевна. Эмма Григорна сообщила, что по слухам Шолохов собирается громить Матрёнин двор. — Отлично. Этим он окончательно прикончит себя, — воскликнула Анна Андреевна. Хотя выступление Шолохова и не состоялось, но слухи возникли не случайно. Выступление против Солженицына готовилось к очередной встрече Хрущева с интеллигенцией 7-8 марта. Солженицын рассказывает. У меня сохранились записи самих совещаний, прямо там и сделанные, на коленях, и все же вечера еще добавленные по свежу. Все в подробностях не буду, но даже глоток того воздуха вырвать из тех залов и дать подышать опоздавшим, может быть, стоит. — Встретились мы с Твардовским, и он мне сказал, поблескивая весело, но не без тревоги, — есть фольклор, что Шолохов на подмосковной даче со ста сорока помощниками приготовил речь против Солженицына. Я еще так был самоуверен, да и наивен, говорю, побоится быть смешным в исторической перспективе. — Твардовский охнул. — Да кто там думает об исторической перспективе? Только о сегодняшнем дне. Тут объявили Шолохова, я вспомнил слова Твардовского, и сердце мое пригнелось. — Ну, сейчас высадят из седла, и меня. Немного же я проехал. В своих записях я помечал время начала каждого оратора. Ильичев и Хрущев начали в 13.25, Шолохов в 13.50. А следующего за ним я записал — 13.51. — Всего-то одну минуту, без преуменьшений, — говорил наш литературный герой. — Это еще и со смены? На возвышенной трибуне выглядел он еще ничтожнее, чем вблизи, да и бурчал невнятно. Он вытянул вперед открыто небольшие свои руки и сказал всего лишь «Смотрите, я безоружный». Пауза. Вот Эренбург сказал, у него была со Сталином любовь без взаимности. А как сейчас у вас с нынешним составом руководства? У нас любовь со взаимностью. И все. И уже сходил, как Хрущев подал ему руку с возвышенности. Мы любим вас за ваши хорошие произведения и надеемся, что вы тоже будете нас любить. И все. Этот жест безоружности и был показ, что заготовленной речи Шолохов говорить не будет. Потом узналось. Его и Кочетова предупредили против меня речей не произносить, чтобы пощадить личный художественный вкус Хрущева. А должны были две речи грянуть. Шла банда в наступление. Худой волковатый Кочетов прошелся по Вологодской свадьбе Яшина. Противопоставил такой пьянствующей деревне, просвещенную, ждущую журналов, его октября. И закончил неудовлетворенно. Не выбрасывать же со Сталином и советскую власть. Я приготовил другую речь, извините, прочел эту. Так понять, речь-то была против Ивана Денисовича. И самое время им душить его всеми катками. Самая пора атаковать. Но нельзя. Вот он, культ личности. Бодался теленок с дубом. Новый мир. Номер 6. Страницы 41, 42, 49, 50, 53, 54. Примечание автора. Заговорила о реквияме. Восторги и слезы продолжаются. Неблагоприятный отзыв пока единственный. Секретарша Эренбурга Наталья Ивановна Столярова передала Анне Андреевне суждение Ильи Григорьевича. Любовные стихи будто бы удаются ей лучше. Какой вздор! И какое неправомерное для Ахматовской поэзии деление. Но любовные и гражданские. Впрочем, мои литературные вкусы со вкусами Ильи Григорьевича, видимо, вообще не сходны. Когда-то, помню, в 46 или 47, когда я работала в Симоновском новом мире, Симонов послал меня к Эренбургу просить стихи. Я пошла. И тут услышала от Ильи Григорьевича, что лучший наш поэт — Леонид Мартынов. Ну вот. А теперь ему не понравился реквием. У Анны Андреевны сейчас много машинописных экземпляров реквиема, И она их щедро раздаривает. «Для вас я должна была бы переписать его от руки», — сказала она мне полушепотом. «Но сейчас, честное слово, сил нет». «Да, пожалуй, должна была бы. Но я напоминать не стану. Я не собирательница автографов». «Я счастлива, что дожила до этого времени. Реквием ходит, и поэма дописана», — сказала Анна Андреевна, провожая меня в переднюю. «Чего же мне больше?» «Больше? Печатанье, конечно, печатанье». Напоминаю читателю, что в Советском Союзе реквием впервые целиком был напечатан в 1986 году в журнале «Октябрь» номер 3 и в журнале «Нева» номер 6, примечание актора. Надо, чтобы школьники заучивали реквием наизусть. Напечатают ли или не напечатают, вот и будет видно, жаждут ли искупить вину. «Или двадцатый и двадцатый съезд так только для фасону?» Я шла переулками к метро, это не дальше, чем от Ардовых, и каждый шаг отдавался в сердце. Физически. Оно у меня как-то от каждого движения набухает и болит. Это, наверное, из-за Софьи. На днях мне звонила художница, которой поручено было иллюстрировать книгу. Разговор об обложке, рисунках, заставках. Все словно их за правду. А ведь книги не будет. Двадцать девятый марта шестьдесят третьего. Сегодня телеграмма от Анны Андреевны. Не прочитав ее, а только разглядев Комарова, я вообразила, будто Ахматова поздравляет меня с минувшим днем моего рождения и очень удивилась. Я день своего рождения с тридцать седьмого не праздную. Ахматова же вспомнила его лишь однажды, в Ташкенте, в сорок втором. Я прочла. «Вторник возвращаюсь домой, весь апрель буду в Ленинграде, напишите мне, ваша Ахматова». Долго я ничего не понимая вертела прямоугольную бумажку так и этак. Переписка между нами не ведется. Зачем мне, собственно, знать в Комарове, Анна Андреевна, или в Ленинграде? Да и в любом случае письмо я все равно адресовала бы в Ленинград. Так дойдет быстрее. К чему она вдруг сочла необходимым сообщить мне свое расписание? И какого, собственно, ожидает от меня письма? Наконец догадалась. Она хочет через меня разведать, не приехал ли тот, кто собирался приехать в апреле. Исайя Берлин. Примечание автора. Когда сама-то она приедет в Москву? Уехала она еще до марта, до погрома, а приедет после. Сейчас уже нельзя ожидать, чтобы где-нибудь напечатали, кто это право дал кретину совать звезду под гильотину. Никакой гильотина, оказывается, никогда не было. То есть она, конечно, была, но словно ее и не было. А кретин? Кретин, конечно, тоже был, но он, оказывается, был не совсем кретин. И те, кто не хочет забыть ни о гильотине, ни о кретине, с теми теперь надо бороться. Что же, сколько уже погромов мы пережили. И гораздо более грозных. Переживем еще один. А вот Софья уже не переживет. Софья. Она на краю гибели. Опять. А дело было в том, что 7 и 8 марта 1963 года состояла встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. На этой встрече Хрущев произнес речь, знаменующую «Отбой». Разоблачение сталинских зверств, начатое на 20 и 22 съездах партия, прекращено. При этом Хрущев грубо накричал на Илью Оренбурга. Как это посмел Оренбург в своих воспоминаниях написать, будто при Сталине все знали о его зверствах, но молчали? Нет. Истинные большевики не молчали. Потом ни с того ни с сего наорал на Андрея Вознесенского и даже на одного молодого человека, художника Голицына, только за то, что тот аплодировал Вознесенскому, а не ему, Хрущеву. Крики, брани, придирки были лишь формой. Смысл же встречи — отказ от разоблачений Сталина. Тут-то я и поняла, что мою Софью Петровну прикончат. О Мартовском погроме смотрите подробно. «Дободался теленок с дубом», «Новый мир», номер 6, страницы 48-56. Михаил Ром, «Четыре встречи с Хрущевым», в сборнике его устных рассказов. Москва, киноцентр, 1989. Каверин, «Эпилог», «Москва», «Московский рабочий», 1989, страница 381-382. Василий Аксенов, «Зима тревоги нашей», или как марксист Никита учил писателей партийной правде. «Стрелец», 1991, номер 1, страница 182-190. Отрывок из моей записной книжки. 11 марта меня пригласили в издательство. Художница, иллюстрирующая мою повесть, показала мне обложку и фронтиспис. Она говорила со мной так, как будто ничего не случилось, и вот-вот книжка выйдет. Но я понимала, случилось, надежды нет. Я позвонила Льву Ильичу Левину, одному из тамошних заправил, спросила, какова, по его мнению, будет судьба книги. Он ответил, что, конечно, в издательстве станут теперь все пересматривать, и принято, и отвергнуто, и даже то, что уже в типографии. «Вы ждали 25 лет», — сказал он бодро. «Подождите еще парочку месяцев. Через парочку месяцев будет виднее». В действительности, повесть Софьи Петровны напечатана в России только через четверть века, в 1988 году. Во втором номере журнала «Нева». Примечание актора. 18 мая 1963-го. Утром позвонила мне Анна Андреевна. От неожиданности я не сразу узнала голос. «В Комарове прозрачная весна, а здесь уже пышное лето». Она просила меня прийти немедля, но я выбралась только к вечеру. Она сидела в столовой, за круглым столом, вместе с Ниной Антонной, не усаживая меня, поднялась навстречу и взяла за руку. «Пойдемте ко мне посекретничаем». «Дама всегда секретничает, правда, Ниночка?» И вот мы опять сидим друг против друга, в той же ардовской комнатке. Я на стуле, она на своей узкой такте, полная, прямая, красивая, легко опирается о такту легкими ладонями. Молчим. Есть что-то для меня неотразимо милое в этой повторяемости ее приездов, наших однообразных встреч, в том, что и комната опять та же, да и она та же. Словно какой-то ритм и утешительный смысл придают моей жизни эти иногда неожиданные встречи. За окном, в том же ардовском дворике, зеленеют деревья. Приехала она, как говорит по делам, из-за каких-то переводов и из-за того, что Луконин просит в день поэзии стихи, обещая напечатать, если она пожелает, даже отрывок из поэмы с предислоем Корнея Ивановича. Приехала с Надеждой на очередную невстречу, намек в одной фразе. Привезла ее Галя Корнилова. Переезд, всегда дающийся ей тяжело, на этот раз совершился благополучно. У меня не было худа на вокзале. Обошлось даже без нитроглицерина. Но я вижу, вам не терпится услышать мой творческий самоотчет. Пожалуйста. Продолжение следует... Он написано только теперь. Ведь столько о разлуке сказано, написано на всех языках, сыграно на всех музыкальных инструментах. А впервые создана эта формула. Простившись, он щедро остался. Он насмерть остался со мной. Только теперь. О предвесенней элегии, как о начале цикла полночные стихи, седьмая книга, смотрите, страница сороковая, номер девяносто девять. Ведь это чувство непрестанного присутствия того, кто отсутствует. Это и есть самое мучительное и самое счастливое в разлуке. Сказала, что окончила еще одну главу для книги о Пушкине. Злая Эмма одобряет. И Медведева тоже, сказала она. — Это что ж, домик на Васильевском острове? — Да, нет, не совсем. Это новый слой. И Анна Андреевна провела рукою в воздухе, будто разрезая его. — Называться будет Пушкин в 1828 году. — Да, я вижу погром погромом, а литература литературой. Как сказал Маяковский, поэзия — присволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой. Погромы погромами, а работа работой. Не прекращается ни на день, ни на час, ни на минуту. Прочна русская литература. И в тех работниках, которые нам известны, и в тех, о которых мы еще ведать не ведаем. Потом Анна Андреевна раскрыла толстую тетрадь и протянула мне. Страница вся исчеркана, строки стихов перечеркнуты и так, и этак. Я вообще не умею читать быстро. К тому же Анна Андреевна своим ожиданием мешала мне. Не разобрала я и не запомнила ничего. Общий смысл поняла так. Прокуратура отошла, остался ты. Предполагаю, что Анна Андреевна показала мне отрывок через 23 года, то есть через 23 года после начала работы над поэмой «Без героя». Предполагаю также, что отрывок обращен к Николаю Гумилеву. Заветные свечи — это те, что в начале поэмы именуются «Венчальными». Примечание автора Анна Андреевна взяла у меня из рук тетрадь, захлопнула ее, отложила в сторону и не без лукавства произнесла. «Еще новая строфа в поэму». Фу! — вырвалось у меня. Точнее, из меня. Это было восклицание невежливое, неприличное, я сознаю. Но ведь в прошлый раз Анна Андреевна крыла, что теперь-то уж поэма окончена наверняка, что больше она к ней не притронется. А я утверждала «притронитесь» и не раз. Вот и вышла по-моему. Анна Андреевна стала надо мной потешаться по случаю этого «фу». Однако новорожденную эстрофу все же прочла. «Хорошая эстрофа, ничего не скажешь». Но, по-моему, необязательная. «Может она быть, может и не быть». Вставляет Анна Андреевна ее куда-то в решку. «Куда?» — я не поняла. Рассказала про дачного своего соседа, Гитовича. Она с ним поссорилась. Александр Ильич Гитович, 1909-1966, поэт и поэт-переводчик. О его стихах и переводах, созданных до 1955 года, привожу в справку из краткой литературной энциклопедии. Первый сборник стихов «Мы входим в пешпек» вышел в 1931 году. Многие стихи 30-40-х годов посвящены военно-оборонной теме. Поэма «Город в горах», 1939-й, повествует о борьбе Красной армии с басмачеством в горах Таджикистана. Острая публицистичность, тонкие изрисовки пейзажа и быта дружественной страны характерны для стихов о Корее, 1950-й. В послевоенные годы Гитович переводит классических и современных поэтов Китая и Кореи. Автор – лирического сборника «Под звездами Азии», 1955-й. С середины 50-х годов публиковались преимущественно переводы Гитовича, и главным образом с китайского и корейского. Из собственных произведений, к которым, впрочем, прибавлены переводы, в первой половине 60-х, еще при жизни автора, вышли два сборника «Звезда над рекой» 1962-й и «Зимние послания друзьям» 1965-й. После его смерти вышло несколько книг, стихотворение в 1966-м и 1968-м годах, «Избранное» в 1973-м и 1978-м. Дача Гитовича в Комарове находилась на том же участке, что и будка Ахматовой. Среди его стихотворений, посвященных Анне Андреевне, есть такие строки. «Нам остались забор и лужайка, Чтобы все повидать, наконец, Чтобы вышла седая хозяйка, Приглашая гостей во дворец. Ты забудешь вокзалы-киоски, Ахнув, словно в кино детвора, Почему на высокой прическе Не надета корона с утра? Все забудешь ты в этом чертоге, Где сердца превращаются в слух, Подивяз на волшебные строки На ее верноподданных слуг. Нет, на старость они не похожи, Потому что суда, в кабинет, Или смерть, или молодость вхожи, Но для старости доступа нет. Может, песню ты сложишь про это, Чтоб друзья подивиться могли, Как спокойная гордость поэта Стала гордостью русской земли. 1960. Об Анне Андреевне, страница 328-329, Примечание автора. Он нахамил Николая Ивановича Харджиеву, Который приехал меня навестить. А потом в отдельности мне. Пьяный, конечно. Он пьян уже лет двадцать. Представьте себе, все его защищают. Говорят, он это из ревности. Но я думаю, ревнует жена или любовница, А если человек ревнует чужую соседскую старушку, То его следует запереть в пробковую комнату. Я очень люблю Сильву, с ней я по-прежнему, А с ним мириться не буду. Но сейчас ему худо. Он лежит носом к стенке. Я даже хочу просить девочек, Чтобы дали ему какие-нибудь переводы. Гитовича прорабатывают за стихи, Где говорится, что он-то не варвар, И потому любит Пикассо. А значит, мы варвары. Речь идет о стихах Александра Гитовича Из цикла Пикассо, Напечатанных в ленинградском альманахе День поэзии и в его книге Звезда над рекой. Оба эти издания вышли в конце 1962 года. Почти одновременно Правительство посетило художественную выставку в Манеже, И там разразился скандал. Стихи Гитовича прозвучали как своего рода протест Против вмешательства невежественной власти в искусство. В стихотворении Пикассо поэт говорит, «Нет, я не варвар, Я не посягну на то, что мне пока еще не ясно, И если половина мне прекрасна, Пусть буду я и у второй в плену». Чтобы оценить геретичность подобных признаний, Достаточно вспомнить тогдашнюю реплику Хрущева По адресу скульптора неизвестного. В этом человеке дьявол и ангел. Дьявола мы в нем убьем, А ангела надо поддержать. Смотрите воспоминания художника Рабичева В сборнике «Другое искусство» Москва, 1956-1976 Москва, Московская коллекция И Интербук, 1991-й, том 1, страница 105-я В те же воспоминаниях говорится Члены правительства с возбужденными и злыми лицами Одни бледнее, другие краснее Хором кричали арестовать их, уничтожить, расстрелять Рядом со мной Суслов с поднятыми кулаками кричал «Задушить их!» Вызовом искусствоведом из политбюро Прозвучало и другое стихотворение Гетовича Из цикла Пикассо «Бессонница» А тот, кто в искусстве своем постоянен Кто дерзок в раздумьях и ереси прочей Его никогда не боялся крестьянин Его никогда не боялся рабочий Боялись его короли и вельможи Боялись попы, затвердившие святцы И если подумать, то, Господи Боже Его кое-где и поныне боятся Примечание редакции, 1996-й В комнату постучав, вошел незнакомый юноша Черноволосый, чернобровый Черты лица четкие, прямые, правильные Лицо замкнутое Лидия Корнеевна, разрешите вам представить Это Анатолий Генрихович Найман «Толя», — сказала Анна Андреевна Юноша поклонился, мы пожали друг другу руки И Анна Андреевна издевательски стала ему рассказывать Про мое «фу» «Вы только подумайте», — оживленно жаловалась она, указывая Ему на меня глазами «И это человек из первого десятка, да-да, из самого первого» «Фу» «Единственное, чего я дождалась от Лидии Корнеевны, когда Сказала ей о новой строфе» Толя Анатолий Генрихович вежливо улыбнулся Я начала припоминать Я уже слышала номинование Толя Найман От кого-то, кто недавно побывал в будке Сообразила Толя Найман — один из молодых поэтов, подружившихся в последнее время с Анной Андреевной Да-да, Иосиф Бродской, Толя Найман, Женя Рейн и кто-то еще По-видимому, Дмитрий Бобышев Об этих четверых тогда совсем молодых поэтах Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродской, Анатолий Найман, Евгений Рейн Найман вспоминает «Мы не декларировали направления, не выпускали манифестов, не находились в оппозиции к другим группам И если чему себя противопоставляли, то лишь вязкой бесформенности поэзии официальной или намеревающейся стать официальной Ахматова однажды назвала нас «авакумовцами» за нежелание идти ни на какие уступки ради возможности опубликовать стихи и получить признание союза писателей Рассказы, страница 73, примечание автора Между тем, Анна Андреевна снова, в которой уж раз заговорила о Страховском «Подумайте, Россию он забыл начисто, запомнился ему только один Городецкий Я сказала, что мемуары всегда лишены точности, верности, даже если акторы не имеют специального намерения лгать И, по-моему, гораздо точнее и надежнее всяких мемуаров письма Процитировала Герцена, уж такого заядлого мемуариста Письма больше, чем воспоминания, на них запеклась кровь событий Это само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное Былое и думы, глава 16 Смотрите, Герцен, собрание сочинений в 30 томах, том 8, Москва, издательство Академии наук СССР, 1956, страница 290, примечание автора «Вы как все 30?» — спросила Анна Андреевна «Учите столе» «Что 30?» «Все 30 томов Академического собрания сочинений Герцена наизусть?» «Я вообще никакой прозы наизусть не знаю, но эти строки из былого и дум легче, по-моему, запомнить, чем забыть На письмах запекла с кровь событий, попробуйте, забудьте Герцен ошибается Не ко всем письмам эти слова применимы Вот, например, письмо Пушкина к Вяземскому о Гаврилиаде и князе Дмитрии Горчакове Ни слова правды Гаврилиада лежит у Вяземского в столе И он отлично знает, кто ее написал А Пушкин сваливает все на покойного князя Горчакова 1 сентября 1828 года Пушкин из Петербурга писал князю Вяземскому в Пензу «Мне навязалась на шею приглупая шутка До правительства дошла, наконец, Гаврилиада Приписывают ее мне Донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы Если князь Дмитрий Горчаков не явится с того света Оставить права на свою собственность Это да будет между нами Пушкин. Полные собрания сочинений в десяти томах Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР 1949. Том 10. Страница 250 Письмо сочинено Пушкиным в расчете на перлюстрацию Выдумкой об авторстве Горчакова он надеялся защитить от преследования подлинного автора Самого себя Примечание автора Ну, это, по-моему, не опровержение герценовской мысли Это чистейшая мистификация, не характерна для писем Но даже на этой мистификации запеклась кровь событий До правительства дошла Гавриилиада И Пушкин делает попытку выпутаться из беды Заговорили о тех молодых, которых после мартовского погрома бьют в Ленинграде Молчаливый Толи назвал Соснору Я что-то где-то когда-то о нем слышала, но сама ничего не читала Анна Андреевна тоже Наверное, он назначен теперь в Ленинграде изображать тех молодых, которые после мартовского пленума чем-то провинились здесь, в Москве Помните, как было после 46-го со мною? Я оказалась, безусловно, главной язвой, но далеко не единственной Всюду искали и находили Ахматовщину Кого-нибудь, заменявшего меня в другом городе или в другой республике В Узбекистане, например, на это место был назначен Уйгун Он никогда не читал ни единой моей строки Вероятно, когда-нибудь, где-нибудь напечатал какие-нибудь стихи про любовь Он оборонялся, он кричал «Дайте мне эту Ахматову!» Ему дали Прочел «Хорошо», — сказал он «Хорошо, но не до слез» Мне это рассказывал Липкин 21 мая 63-го Наташа Ильина привезла к нам в Переделкино Анну Андреевну Сначала Ахматова посидела с Корнеем Ивановичем в саду на ближней лавочке Потом мы все посидели вместе на веранде Дед сегодня хорош, остер, радостен, приветлив, ночью спал Анна Андреевна тоже казалась веселой Одно меня резануло Прошлым летом она доходила по тропинке от дачи до моего домика А нынче сделала несколько шагов, опираясь на мою руку и повернула обратно Нет, Лидия Корнеевна, мне не дойти Временные лет ухудшения, или так и будут теперь за дня, в день, из недели в неделю, падать, падать силы Я ее усадила на веранде Помню, как еще недавно она и по лестнице дедовой поднималась к нему в кабинет на второй этаж А сейчас, когда она пожелала вставить новую строфу в решку Корней Иванович сам принес ей сверху свой экземпляр поэмы Подняться она не могла Прежде чем вписать новую строфу в экземпляр кич Анна Андреевна нам ее прочитала Так я услышала «Века эль грека» во второй раз Опять я не совсем поняла, зачем эта строфа тут нужна Тем более, или тем менее, что последующее начинается тоже с века Новое только замедляет движение Хотя, конечно, с другой стороны, эль греко в поэме весьма уместен Анна Андреевна прочла Что посланец давнего века, что пришел с полотна эль греко Объяснил мне совсем без слов А одной улыбкою летней Что была я ему запретней всех семи смертельных грехов Впоследствии эта строфа претерпела некоторые изменения В частности, вместо, что пришел с полотна эль греко Стала из заветного сна эль греко Но самое интересное Вся строфа оказалась не поэмной, бродячей В 1964 году в московском Дне поэзии На 62-й странице Опубликована она в заключении цикла полночные стихи Однако и там выглядит она не на месте Помещена после стихотворения заглавленного И последняя под названием отрывок Следом за последним, какой же в цикле возможен отрывок В беге времени среди полночных стихов Строфа об эль греко по воле Анны Андреевны отсутствует Цикл завершен четверостишем 65-го года Под загламе вместо послесловия В окончательном же тексте поэма без героя Строфы об эль греко тоже нет Поэтому, я думаю, прав Жермунской, опубликовавшей ее Не в поэме без героя и не в полночных стихах А отдельно, как самостоятельный отрывок Обращая внимание читателей на то, что Ахматовское выражение «Одной улыбкою летней» Напоминает строку из консоны Николая Гумилева «Дорогая с улыбкой летней» Смотрите, Гумилев, Колчан, Москва, Петроград, 1916 Примечание автора «Грехи смертные, а не смертельные», — сказал Корнеев Иванович «Это совершенно все равно», — не без раздражения Ответила Анна Андреевна и принялась вписывать новую Строфу в Решку Она ее вписала между Строфами «Но сознаюсь, что применила Симпатические чернила И, чтоб сюда из чужого века Незнакомого человека Дерзко глянули бы глаза Чтоб он мне, отлетевшей тени Дал бы ветку мокрой сирени В час, как это минит гроза» Но пока Анна Андреевна меняла ветку мокрой сирени На ворох мокрой сирени Пока она вписывала новую Строфу между прежними А я украдкой через ее плечо перечитывала Строфы подряд Задумалась я вот над чем Почему это в поэзиях матовая сирень Всегда вблизи от смерти, от гибели Всегда или почти всегда Я еле успевала ловить летевшие мне навстречу строки И ходить на кладбище в поминальный день Досмотреть на белую божию сирень В окончательном тексте Даст охапку мокрой сирени Вообще, эта стропа претерпела большие изменения Но сирень осталась Ну, тут понятно Куст белой сирени на чьей-то могиле Но в поэме, вот только что Чтобы он мне, отлетевшей тени Дал бы ворох мокрой сирени И уже давно в поэме О кануне войны О кануне тысячи тысяч смертей И кладбищем пахла сирень Это уже в благополучнейших комнатах В гостинах Было И в кувшинах вяло сирень Или Но не первую ветвь сирени Ни кольцо, ни сладость молений Он погибель мне принесет О магической роли, которую играет сирень В поэме без героя Смотрите также Борис Филиппов Поэма без героя Сочинение, том 2, страница 83 Примечание автора Тут сирень как будто противоположна гибели Но все-таки упомянуто где-то поблизости А вот стихи, обращенные к давным Давно разлучившиеся с ней современницы Женщине еще живой Но уже превратившейся для Ахматовой В тень В тень прошедшего В символ прошедшей молодости Всегда наряднее всех Всех розовее и выше Зачем всплываешь ты со дна погибших лет Здесь не современница погибла Но годы А раз гибель, значит, так и жди сирени Флобер, бессонница и поздняя сирень И только в одном стихотворении Припомнилась мне сирень Вне всякого сочетания с гибелью Бензина, запах и сирени Засторожившиеся покой Он снова тронул мои колени Почти не дрогнувшей рукой Прогулка Четки Впрочем, в предыдущем Четверостишей не гибель, но горе Томилась сердце, не зная даже Причины горя своего Спрошу у нее когда-нибудь Знает ли она сама О горестности своей сирени И не стоит ли подумать О такой работе Ахматова Деревья, травы, цветы Розы, крапива, лопухи, ива, тростник, лебеда Подснежник в могильном рву Подорожник, лихолетие Слышно, как в лесу растет трава Пока я перебирала в уме сиреневые и растительные строчки Я пропустила мимо ушей весь разговор Анны Андреевны с Корнеем Ивановичем Наконец, бросив сирень, вслушалась Один француз прислал Анне Андреевне воспоминания Сергея Маковского о Гумилеве Она уверяет По количеству и качеству вранья Это нечто чудовищное Считает нужным опровергать Но не знает как Ну как отсюда в самом деле опровергнешь Воспоминания О Доевцевой, Неведомской, Гумилевой Предисловие Глеба Струве И вот теперь еще прибавилось к ее заботе Мамаковской Опровергать надо там Оттуда А там, сказала Анна Андреевна Все умерли Или притворяются мертвыми Анна Андреевна предпринимала неустанные попытки опровергать Вот, например, отрывок из ее письма К французскому литературе веду Специалисту по русской литературе Жоржу Нева Который в 62 году перевел на французский язык Воспоминания Маковского о Гумилеве И прислал их Ахматовой Этот очерк содержит бесчисленное количество ошибок Которые надо приписать возрасту писавшего и его дурным источникам Сообщила Анна Андреевна Жоржу Нева 7 июня 1963 года Сочинение том 3 страница 354 Примечание редакции Ахматова обдумала свои возрождения против статьи Маковского и Струве И с цитатами, датами, доказательствами, ссылками, разъяснениями Принялась устно излагать сущность дела Анна Андреевна, конечно, продиктовала свой протест многим Да и сама записала И в неведомое нам будущее Доберутся, быть может, когда-нибудь чьи-нибудь листки Другим опровержением там должна была стать по замыслу Ахматовой ее биография Написанная английской словисткой Аманда Хейт И в значительной степени отражающая взгляды самой Анны Андреевны Это подтверждает, в частности, и дневниковые записи Оксмана Анна Андреевна очень многое диктовала о себе и своей работе одной англичанке Которой пишет о ней книгу «Воспоминания» страницы 646 Из книги можно почерпнуть возражения против мемуаров Маковского и Струве А также и Георгия Иванова, услышанные автором от Ахматовой Потом она вынула из сумочки фотографию своего портрета Сделанного Анненковым по памяти В юности я любила первый анненковский портрет Ахматовой Тот, двадцать первого года, петербургской О котором так метко Замятин писал, что это портрет скорби Скорбно поднятых бровей Что духовная сущность Ахматовой Сущность ее поэзии, да и тяготы страшного времени Переданы на этом портрете и при том самыми скупыми средствами Быть может, подумала я, в соответствии со скупостью художественных средств Ахматовской поэзии Линии на перечет, а вся Ахматова тут Смотрите «Евгений Замятин о синтетизме» в книге Юрия Анненков «Портреты» Петербург, Петрополис 1922, а также в книге «Евгений Замятин» сочинение «Москва», книга 1988, страница 412 Примечание автора Новое же ее изображение гуашью по памяти не понравилось мне Дама в открытом вечернем платье, не то на театре, не то на балу Демонстративно печальная, демонстративно отвернувшаяся, состилизована длинными пальцами Демонстративность так чужда Ахматовой На первом портрете все концентрировано и все всерьез Судьбу Ахматовой разглядел и передал, и даже предсказал скупыми линиями художник На втором все нарочно, словно какая-то актриса взяла сыграть Анну Андреевну на сцене, и Юрий Павлович ее изобразил В том и первом своих воспоминаний «Дневник моих встреч» Анненков так вспоминает об этих портретах Я сделал с Ахматовой в 1921 году два портретных наброска Один пером, другой в красках, гуашью Ахматова позировала мне с примерной терпеливостью, положив левую руку на грудь Портрет, сделанный пером, был сначала воспроизведен в книге моих портретов Затем в 1923 году во втором издании Анна Домини После этого в течение многих лет он воспроизводился в разных странах мира Второй красочный портрет, продолжает Анненков, был впервые воспроизведен во Франции в 1962 году в журнале «Возрождение» Как явствует из дальнейшего рассказа, этот второй портрет и окончен был художником уже не дома, а гораздо позднее, в Париже По-видимому, еще до воспроизведения в журнале Юрий Павлович прислал Анне Андреевне фотографию второго портрета, которую она и показала мне Примечание актора Анне Андреевне этот второй портрет тоже, она сказала, не нравится Сели мы на веранде ужинать Как, однако, переменилось время Сколько я помню Корнея Ивановича, он не только сам никогда не пил, но требовал и в Коколе, и в Ленинграде, и в Переделкине, и в Москве Чтобы в доме не было вина А сейчас, покоряясь обычаю, хоть сам по-прежнему не притрагивается, завел у себя вина для гостей Наташа и Танечка Литвинова пили много Анна Андреевна позволила себе одну рюмку, а я и дед на них глядели Я с завистью Татьяна Максимовна Литвинова, 1918-й, переводчица, художница, дочь наркома иностранных дел Литвинова, близкий друг Чуковского и всей его семьи Литвинова перевела Генри Джеймса, Дефо, Мередита, Чивера Литвинова, соавтор Чуковского по переводам пьес Филдинга и Шекспира Примечание редакции, 1996-й Да, напоследок вспомнила еще одну сирень, и опять в сочетании со смертью, и даже собственную тень, всю искаженную со страха, и покаянную рубаху, и замогилинную сирень Наследница Двадцать шестое мая, шестьдесят третьего Я была звона к ней вечером Ардовых нет Она в столовой У нее в гостях Эмма, хозяйничающая, и Паустовской, рассказывающий Он только что из Ялты Там в Доме творчества много народу, и среди них Ермилов С ним никто не здоровается Вот и говорите, будто нет у нас общественного мнения Заметил Паустовской Это неверно, оно есть Я сказала, что если и есть, то лишь среди узкого круга интеллигенции, да и то по узкому кругу поведения, да и то еще нет его, а оно только проклевывается, нарождается Анна Андреевна спросила, как здоровье Эренбурга «Не ест, не пьет, не спит, глубоко потрясен случившимся», — ответил Паустовской Я рассказала, каким увидела Илью Григорьевича, навестив его Меня поразило желтое оплывшее лицо, всклокоченная седина, и, главное, когда он выходил из комнаты, тыкался в стены, не понимал, где дверь Еще один убитый, — сказала Анна Андреевна Никто за него не заступился Вот чем потрясен Илья Григорьевич более всего, — пояснил Паустовской Хрущев орал неистово А за кого у нас когда-нибудь кто-нибудь заступился, публично? — спросила Анна Андреевна с сердцем В данном случае, к тому же, это было и физически немыслимо Даже если бы попытался кто слово сказать, — продолжал Паустовской Мобилизованы были соответствующие писательские кадры, так что они орали и топали при малейшей чьей-нибудь попытке ответить И заглушили бы любой голос Они наслаждались Они брали давно лелеемый реванш Тут я вспомнила рассказ своего приятеля Бе, тоже побывавшего на встрече с интеллигенцией Я прошел войну, перенес артиллерийские обстрелы, атаки Сам случалось поднимался в атаку, но такого ужаса, как на этой встрече, в жизни никогда не испытывал И не от криков Хрущева Он кричал Эренбургу «Не будет вам клуба Петофи! Не надеетесь! Раб! Раб! Раб!» Раб буржуазной идеологии Раб империализма Не от хрущевского бешенства А от беснований соседей Они дорвались до мести Зал восторженно аплодировал хрущевской ругани И чувство было такое, что «Пророни кто словечко против!» Они пустятся в рукопашную До смерти забьют кулачищами Разорвут! Зал жаждал расправиться с теми, кто поверил двадцатому и двадцать второму съезду Хрущев наорал безо всякой причины на Вознесенского А одному молодому человеку крикнул «Эй, вы там, у двери! Почему вы не аплодируете?» На второй встрече, то есть в МК Было не легче, сказал Паустовский Там никто не орал, не топал Начальство вело себя почти вежливо Зато выступавшие писатели Так называемые писатели Халуйствовали наперебой Ирина Левченко и Евгения Федоровна Кнепович Дивили подлостью Левченко — темная грубая баба А Евгения Федоровна как-никак литератор И я дивлюсь Интеллигентная, образованная Ирина Николаевна Левченко Родилась в 1924 году Цитирую краткую литературную энциклопедию том 4 Книги Левченко, основанные на личных наблюдениях, рисуют мужество советского народа В защите социалистического отечества Левченко принадлежат также сборник рассказов без обратного билета 1962 о целинниках Книга «Люди. Штурм. Победа» 1964 о строителях Красноярской ГЭС 19 марта 1963 года в литературной газете под заглавием «Мы с тобой, партия» Был помещен отчет о встрече в Московском городском комитете партии В частности, приведены слова Левченко «Советские писатели — солдаты партии В едином строю они борются с общим идейным врагом Некоторые реакционные деятели Запада Хотели бы извращенно представить жизнь нашей страны В период культа личности Сталина Но мы всегда помним, что и в те годы Наша партия и советский народ Одерживали великие победы Мы успешно строили социализм У нас выросло достойное поколение патриотов Общий смысл ее речи таков Не о Сталинщине, надо говорить и писать О победе в Отечественной войне И успехах народа в строительстве социализма Судя и по скудным сведениям газетного очерка Той же линией восхваления успехов И отталкивания от разоблачений Держалась и Кнепович О ней смотрите записки, том 2, страница 143 И за сценой Кнепович, автор книги об Александре Блоке Воспоминания, дневники, комментарии Москва, 1987 Примечание актора Я не дивлюсь нисколько Сказала Анна Андреевна Дама это из самых последовательно страшных Но самое страшное не то Мне говорили Я газет не читаю Что на встрече в МК Так это, кажется, называется Разрешили уже бронить и Солженицына Я старец и пророчица Я предсказывал, Александр Исаевич Скоро вас начнут бронить Он не Оренбург Он выдержит Но то, что его разрешено То есть предписано подвергнуть критике Признак грозный Не для него одного Симптом поворота к Сталинщине Против Матрёниного двора выступил Тельпугов, пояснил Паустовский Фамилия безразлична Ответила Анна Андреевна Это псевдоним Не литература А определенного заведения По-видимому, ошибка моей записи И Анна Андреевна была права Говоря, что фамилия безразлична На встречу в Московском городском комитете партии О которой идет речь Против Матрёниного двора Выступил Тевикелян Вот отрывок из его выступления Мы знаем не только Солженицына Один день Ивана Денисовича Сказал он Но и его рассказ Матрёнин двор Когда читаешь рассказ Складывается впечатление Что психология крестьянина Осталась такой же Какой была 60 лет назад Но это неверно Нам нужны произведения Которые бы исторически правдиво Рассказывали об огромных Революционных изменениях Происшедших в советской деревне Литературная газета 19 марта 1963 Однако не Тевикеляну Принадлежит первенство Первым против Солженицына Выступил Кожевников Накануне встречи в Кремле 2 марта 1963 года Литературная газета Опубликовала его статью Под названием «Товарищи в борьбе» Рассказ Матрёнин двор Написан автором В том состоянии Утверждал Кожевников Когда он еще не мог Глубоко понять жизнь народа Движения и реальные Перспективы этой жизни Рисовать советскую деревню Как бунинскую деревню В наши дни Исторически неверно Рассказ Солженицына Снова и снова убеждает Без видения исторической правды В сущности не может быть И полной правды Каков бы ни был талант А все потому По мнению Кожевникова Что Солженицын Механически воспользовался Методом критического реализма Понимай Вместо метода социалистического По поводу этой А затем и других Статей Солженицын Вспоминает Пора моего печатания Промелькнула Не успев и начаться Масляному Кожевникову Поручили попробовать Насколько прочно Меня защищает трон В кругло обкатанной статье Он проверил Допускается ли слегка Тяпнуть Матрёнин двор Оказалось можно Оказалось что ни у меня Ни даже у Твардовского Никакой защиты наверху нет Тогда стали выпускать другого Третьего Ругать вслед за Матрёной Уже и высочайше Одобренного Денисыча Никто не вступался Бодался телёнок с дубом Новый мир 1991 номер 6 Страница 58 Среди этих других третьих Примечателен Павлов Первый секретарь ЦК в ЛКСМ Выступивший 22 марта 63 года В Комсомольской правде Со статьей о необходимости Для молодых писателей Служить высоким идеалам Почему в жизни мы встречаем Хороших советских людей Спрашивал Павлов А в некоторых советских книгах Пишут совсем о других И действительно Стоит почитать Мемуары Эренбурга Вологодскую свадьбу Яшина Путевые заметки Некрасова На полпути к Луне Аксёнова Матрёнин двор Солженицына Хочу быть честным Войновича И всё это из журнала Новый мир От этих произведений Несёт таким пессимизмом Задхлостью Безысходностью Что у человека Непосвящённого Не знающего нашей жизни Могут чего доброго Мозги стать на бекрень Кстати, подобные произведения Новый мир печатая С какой-то Совершенно необъяснимой Последовательностью Примечание автора Разговор снова вернулся К Оренбургу Анна Андреевна сказала Илья Григорьевич Совершил большую ошибку Отвечая Ермилову Не следовало Ермилову отвечать Ермилов в этом случае Не литературный критик Личность такая или другая Он тоже псевдоним Высшей власти За ним армия, флот Военно-воздушные силы Республики Следует ли Отвечать танковой колонне? А я думаю, следует Сказала Эмма Разливая по чашкам чай Раз ответ Оренбурга Всё-таки напечатан Значит, следует Танки не прочли Люди прочли Я поддержала Эмму Провокация Сказала Анна Андреевна Это дало Ермилову Возможность Ещё раз переехать Оренбург Всеми колёсами Беда в том, подумала я Что ответ Оренбурга Мне не очень нравится Речь идёт о полемике Между Ермиловым и Оренбургом Развернувшись на страницах Печати в первые месяцы 1963 года Власти были Недовольны Мемуарами Оренбурга Люди годы жизни В особенности Книгой четвёртой Новый мир 1962 Номера с четвёртого по шестой 29 января 1963 года В газете «Известия» Появилась статья Ермилова Необходимость спора Ермилов укорял Автора мемуаров В пристрастии К модернистским течениям В живописи и литературе Попрекал Любовью к кубизму Сюрреализму Вместо социалистического реализма И вообще В пристрастии К западному искусству Вместо русского И советского Но Главное обвинение Брошенное Ермиловым Оренбургу Носило не эстетический А моральный характер Ермилов Сам всю жизнь Укоснительно Приспособлявший Свои выступления К воле высшего начальства Теперь упрекал Автора мемуаров В трусости Еренбург утверждает Заявлял он Что в годы Сталинских репрессий Отдавая себе Отчет во множестве Возмутительных Несправедливостей Он считал Необходимым Сжав зубы Молчать Чтобы не потерять Веры В правоту Идей Ермилов Патетически негодуя Отказывается Оправдывать Тогдашнее молчание Еренбурга Он Ермилов И подобные ему Коммунисты Только потому Дескать Не бросались На защиту Справедливости Что не отдавали себе Отчетов Происходящим К тому же Уверяет критик В тридцать седьмом Году Вопреки опасности На собраниях И в печати Было немало Вступлений В защиту Гонимых Никакая печать Ни единого слова В защиту Не пропускала Вступления же На собраниях В редчайших случаях Действительно были И неизбежно Влекли за собой Тяжкие кары 5 февраля 1963 года В известиях В виде письма В редакцию Появился ответ Эренбургу Ермилов Инсинуациями Пытается оскорбить Меня как человека И советского Гражданина Писал Эренбург На это Я вынужден Отвечать Далее Эренбург Привел цитату Из своих Мемуаров Я знал Что случилась Беда Знал Так же Что ни я Ни мои друзья Ни весь наш народ Никогда не отступится От октября Что ни преступления Отдельных людей Ни многое Изуродовавшее Нашу жизнь Не могут Заставить нас Свернуть С трудного И большого пути Были дни Когда Мне не хотелось Дальше жить Но и в такие дни Я знал Что выбрал Правильную дорогу Эренбург Пытался Объяснить Ермилову Что В 1937 38 Годах Он принимал Участие В борьбе Испанского народа Против фашизма И там В пору Этой борьбы Позволить себе Додумать До конца Понять Со всей полнотою И ясностью Что творится В Советском Союзе Значило Обречь себя На идейное банкротство На духовную гибель Потому Он Сжав зубы Страдая И мучая Смолчал В том же номере газеты Ермилов Снова С большой грубостью Ответил Иренбургу В следующих номерах Редакция В поддержку Ермилову Поместила Несколько Читательских писем Примечание автора Мы молча пили чай Анна Андреевна Рассказала Константину Георгиевичу О Гумилёве То есть О воспоминаниях Маковского И предисловии Струве Хотела Хотела Какой-то Отрывок Из предисловия Прочесть Попросила Эмму Григорьевну Принести Из её комнаты Книгу Эммочка Не нашла Анна Андреевна Отправилась На поиски Сама И тоже Не нашла Очень Огорчилась Попробовала Процитировать По памяти Но не удалось Видя Что она Потемнела Константин Георгиевич Пустил в ход Своей устной Новеллы Рассказывает Он виртуозно Гораздо Выразительнее Передаёт Устную речь Чем на страницах Своих книг Южный базар Торговец Помидорами Здоровенная Детина Заломил Непомерно Высокую цену Скромный Старичок Покупатель Предлагает Свою Чуть пониже Детина Ни за что За такие Помидоры Предлагают Такие Ничтожные Гроши Меня душат Смех Орёт он На весь базар Затем Новелла Об одесской Старушке Остановила Прохожего На улице Я очень Извиняюсь Конечно Что вмешиваюсь В вашу Интимную Жизнь Но вы Случайно Не Файнштейн Посмеялись Помолчали Потом Константин Георгиевич Стал просить Анну Андреевну Читать стихи Меня душат Смех И я очень Извиняюсь Трагическую Какая есть Желаю вам Другую Получше Один из образцов Державинской Тютчевской линии Её поэзии Интонация Ораторски Обличительная С примесью Горечи Оба стихотворения И нежная И угрожающая Прочла она Тихим Глубоким Голосом Слушая Какая есть Я подумала Что Быть может Я одна На всем свете Понимаю Почему стихотворение Написано Именно тогда И чем Вызваны строчки О что Мне делать С этими людьми И придется Мне напиться Пустотой Константин Георгиевич Поблагодарил И поднялся Перед уходом Упомянул Совершенно мельком В Париже В газете Русские новости Он видел Объявление Магазина Русских книг Там продаются Стихи Анны Ахматовой На машинке Лучше бы он Этого не говорил Анна Андреевна Сильно встревожилась Какие стихи Что за стихи Он не видел Какие И почему На машинке Он ушел Вскоре ушла И Эмма А меня Анна Андреевна Оставила На столе Два зеленые Изящные Томика Подарок Паустовского Я раскрыла Первый Надпись Анне Андреевне Ахматовой Лучшей Поэтессе Мира Наследница Пушкина Этой пластинки Я не люблю Сказала Анна Андреевна А от вас Жду Отчета О Софье И взглянула На меня Пристально Мне рассказывать Не хотелось Я знала Что Не доставлю Ей радости Но рассказала И про парочку Месяцев И про рисунки Которые я уже Держала в руках И про Козлова Иван Тимофеевич Козлов 1909-1987 Литературный критик Специализировавшийся На книгах О войне В издательстве Писателей Он в ту пору Первый Заместитель Председателя Правления Лисучевского После Мартовского Пленума ЦК Судя по моей Записной книжке Софью Петровну Дали на пересмотр Козлову Кратко Пересказываю Свою беседу С Иваном Тимофеевичем 20 мая 1963 года Сегодня Я была у Козлова Первая его фраза Я думаю Что мы не будем Издавать вашу повесть Объяснил Почему не будут Все это правда Совершенная правда Я работал в то время В издательстве Молодая гвардия И все было так Именно так Как описано у вас Но эта правда Не укрепляет Советский строй Я Но это правда Я вам уже сказал Это правда Но она не укрепляет Веру народа В советский строй Я Значит Миллионы людей Погибли А вспоминать Их нельзя Нет Почему же Лет через пятнадцать Вашу повесть Может быть и напечатают Но не раньше Я А может быть и раньше Я оптимистка Не разделяю Вашего оптимизма Я Почему же Ведь вот Когда я писала Эту повесть Я не надеялась Что ее когда-нибудь Кто-нибудь прочтет А теперь мы с вами сидим И свободно обсуждаем ее И прочли ее В машинописи Уже десятки людей Примечание автора Итак Сказала Анна Андреевна Ни реквиему Ни Софье Петровне Не увидит света Не следует тащить Мертвецов На странице Советских книг По меткому выражению Товарища Соколова Ахматова пересказывает Слова из заметки Соколова Напечатанные В литературной газете 2 апреля 63 года Товарищ Эренбург Очень уважаемый человек Но он зря так поторопился Вытаскивать на свет Литературных мертвецов Примечание автора И это все правда Но она не укрепляет Советский строй Очень страшно прибавило Не бывает тебе в живых Соснигу не встать Анна Домини Это уже не об убитых А о памяти нашей Убийство памяти Как вы думаете Спросила Анна Андреевна Там в Париже В книжном магазине Мои стихи Это реквием Или что-нибудь другое Я решительно Ничего не могу По этому поводу думать Потому что не знаю Что за газета И что за магазин И почему в книжном магазине Продается машинопись А не книжка Но полагаю Если бы реквием Название было бы указано И по Устовскому Оно бросилось бы в глаза Если реквием Мне предстоит еще одно Постановление ЦК Третье Сказала Анна Андреевна Новые времена Не состоялись И вдруг Безо всякого перехода Сегодня утром Я читала Нине Боря И Алеша Баталову Свой сценарий Алеша говорил Необыкновенно интересно Сценарий? Как это вы вдруг взялись? Я и не собиралась Я собиралась переводить Он сам пришел И напросился По словам Наймана Сценарий был намечен Ахматовой Лишь в самом кратком виде Герои сценария Двое летчиков Один из них погибает А другой Замешанный в причинах Гибели первого Пользуется сведениями О своем бывшем друге Чтобы добиться Расположения его жены Примечание автора А мне по правде сказать Кроме ее сценария Захотелось прочесть Воспоминания Маковского Я ведь совсем не знаю Как пишут там Однако Анна Андреевна Получила от друзей Книгу всего лишь на день И теперь ее уже нет Писать надо не о том Ревновала я Или не ревновала Объяснила она А о том Что Гумилев Был уже сложившийся поэт А мы двое Молодые Я и Осип Ничего у него не взяли Вот это интересно А не сплетни И снова уже в передней И так правда не укрепляет Советский строй Для кого это хуже Для правды Или для строя 28 мая 1963 Сегодня у нас на даче Снова побывала Анна Андреевна Привезла ее В своей машине Наталья Иосифовна С ними Наташина собака Лада Сразу Чуть только Я отворила Переданной Андреевной Дверцу машины И она Тяжело Опираясь на мою руку Прошла через лужайку И тяжело Опустилась Соломенное кресло Сразу По этой тяжести И по выражению глаз Я поняла Что она сегодня Больна И сердита Деда не было дома Да она Не к нему И приехала сегодня А к коме Иванову Посоветоваться с ним Омаковском Как Опровергать Корней Иванович Не дал в прошлое Ее приезд Никакого совета За мной уже Заехала она Не зная для чего Может быть Только для того Чтобы сказать Вы не правы Я уверена В Париже Вышел именно Реквием Снова Начнут Прорабатывать Меня И этим Погубят Леву Следите За центральной Прессой После марта Возможно Все Спорить с ней Бесполезно В ответ Она сердится Да и о чем Собственно Спорить Новые времена Не состоялись Я это понимаю Если Реквием Вышел Там А здесь Запрещен Ей грозит Беда Но Паустовский Вовсе Не утверждал Что в Париже Издан Именно Реквием Пока мы Разговаривали Наташа Бродила С ладушкой По лесу Когда она Вернулась Анна Андреевна Сразу пошла К машине Наташа За руль Анна Андреевна С моей помощью Рядом А милая Лада На заднем сиденье Ну проводите нас Сказала Анна Андреевна Ну что вам Стоит Полминуты Я села В самом деле Полминуты Наталья Иосифовна Оставила машину На улицу У ворот А мы вошли Во двор Или точнее В сад Таких Пышных Кустов Сирени Такие Разрослись Вокруг Дачи Ивановых Я нигде Не видала Неподвижное Лиловое Белое Кипение Вокруг Веранды Хозяева Настаивали Чтобы мы С Натальей Иосифовной Тоже вошли Мы Вошли Но скоро Сбежали Потому что Я знала Что говорить С комой О Маковском Анне Андреевне Без меня Будет ловчее Со мной И при мне Она уже Несколько раз Обсуждала Этот предмет Мы ушли Пообещав Часа Через полтора Вернуться Вернулись Узнав Что У Ивановых Анна Андреевна С нами Вместе Зашел И Корней Иванович Прихватив Свою Сегодняшнюю Свиту Мы Поднялись На крыльцо Большой Компании Кроме Меня И Наташа Дед Мариана Петровна Ванечка Иван Игнать Халтурин Смотрите Записки Том Второй За сценой Мариана Петровна Шаскольская 1913 1983 Физик Кристаллограф Сотрудница Института Кристаллографии Академии Наук СССР Давний Друг Корнея Ивановича Еще С ленинградских Времен В 60-е Годы Мариана Петровна Часто Бывала У него В Переделкине Исполняя Его поручения Помогала Наводить Справки В библиотеках Держать Корректуры И прочее Примечание Автора Усилист На веранде За длинным Прямоугольным Столом Возле Анны Андреевны Кома И Таня Хозяева Тамара Владимировна И Всеволод Вячеславич Недавно Вернулись С юга Оба Загорелые Посвежевшие Тамаре Владимировне Очень Идет Загар Особенно В сочетании С сединой Чуть Подсиненный Беспринципная Аненков Корней Иванович Шумно Восхищался Боже Какие Молодые Неужели Это мы А я Такаков Кажется Вот сейчас Ни с того Ни с сего Пущу Сприсядку И почему Это у всех Лица Интеллигентные А я Дурак Дураком Все Все Смеялись Корней Иванович Показал Снимок Мне Наташа Мариане Петровне Ване Потом Вернул Анне Андреевне В очерке О Мандельштаме Помещенном В Чукоккале Москва Искусство 1979 Страница 56 Корней Иванович Вспоминает Сохранился Фотоснимок Относящийся К тому Давнему Времени К 1914 Году К самому Началу Войны На этом Снимке Мы четверо Сняты Рядом На длинной Скамье Мандельштам Я Бенедикт Лившиц И Юрий Аненков На снимке Запечатлен Мандельштам Первых лет Своей писательской Славы Бодро И беззаботно Глядящий Вперед О той же Фотографии Вспоминает И Аненков 5 июня 1965 Года Ахматова Подарила Мне Одну Страшно Ценную Для меня Фотографию Относящуюся К первым Дням Войны 1914 Года В один Из этих дней Знаю, что По Невскому Проспекту Будут идти Мобилизованные Корней Чайковской И я Решили пойти На эту улицу Там Совершенно Случайно С нами Встретился Примечание Примечание Автора Я Я Спросила Как Он Чувствует Себя После Южного Отдыха Хорошо Ответил Он Очень Хорошо Только Болят Почему-то Ноги Шел Он Однако Бодро Чего Нельзя Сказать Об Анне Андреевне С тяжелой Одышкой Дошла Она До Машины Трудно Села В Нее Большое Для Нее Усилие Шаг На Ступеньку Вверх А Потом Согнувшись Внутрь И Потом Выпрямиться Села В машину По Наташиному Приглашению И Мариана Петровна Она Торопилась В Город Дал Ликом Какой-нибудь Совет Анне Андреевне Насчет Маковского Вячеслав Всеволодович Иванов Кома Объяснил Мне Что Подал Тогда Анне Андреевне Такой Совет Не Заниматься Опровержением Мемуаров Маковского Потому Что Это Только Привлечет К ним Больше Внимания Что Касается Меня То Я Сочерком Маковского О Гумилеве Получила Возможность Ознакомиться Только В 1983 Году В Книге На Парнасе Серебряного Века Мюнхен 1962 В В Вопросах Творческой И личной Биографии Гумилева Я Некомпетентна Суждение Жахматовой О воспоминаниях Маковского Смотрите Здесь же На странице 27 30 59 60 Теперь Очерк Маковского Переиздан Сборники Николай Гумилев В Воспоминаниях Современников Москва Вся Москва 1990 Примечание Автора Но Разве Это Так уж Существенно Маковская И прочие Гораздо Более Заботит Меня Судьба Реквиема И ее Здоровье Одно От другого К сожалению В большой Степени Зависит 31 Мая 63 Вечером Напуганная Ее давешним Нездоровьем Отправилась Я к ней Думала Застану В постели Ничуть Не бывало Нарядная В сером Шуршащем Платье Красивая Моложавая Движется Свободно И величественно Я принесла Ей ту газету То объявление О котором Ей рассказал Паустовской Объявлено О продаже Пятидесяти Ее Гектографированных Стихотворений Насчет Реквиема Принесенная Мною Газета Заставила Ее Поверить Мне И Успокоиться А Понимаю Сказала Она Они Просто Перепечатали Хвост Те Мои Стихи Печатавшиеся В здешних Газетах И журналах Которые Не попали В последнюю Книжку Анна Ахматова Пятьдесят Стихотворений Составил Никита Струве Ротаторное Издание Париж 1963 Примечание Актора Потом Радостно Я сегодня Получила Подарок Приятельница Проезжавшая Через Москву Подарила Мне одно Мое Стихотворение Я Совсем Забыла Что когда-то Написала Его Четыре Строки Написала На Пасху В сорок Седьмом Году Борису Леонидовичу И прочла Я всем Прощение Дарую И в воскресенье Христа Меня Предавших В лоб Целую А не Предавшего В уста В последствии В последствии Уже после Выхода В свет Бега Времени Куда Это Четверостишее Из-за Цензуры Разумеется Войти Не могло Анна Андреевна Указала Мне другую Дату 1948 Не знаю Которая Верна Смотрите Двухтомник 1990 Том Первый Страница 356 Примечание Актора Затем Она рассказала О Трифоновой Оказывается Только ее Одну Решила Она Не прощать Из числа Тех Кто предал Ее В 46 Году Тамара Трифонова Процитировала Стихи О мирной Прогулке По городу Как изображающие Будто бы Военное время Блокаду Хотя И дата Указана В марте 1941 Помню Помню их Благополучнейшее Стихотворение О Ленинграде Самое Пожалуй Благополучное Из когда-либо Посвященных Петербургу Ленинграду Мирный пейзаж И тишина На душе Подняв волну Проходит пароход О, если что На свете Мне знакомей Чем шпилей Блеск И отблеск Этих вод Как щелочка Чернеет Переулок Садятся Воробьи На провода У наизусть Затверженных Прогулок Соленый Привкус Тоже Не беда Вот эти стихи Трифонова Приводила Как доказательство Равнодушия Ахматовой К судьбам Своих Сограждан Во время Блокады Довоенные Я собиралась Не подать ей руки Но здесь В Москве На втором съезде Писателей Поднималась я С Евгением Львовичем Шварцем По лестнице И вижу Она стоит Наверху На площадке И радостно Поджидает меня Бежит вниз По лестнице Ко мне Навстречу Протягивает руку И я подала Ей свою 9 июня 63 Пришла К Анне Андреевне Она уныла И неудобно Лежит на своей Узкой такте Более похожей На койку Вынула из сумочки Стихи Предупредила Это не мои И прочла По-видимому Была довольна Когда я сказала Что стихи Мне нравятся Это Толины Толи Наймана Стихи эти Интересны Своей странностью На Ахматовские Не похожи совсем В столовой Нина Антонна Любовь Давыдовна И Наташа Ильина Собирались По какому-то случаю Или безо всякого Выпить Я заглянула туда Подразнила их Немножко И вернулась К Анне Андреевне У меня был Кома Иванов Рассказала она Вы ведь знаете Всеволод Вячеславич В больнице Я спросила Как отец Кома ответил Плохо Я сразу поняла И не стала Расспрашивать Всеволод Вячеславич Рассказать Ахматово И долго Рассказать Я думаю Я думаю Что поэзия Это верное слово На верном месте Слова должны стоять На верных местах То есть смысловое ударение И еще важнее Чтобы каждое слово В строке Стояло на своем месте Как будто оно там Уже тысячу лет стоит Но читатель Слышит его вообще Первый раз в жизни Это очень трудный путь Но когда это удается Люди говорят Это про меня Это как будто Мною написано Сама я тоже Очень редко Испытываю это чувство При чтении Или слушании Чужих стихов Это что-то вроде Зависти Но поблагороднее Смотрите Двухтомник 1990 Том 2 Страницы 284 285 Тут в комнату Вошла Нина Антонна И потребовал Нас обеих К столу За столом Вместе с дамами Сидел молчаливый Толя Найман Все Кроме меня Пили очень бойко Даже Анна Андреевна Как и у нас на даче Выпила полрюмки Я, к сожалению Не могу совсем Голоса звонче Громче Анна Андреевна Рассказала Что Луконин Выпросивший у нее Для журнала Кусок поэмы Со вступлением Корнея Ивановича Теперь требует Чтобы она написала Что-нибудь О Маяковском Михаил Кузьмич Луконин 1918 1976 Поэт Автор многочисленных Стихотворных Сборников Военных И антивоенных Воспевающих И мирный труд И любовь И стойкость Первых революционеров В 1962 Маяковской Поздоровался А я только что Подумал Поздоровался За этот За этот суровый Рот За то Что душа Пряма Твоя Как и ты Сама За то Что верна Рука Что речь Глуха И легка Что там Где и надо В желч Стихов Твоих Сот Тяжел За страшную Жизнь Твою За жизнь В ледяном Краю Где смешаны Блеск и мрак Не враг Я тебе Не враг 18 апреля 1924 Стихи Впервые Опубликованы Уже после Смерти Ахматовой В литературной России 16 сентября 1966 Года А впоследствии В книге Николай Асеев В стихотворении Поэмы Ленинград Советский писатель 1967 Страница 146 Библиотека Поэта Большая серия Примечание Автора Эта встреча Для Луконина Не годится Сказала Нина Антонна Но ведь У вас были С Маяковским И другие Встречи Раньше Были Ответила Анна Андреевна Но рассказывать Не стала Я попросила Разрешение Уйти в другую Комнату И посидеть Одной Не знаю От духоты Или от чего Другого Но с каждой Минутой Все громче Чаще Избивчивее Стучало сердце Я ушла В комнату Анны Андреевны Села у окна И распахнула его Тишина и прохлада Быстро привели Меня в порядок Вошла Нина А с нею И Толе Они поставили Передо мной Табуретку На табуретку Чемодан Анны Андреевны А потом Нина вернулась К гостям А Толя Принес Чашку чая И бутерброд Я сказала Толя про стихи Сказала Что стихи Его мне Понравились И стала Расспрашивать Где он учился Что окончил Оказалось Он наш Ленинградец Молодой инженер Окончил Технологический Институт В разговоре Прямизна черт Неподвижность И сумрачность Совершенно пропали Напротив Лицо Стало Переменчивое И выразительное С большим Остроумием И более того Даже с актерским Блеском Рассказал Он об обычаях И нравах В своем Институте Анатолий Генрихович Найман Родился В 1936 Году Поэт И поэт Переводчик С конца 1962 Года Анатолий Генрихович Исполнял Обязанности Литературного Секретаря Анны Андреевны В 89 Году Вышли Сначала В журнале Новый мир Номера С первого По третьи А потом И отдельная Книга Его рассказы Об Анне Ахматовой Москва Художественной Литературы 1989 В этом же году В Соединенных Штатах Америки Опубликован сборник Его оригинальных Стихов Стихотворение Анатолия Наймана Нью-Йорк Эрмитаж Перечисляю Наиболее известные Переводы Джакому Леопарди Лирика Переводы Анны Ахматовой И Анатолия Наймана Москва 1967 Песни Трубадуров Москва 1979 Фламенко Москва 1983 Роман Алисе Москва 1987 Примечание Автора Вошла Анна Андреевна С чашкой Чая В руках И тоже Села за наш Стол Чемодан Повелительно Распорядила Чтобы Толя Переписал Свои стихи Мне в подарок Исправив Там вторую строку Так Как она С ним Условилась Толя Примастившись На тахте И положив Листок На книгу Писал Пока он писал Мы молча Пили чай Он кончил И вручив Листок Мне Ушел В столовую Допивать Коньяк Я спросил У Анны Андреевны Что за стихи Асеева Ей Хорошие У Асеева Так мало Хороших стихов Мне Хорошие Ответила Анна Андреевна Я Виновница Лучших стихов Асеева И худшей Строки Блока Красный Розан В волосах Сказал бы С красной розой Уже красивее Правда? А то этот Ужасающий Безвкусный Розан Я думаю Его смутило бы Скр-эр Сказал я Ничуть Все лучше Чем этот ужасающий Розан Я спросила Где теперь Та черная тетрадь Со стихами Посвященными ей Которую она Когда-то показывала Мне в Ленинграде Она сохранилась Нет Каким-то Отвлеченным Голосом Ответила Анна Андреевна Все пропало Ее позвали К телефону Она вернулась Тревоженная Звонит Жена Павла Николаевича Лукницкого У него Очередной Стенокардический Приступ А между тем Именно ему Дала Анна Андреевна Кусок поэмы Для Луконина Раз А кроме того Просила принести ей Некоторые годы Из трудов и дней Гумилева Они хранятся У Павла Николаевича Вместе с которым Она и составляет их Принести некоторые даты Для подготовки Опровержения Заграничных лжей И вот теперь Он как раз заболел Со мной всегда так Потом Прочла Одно Своё стихотворение Написанное По ее словам Во время Тополиной метели Но я Из-за своей Дурной головы Не запомнила Ни строки Согласно Предположению Наймана Речь идет О стихах Какое нам В сущности Дело Седьмая книга Написанных 6 июня 1963 года Примечание Автора 22 августа 63-го Большой разрыв Между датами Объясняется тем Что в промежутке Анна Андреевна Уехала из Москвы В Ленинград А оттуда В Комарова В свою будку Примечание Автора Вот Выслала мне Отрывок Из рецензии Книпович На тот сборник Который Анна Андреевна Составила с помощью Ники Глен Отличный Там и поэма Безгероя И реквием И многие стихи 30-х и 40-х годов Никогда не печатавшиеся Называется Бег времени Он был принят Ленинградским отделением Издательства Но внезапно Затребован Лисючевским В Москву И отдан на рецензию То есть на расправу Книпович Отрывок Присланный мне Фридой Так меня Взъерошил Возмутил Точнее Оскорбил Что я послала Фриде телеграмму Пришлите Рецензию Целиком Хочу драться Желание Глупейшее Сама сознаю Потому что С кем же Кому и как Драться Если бы еще Рецензия Напечатанная Тогда имелся бы Шанс Где-нибудь Напечатать ответ И то вряд ли Не мой, конечно Я против Книпович Ничто А, например Корнея Ивановича Или Паустовского Но рецензия Внутренняя То есть подпольная Некой удар Ножом Из-под тишка В спину В спину Самый разбойничий Удар Так кажется У Лермонтова Фриточка В ответ На мою телеграмму Прислала мне Рецензию Евгении Федоровны Уже не в отрывке А всю целиком И тогда Я вполне Оценила Разбойное Искусство Автора Никакой Ждановщины Такова и Хоть и молча Но осуждена Начальством После 22-го съезда И уж, конечно Никакой Критической Дубинки Что вы Партия Уж давно Осудила Дубинку Все Все тютелька В тютельку Мастерством Николая Никакой 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 А потом Осторожненько Невинненько Тетя Книпшиц Подкрадывается К своей цели Она скромно Просит у поэта Прощения За свою дерзость И осмеливается Посоветовать Не потребовать Упаси Бог А всего лишь Посоветовать Чтобы Ахматова Пересоставила Сборник И тут Евгения Федоровна Берет Наконец Быка За рога В книге Видители К сожалению Слишком много Смертей Надгробных Памятников Надписи На могильных Камнях Раскулачивания Пытки И расстрелы В подвалах Ленинградская Блокада Бабий Яр И сотни Неведомо Где засыпанных Бабьих Яров Это ей Нипочем А память О них Да сгинет Сверху Подан сигнал К забвению И к Нипович Покорно Очередному Сигналу Этот протест Против Надгробий Это Евгения Федоровна Протестует Против Реквейма И против Венка Мертвым Каким Мертвым Не было Никаких Мертвых Поговорили На двух Съездах И хватит Если вовремя Стереть Надгробные Надписи То и Память Сотрется В книге Много Смертей И совсем Ни одного Воскресения Такова Расправа С Рейквиемом С Венком Мертвым И многими Другими Стихами Затем Книпович Принимается За поэму Безгероя Тут уж Она Более Откровенна И хотя И не знает Некоторых Потаенных Стров Поэма Настораживает Ее Обосновывать Свою Неприязнь И подозрительность Она Себе Труда Не дает Тут Уж Строчит Что Попало Во-первых Сообщает Она Поэма Написана Совсем Не так Как Ахматова Писала Ранее А почему Собственно Поэт Обязан Всегда Писать Так Как Писал Ранее Разве Он Неподвижен И кроме Того О тринадцатом Годе Друзья Евгении Федоровны Среди Которых Она Естественно Не забывает Упомянуть Александра Блока Рассказывали Ей Совсем Не так Очень Убедительный Довод Когда Говоришь О произведении Где Нет Героя Но зато Есть Героиня История Мне Рассказывали Не так Убрать Поэма Без Героя Да Я забыла Еще одну Вылазку Не приводя Цитаты Из Реквиема И если Зажмут Мой Измученный Рот Которым Кричит Стомиллионный Народ Не приводя Этой Крамольной Цитаты Кнепович Однако Утверждает Что Когда Поэт Берет На себя Смелость Говорить От имени Народа Ему То есть Поэту Анне Ахматовой Это Будто Б Оказывается Не под Силу Еще бы Кнепович Всегда Наизусть Помнит Которые Назначены Говорить От имени Народа На сегодняшний День И кому Это Под силу Тихонову Например Анна Ахматовой Среди Них Разумеется Нет Да Кто Это И Когда У нас Кому Нибудь Зажимал Рот При Советской Власти Никто И Никому И Кричать Отчего же Ахматова Вообразила Будто Она Она Имеет Право Говорить От имени Народа Да Еще В Крик Кричать Чем же Отличается Квалифицированная Высокообразованная Кнепович В своей Душегубительной Деятельности От всех Этих Темных И малограмотных Лаврентьевых Карповых Сильпуговых Образованностью Германистика Гетте Шиллера И Гейна Читала В Подлиннике Блок Был Влюблен В Нее Да Ничем Она Не Отличается У Них Цель И Забота Одни Нет Она Гораздо Хуже Их Именно Тем И Постыднее Что Образованнее Они Шиллера И Гетте Не Читали Ни В Переводе Ни В Подлинники Тошно Мне Страшно Мне Терзаясь Кнепович Обдумывал Я Что Мне Теперь Делать Где Искать На Нее Управу И Следует Ли Мне Искать Или Все Уладится Само Собой Фрида Пишет Погодите Драться Она Пишет Что Когда Кончился В Ленинграде Международный Симпозиум Сурков Привез К Анне Андреевне В Комарова Вигарелли И Анна Андреевна В присутствии Иноземного Гостя Прочла Суркову Вслух Рецензию Кнепович Неизвестно Что Понял Гость Но Сурков Пришел В негодование Всячески Поносил Кнепович И Обещал Книгу Защитить Быть Может Этого И Достаточно Я Плохо Разбираю Свои Иерархии Союза Писателей Хотя В Союзе И Состою Кто Сильнее Первый Секретарь Правления Федин Или Председатель Иностранной Комиссии Сурков Думаю Все-таки Федин Сурков Сурков Если он Будет Действовать В защиту Анны Андреевны То И Хорошо Но Если Вступится Федин Будет Еще Лучше Да И Попросту Говоря С Константином Александровичем Федином Я Знакома С Отрочество А Теперь Он Наш Сосед По Даче Да Ведь Никого Другого Из Начальствующих Лиц Кроме Федина Я В Союзе Не Знаю А Издательство Подчинено Союзу А Союз Федину Решила Я Идти К Константину Александровичу И Так Побывала Я У Федина Пока Шла Припомнился Мне Мудрый Совет Маршака Если Идете Кого Нибудь За Кого Нибудь Просить Старайтесь О Том А не Дурное Иначе Он Непременно Почувствует Ваши Недобрые Мысли И Откажет Вам Для Думанья Хорошего О Федине Был У Меня Всего Полторы Минуты К Нему От Нас Полторы Минуты Ходу Но Я Легко Припомнила Клочками Отрывками Все Хорошее Как В юности Моей Мы Увлекались Книгою Города И Годы Как Я До Сих пор Ценю Его Книгу Горькой Среди Нас И Сильную Страницу О Житкове Вспомнила Какой Он В ленинградские Серапионовские Времена А Впрочем И В переделкинские Совсем Недавно Был Сероглазый Широкоплечий Красивый С Красивым Голосом И Всегда Приветливый Вспомнила Как Он Пришел На похороны Моей Матери И Провел Несколько Часов Возле Корней Ивановича Как Добра Была Ко Мне Ныне Покойная Жена Его Дора Сергеевна Когда Мы Обе Оказались В эвакуации В Чистополе Как И Теперь Привязанных Корней Ивановичу Внуки Федина Костя И Варенька Бледно-серое Лицо С Синими Губами И Красными Веками Сгорбленность Сутулость Чуть-чуть Дрожат Руки Мы На веранде Не Верится Что Человек Этот Живет В Цветущем Благуханном Саду В Таком Нарядном Доме Лакированные Перила Цветочные Горшки А Посреди Стола Красавица Коробка Шоколада Удивительно Что В этом Нарядном Уюте Горько Живется Хозяину Глаза Мученические Словно Он Сидит Здесь В Тишине И Уюте После Долгих Мучений И ждет Кто Еще Придет Его Мучить Вам Не здороваться Спросила Я Может быть Я Не Вовремя Я Могу В другой Раз Когда Вы Назначите Ведь От Меня До Вас Рукой Подать Нет Садитесь Пожалуйста Лида Кушайте Шоколад Рад Вас Видеть Сегодня Я Первый День В Отпуске Я Спросила Интересно Или Был Симпозиум Совершенно Дурацкое Положение Наши Посылают Их надо Зачем-то Спасать Пытаешься Спасти А они Не способны Плавать И Пускают Пузыри Об этом Международном Симпозиуме Состоявшемся В Ленинграде В августе 1963 Года Рассказывает В своем Дневнике Лакшин Критик Член Редколлегии Нового мира В ту пору Когда Твардовской Был Главным Редактором Заведующий Отделом Критики 5 Августа 1963 Первый день Совещания Тема Проблемы Романа В литературе Европейцы Якобы В большинстве Своем Считают Что роман Умирает Придумали Какой-то Новый Роман По существу Антироман А мы Должны им Доказать Что роман В классических Его формах Живет И здравствует Шестой В времена Хрущева Страницы 146 148 Примечания Автора Доверительный Мертвыми И живыми Что нападки На поэму Беспомощны Нельзя же Отвергать Художественные Произведения Посвященные Определенной Эпохе По той Причине Что друзья Рецензентки Рассказывали Ей Видители О том же Времени Иначе Что Кстати Многие Стихотворения Блока Свидетельствуют Ахматовское Восприятие Эпохи Близко Блоковскому Я сказала Что существует Подробная И обоснованная Статья Корнея Ивановича О поэме И о тех же Временах А он В отличие От Рецензентки Сам пережил Помнит И знает Десятые годы Почему же Издательство Опирается На мнение Друзей И знакомых Книпович А не на статью Современника И участника Изображенных В поэме Событий О поэме Безгероя Книпович Написала С большой Самоуверенностью Но небрежно Неряшливо Поверхностно А первые Попавшиеся Рукописи Из самотека И то Нельзя отзываться С такой Бездоказательностью Закончила я Ну Им Никакие Доказательства Не требуются Ответил Константин Александрович Они понимают Друг друга Без слов Тут дело Не в степени Убедительности А в силе Имен Лисючевский Заказал Книпович Заказ Выполнила Мнение Корнея Ивановича Для них Звук Пустой Хоть он Специалист По Ахматовой И вообще По русской Поэзии Но Лисючевскому Нужна Подпись Книпович Ничья Иная Монолог Федина Довел меня До Немения Вот как Оказывается Ясно Понимает он Кто такие Лисючевский И Книпович Будто я с Фридой О них Разговариваю А не с первым Секретарем Союза Писателей А я-то воображала Федин Давно Уж Сделался Их Стана Человек Он Поднялся Я тоже Оставить Вам Рецензию Спросила Я Несколько Опомниц Нет Спасибо Что пришли И рассказали И тут Я снова Удивилась Но уже По другому Поводу Я Попробую Поговорить С Сурковым Всего Лишь С Сурковым Подумала Да ведь С Сурковым И сама Анна Андреевна Уже говорила Я хотела Была сразу Сообщить Об этом Константину Александровичу Но воздержалась Быть может Его разговор С Сурковым Весит более Чем жалоба Анны Андреевны Но Суркова Продолжал Федин Сильно Давит Сверху Но он Любит И почитает Ахматову И вероятно Попробует Защитить Книгу Тем более Что к осени Ожидается Потепление В литературных Делах Он уже Провожал Меня по дорожке К воротам А вы А вы Попробуете Предпринять Что-нибудь Решительное Или всего Только поговорите С Сурковым Хотела я Спросить Но спросила По-другому Когда же Мне зайти К вам Константин Александрович Чтобы узнать Удались ли Ваши хлопоты Вы не Заходите Ответил он Если что Удастся Я сам Пришлю Корнею Ивановичу Ниночку Он Отворил Передо мной Калитку Да Лида Я давно Хотел Сказать Или написать Вам Я прочел Вашу книгу И она Мне очень Понравилась Все Времени Не было Речь идет О книге Лидия Чуковская Лаборатория Редактора Издание Второе Москва Искусство 1963 Примечание Автора Мы Простились Домой Я возвращалась С не меньшей Смутой В душе Чем вышла Из дому Хочет Он Сделать Что-нибудь Или Не хочет Или Хочет Но не Может Кто Кому Подчинен Он Лисючевскому Или Лисючевской Ему Серое Лицо Синие Губы Красные Веки Откуда В нем Такая Измученность Мне На минуту Сделало Стыдно Частенько Говорил Я об этом Сгорбившемся Человеке С насмешкой Со злостью Я вспомнил Как один раз Уже После выступления Федина Против Литературной Москвы И после Пастернака Мы с Ваней Халтурином Проходили Мимо Фединской Дачи И Ваня Тут на воротах Следовало бы Написать Дача Пилата И я Рассмеялась А судьба Федина И ему Подобных Это тоже Совсем Видно Не смешная Судьба Пережидая Машину На шоссе Вспомнила Я слова Лейтенанта Шмидта Обращенные К судьям Что ж Мученики Догмата Вы тоже Жертвы Века От Пастернаковской Цитаты Стало мне На душе Полегче Сохранила запись Чуковского О роли Федина В истории С литературной Москвой 30 июля 1957 Был у Казакевича Говорили О Федине И о его Выступлении На пленуме Федин С огромным Сочувствием К литературной Москве И говорил Мне Что если Есть заслуга У руководимого Им Московского Отделения Союза Писателей Она заключается В том Что это Отделение Выпустило Два тома Литературной Москвы А потом На пленуме Вдруг Изругал Лит Москву И сказал Будто он Предупреждал Казакевича Увещевал Его Но тот Не послушался И так далее Я склонен Объяснить Это Благородством Федина Не думал ли он Таким путем Отвратить От лит Москвы Более тяжелые Удары Но Казакевич Говорит Что это Не благородство А животный Страх Точно же После того Как Федин Произнес Свою Постыдную Речь Он говорил Зоя Никитиной В покаянном Порыве Порву С Союзом Уйду Меня заставили И готов Был рыдать А потом Выдумал Будто своим Отличением От лит Москвы Алигер И Казакевича Он тем самым Выручал их Спасал И совесть Его успокоилась А все дело В том Говорит Казакевич Что он Стал бездарно Писать Потерял Талант Растерялся И захотел Выехать На Кривой Дневник 2 Страница 252 О Федине И литературной Москве Смотрите Также в книге Каверина Эпилог Москва 1989 Страница 250 О Федине И Пастернаке Рассказано В записках Том 2 Нева Номер 7 А также В записях Чуковского Дневник 2 Страницы 239 261 274 283 285 Примечания Редакции 1996 Не умею я Видно Драться Из Комарова Воротила Сара Эммануиловна Бобенышева Она Оказывается Тоже Вместе С Фридой Часто Бывала В будке Анна Андреевна О рецензии Кнепович Отзывается Так Евгения Федоровна Ставит Мне в упрек Что в моей Книге Много Смертей И ни Одного Воскресения В истории Человечества Известно До сих пор Только одно Единственное Воскресение Воскресение Христа Другого Не знаю Воскрешение Правда Совершаются Пора бы Евгении Федоровне Подумать В каком Качестве Воскреснет Она 15 октября 63-го Комарова Дом Творчества Сегодня В день Приезда Я хотела Немного Передохнуть Разобраться В черновиках Выписках Блокнотах Тетрадях И вообще Оглядеться Внутри И снаружи Непрерывный Рокот Волн Такой Мне знакомой Детской Быть может Думалось мне И родное Море Увижу Сегодня Здесь берега Не плоские Как в Кокколе А спускаться На берег Надо с высокого Обрыва Но нет Сегодня Еще только Сосны И рокот А с морем Лицом к лицу Я еще не Встретилась Другая Случилась Встреча Из столовой Во время Обеда Меня Внезапно Вызвали В тамошний Вестибюль К телефону И незнакомый Мужской Голос Произнес Анна Андреевна Идет Лесом Здесь Один Только Володя Корнилов За обед Мы условились Отправиться В будку Сразу После Ужина А к ужину Прийти Ровно В семь Спешно Его Проглотить И В дорогу Так И сделали Вышли В полную Тьму Я уже Изучила Новый Нрав Своего Зрения Ко Всякой Тьме Я Постепенно Привыкаю И что-то Начинаю Различать А вот Огни Во тьме Они Источают Не свет А боль И не видишь Уж Совсем Ничего Конечно Без Володи Мне бы Через пути Благополучно Не перебраться Зеленые Желтые Красные Вой электричек Приближающихся К станции С обеих сторон Сразу И беспорядочно Мечащиеся Толпа Из всего Этого Хаоса Володя Вывел меня Твердой Рукой Но Есть у моего Доброго Поводыря Серьезный Недостаток Молодость Сила Очень уж Он Скор Быстр Неудержим Сам Несется Как Электровоз И ничем Его Не затормозишь Озерное Это По-видимому Попросту Обыкновенная Лесная Просека Сейчас Там Асфальт И Зеленоватые Редкие Неколючие Огни Фонари Грохот Станции Остался Позади Дорога Тихая Володя Расспрашивал Меня О нашей Жизни В Куоккале И я Рассказывала Смотрите В книге Лидия Чуковская Памяти Детства Москва Московской Рабочей 1989 Примечание Автора И тут Во время Рассказа Вдруг Выплыло Из небытия Давно Потерянное Мною Приехав Сюда Я все пыталась Вспомнить его Но не удавалось Давно Забытое Мною Слово Келомякки Слово Из моего Финляндского Детства Когда мы Жили в Куоккале То станция Которая Сейчас Переименована В Комарова Она еще Называлась По-фински Келомякки Вы Главное Две 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 Ступеньки Володя Постучал Никакого Ответа Он постучал Сильнее Дверь Открыла Какая-то Женщина Полутьма Не вижу Кто Голос Незнакомый Потом Еще одна Дверь Из тьмы В свет Еще одна Слева И на пороге Большая Ярко Освещенная Радостная Анна Андреевна Протягивающая У меня руку С громким Возгласом Ура Она Поздоровалась С Володей Сказала Что не слышала Стука Потому что Слушала Музыку Велела Нам раздеться И мы Вошли Ее Комната Она За письменным Столом Мы С Володей Напротив Пока Она Расспрашивала Корнилова Как подвигается Работа Над новой Поэмой И когда Он ее Почитает Я во все Глаза Разглядывала Комнату Ведь Это Не чужая Комната Хотя бы И милая А чужая У Ардовых Ленардынки У Ники У Марьи Сергеевны Это ведь Ее Комната Ее Ахматовская Уставленная Ее вещами В последний Раз я Видела Ахматовскую Комнату Только на улице Красной Конницы В Ленинграде До этого Чердачок На улице Карла Маркса 7 В Ташкенте До этого В фонтанном доме В 1938 году А в новой В той Что в писательском доме На улице Ленина Еще не была Так никогда Там и не побывала В Москве В Москве Жена Жена Живет Не у себя У друзей И комнаты Не выражают Ее Что же Здесь В будке Жар От круглой Черной Железной Печи Опять Весть Из моего Детства Такая Черная Круглая Печка В Коколе У нас Тоже Была В передней Кажется А в столовой Большая Кафельная С пестрыми Изразцами Володя Отнекивался И на расспросы Анна Андреевна Отвечала Не совсем Внятными Междометиями Я же Крутила Головой И глядела Поперек Комнаты Письменный Стол Чем-то Он не похож На другие Письменные Столы Но чем Не пойму На столе Высокие Старинные Подсвечники В подсвечниках Высокие Свечи Между Свечами Чернильница Тоже Старинная Думаю Века Восемнадцатого Поверх Чернильницы Какой-то Странный Предмет Камень Не камень Деревяшка Не деревяшка Форма Змея Не змея Птица Не птица За спиной У Анны Андреевны Стул На стуле Чемодан Открытый С аккуратно Сложенными Папками В углу Напротив Слева Если глядеть От нее Углом Висят Некрашенные Книжные Полки Вдоль Стены Направо Постель Матрас Опертый О кирпичи И прикрытой Темной Накидкой У двери Печь Вошел Не знаю Откуда С улицы Или из соседней Комнаты Если таковая Существует Высокий Рожеватый Крупного Сложения Молодой Человек С Анной Андреевной Он не поздоровался Наверное Они сегодня Уже Виделись Володя Володя Кивнул Небрежно Лидия Корневна Сказала Анна Андреевна Позвольте Вам Представить Иосиф Бродской Иосиф Познакомьтесь Пожалуйста Это Лидия Корневна Чуковская Бродской Поклонился И мы Пожали Друг Другу Руки Странное У него Лицо Странность В том Что Хотя Голова И все Черты Вылеплены Крупно Отчетливо И не косит Он Нисколько Но В лице Как будто Нету Центра Оно Рассредоточено Как бывает У тех У кого Глаза Смотрят В разные Стороны Однако Длилось Такое Мое Впечатление Всего Один Миг Следующий Лицо Это Сосредоточилось И Оживилось Ваш Отец Лидия Корневна Сказал Бродской Слегка Картавина Очень Решительно Ваш Отец Написал В одной Из своих Статей Что Бальмонт Плохо Перевел Шелли На этом Основании Ваш Почтеннейший Пере Даже Опозвал Бальмонта Шельмонтом Остроумие Доложу Я вам Довольно Плоское Переводы Бальмонта И Шелли Подтверждают Что Бальмонт Поэт А вот Старательные Переводы Чуковского Изуитмина Доказывают Что Чуковский Лишен Поэтического Дара Очень может быть Сказала я Не может быть А наверняка Сказал Бродской Не мне судить Сказала я Вот именно Сказал Бродской Я повторяю Переводы Явно Свидетельствует Что Никакого Поэтического Дарования У него Нет Весьма Вероятно Сказала я Наверняка Ответил Бродской Иосиф Вмешался Анна Андреевна Вы лучше Скажите мне Кончилась ли Ваша ангина Кончилась Спасибо Глотать Не больно Я здоров Бродской Просился С Анной Андреевной Кивнул нам С Володей И вышел Володя Ерзая на стуле Начал Ну и характер Я Анна Андреевна Перебила его Заявив Что желает Прочесть Нам свои Новые стихи Это только Отрывок Пояснила она Это отрывок Из пьесы Разговор Ведут Голоса Лунатические Собеседование Лунатиков Кажется Это только Самое-самое Начало Будущей пьесы Не знаю еще Начало Пьесы Пролог Седьмая Книга Она прочитала Отрывок Из пьесы Или из чего-то Другого Не поймешь Судя по тому Что стихи Разбиты на реплики Это произведение Относится к числу Драматических Действия же Пока нет Лунный луч Заговоривший Ахматовским Голосом Хотя Голоса там Три Или можно даже Считать Четыре Но все Они Ахматовские И притом Новые В общем Я Была до такой Степени Сбита С толку Что боялась Ее Расспросов Лучше бы Чтение Никогда Не кончилось И Слушателям Не пришлось Бы Отвечать Но Анна Андреевна Закончила И Расспросы Начались Мы Оба И я И Володя Не блистали Ясностью И внятностью Володя По-моему И не пытался А я Попыталась Но Слова мои Были Смутны Я Сказала Что это В своем Роде Сестра Поэма Безгероя Потому что Тут Тоже Как и там Воплощен Поток Времени Но там Речь идет О кануне Двух Исторических Эпох Двух Воин И Одной После Войны Здесь же Поток Времени Дан Вне Истории Здесь Встречаются Или Не Встречаются Люди Разного Времени И Речь идет Об их Трагической Невстрече Они Разминулись Но При этом Сосуществуют Я Сбилась И Умолкла Показалось Мне Что Анна Андреевна Была Довольна Категория Времени Гораздо Сложнее Чем Категория Пространства Повторила Она Мысль Уже Однажды Слышанную От нее Мной Потом Она Показала Нам Стихи Бродского Трудно Уловимые Но Несомненные Голос У него Новый Странный И Сильный Запомнить Впрочем Мне Не удалось Ни строки Потом Анна Андреевна С энтузиазмом Принялась Хвалить Красоту Одной Девушки Невесты Бродского Таких На свете Нет Тоненькая Умная И как Несет Свою Красоту Ведь Вот Моя Аня Она Тоже Красивая Но Она Как Это Теперь Называется Халда Одеться Не Умеет Держаться Не Умеет И Все Противно И Как Говорит И Что Говорит И Как Ходит Анна Андреевна Попросила Володю Найти На полке Книгу Ее Стихов По-итальянски Толстая Прекрасная Книга Приятно В руки Взять А Переводы Какие А Бог Их Знает Я Побоялась Тронуть Эту Тему Ее Портрет Фотография 59 Или 60 Года Показала Нам И шведскую Газету С большой Статьей О ней Тут Модельяне Тут Фотография О мраморном 1926 И еще Одна Та Со Странным Поворотом Головы Со Скошенными Глазами И Странным Ртом 1921 Потом Анна Андреевна Объявила, что Слышала о моем Походе к Федину И просит Рассказать Подробно Я Рассказала Вы Я Вижу Лидия Корневна Плохо Разбираетесь В субординациях Сказала Она Не Федину Первому Секретарю Союза Писателей Подчинены Лисючевская Кнепович А прямо Наоборот Вот Если бы Вы Искали У Лисючевского Управа На Федина Вы Имели бы Полный Успех Федин Седой Почтенный Беспартийный Да он Рожден Изображает Собою Председателя Союза Писателей Собрание Сочинений И языки Знает И голос Бархатный Он Выглядит Весьма Импозантно В особенности На Западе Или в Ленинграде На международном Симпозиуме А зачем Ему Было Передо Мно Изображать Будто Он Мне Точка В точку Сочувствует Лисючевским И Кнепович Взмущается И попробует Заступиться За вашу Книгу Он Не изображал Константин Александрович Наверное Искренне Сочувствует И вам И мне Но он Понимает В отличие От вас Лидия Корневна Что он Против Лисючевского Да еще Помноженного На Кнепович Пешка А вы До сих пор Не поняли Бег Времени Зарезан И 25 Я еду В Москву Набирать Переводы Для денег А здесь Остаюсь Еще на неделю До 23 Только ради Вас Нам с Володей Пора было Вечером В Дом Творчества Возвращаться Надлежит Не позднее Одиннадцати Завтра Приходите Непременно Сказала Анна Андреевна На прощание Мы вышли Мы вышли в ту же тьму Ни луны Ни звезд Тьма Я умолила Володю Идти на озерную По ровной дороге А не через лесок На озерные Спокойные Зеленые Редкие фонари А впереди Не расхрабриться Не позволено За тридцать Пояснить Что я ничуть Не в обиде Никакого оскорбления Корнея Ивановича Он не нанес О его переводах Пусть думает Что ему хочется А Бальмонт Все равно Плохой поэт И переводы У него Дринные Расфуфыренные Интересно Со спором О переводах Бальмонта И Шелли Сопоставить Суждение О тех же переводах Бориса Пастернака Упомянув О бальмонтовском Переводе Шелли Борис Леонидович Сказал Мысль Вяло выраженная Для меня Ничего не значит Смотрите Вячеслав Селыч Иванов Сестра моя жизнь Фрагменты записей О Борисе Пастернаке Литературная газета 31 января 1990 года Примечание автора Но тут мы подошли К станции Сутолока Свистки Огни колются Володя скоро уедет Ну как я тут буду Одна Переходить через рельсы Нет Видели какой характер Повторил Володя Еще раз Когда мы Простились в холле Дома творчества Расходясь По своим этажам 16 октября 63 Опять тоже Вечернее путешествие Канни Андреевне Вместе с Володей Она оживленная Веселая Симпатичный и эрудированный Молодой человек Он Пастерначист До мозга костей До кончика ногтей До корней волос Он яростно влюблен В Пастернака Михаил Константинович Поливанов 1930-1992 Физик-теоретик В ту пору Сотрудник Математического института Академии наук СССР После кончины Пастернака Михаил Константинович Участвовал в изучении Его текстов И в подготовке К печати Издания Его стихотворений И поэм В большой серии Библиотека поэта 1965-й Познакомился Михаил Константинович Санна Ахматова В 1959-м году У Ивановых На праздновании Дня рождения Вячеслава Всеволодовича Комы Иванова Где среди друзей Присутствовали И Ахматова И Пастернак О Вячеславе Все лучше смотрите Записки Том 2 Цитирую Устный рассказ Поливанова Мне Михаил Константинович Впервые посетил Анну Андреевну Зимой 1962-63 года У Ники Николаевны Глен Хозяйка шепотом Предупредила его Что сегодня Анна Андреевна Дурно слышит И потому Он говорил Несколько громче Чем это было принято Вот отчего У Анны Андреевны Создалось впечатление Будто он на нее Накричал На вопрос Ахматовой Что он думает О романе Доктор Живаго Михаил Константинович Ответил восторженно Роман этот Выстрел в ночи Это новая мысль О революции Пастернак Воскрешает эпоху Совершенно неожиданного угла Анна Андреевна Прервала Неверно Это моя эпоха Мое общество Мои современники Я не узнаю Свою эпоху И своих современников Роман Гениальная неудача Он ответил Вы были в центре событий В центре Где были и Блок И Гумилев И Бродячая собака То есть в Санкт-Петербурге А в тех же 13-14 годах В других слоях Общества В Москве Росла другая культура И в том и состоит Гениальность Доктора Живаго Что в романе Изображен То слой И то общество Которое было Не на виду Но для нас Весьма Существенно Обрисовывая В разговоре Круг Который изображает Пастернак Поливанов назвал Флоренского Булгакова Отчасти Бердяева Веденяпин Напоминает Бердяева Возвращаясь В своих воспоминаниях К спору с Ахматовой Поливанов Пишут Тогда я понял Одну из важных причин Того Что люди Этого поколения Часто были Разочарованы Романом Юрий Живаго Конечно Камень Отверженный Строителями Таких людей Не было видно В литературно-художественном Обществе Тех лет Они были Незаметны Для посетителей Бродячей собаки Или Кружка Около Мусагета Легче Представить себе Их где-то Среди Молодого Окружения Участников Сборника Вехи Или позднее В том Невельском Кружке Из которого Вышли Юдина Бахтин Матвей Каган И многие другие Почти все Люди Этого рода Были уничтожены Или прожили Свою жизнь Очень незаметно Недавно Мы узнали Имена Дмитрия Кончаловского Александра Ельчанинова Они Ровесники Живаго И пример Людей Которым Он Духовно Близок И с которыми Тоже Вероятно Не встречалась Ахматова Значение Таких Людей В преемственности Поколений Огромно Но до сих пор Еще Не оценено Смотрите Сборник Воспоминания О Борисе Леонидовичем Двести Двести Раз Это Само Лукавство Теперь Миша Поливанов Возымеет Обыкновение Утверждать Что Ахматова И Пастернак Были на Ножах Но я Этого Не боюсь Я Приму Свои Меры Она Попросила Володю Найти В чемоданчике Раскрытом На стуле У нее За спиной Синюю Папку Развязала Ее И отыскала Среди бумаг Два письма Пастернака Давние Довоенные Те Что читала Мне когда-то Еще В фонтанном Доме Там В одном Из писем Он Объясняет Ей Помню Что Хотеть Жить Ее Безусловный Долг Перед Людьми Потому Что Представление О жизни Легко Разрушаются А она И главный Восстановитель И Созидатель И о сборнике Из шести Книг Помню Отзыв Воплощенное Чудо Но Эти-то Ведь письма Уж Безусловно Искренние Они Лукавые Сказала Я Перечитывая Полузабытые Строки К сожалению Написанные Не тем Единственным Крылатым И сдержанным Невероятным Почерком А на машинке Эти-то Письма Искренне И подтверждают Скорее мысль Поливанова Нежели Вашу Читая Я передавала Страницу За страницей Володе Все эти Сверх Восторги Тоже не Без задней Мысли То есть Тоже не Без лукавства Ответила Анна Андреевна Борис Леонидович Был человек Редкостно Добрый И изо всех сил Старался Тогда Меня Утешить Вы Помните Эти годы Я Спросила Сохранились Ли подлинники Сохранились Но Оказывается Не у нее У нее Одни лишь Копии Анна Андреевна Когда-то Отдала Оригиналы На хранение Своей Приятельницы Лидии Якольне Рыбаковой Лидия Якольна Умерла А дочь Ее Ольга Вернула Ахматовой Одни Лишь Машинописные Копии Почему Объяснила Так Оригиналы Принадлежат Мне Они Получены Мною В наследство От мамы Однако 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 Подумала Я Что Значит Быть Дочерью Коллекционера Какое Же Наследство От мамы Ведь Не дарила Же Эти Письма Анна Андреевна Рыбаковой О Рыбаковых Смотрите Записки Том Первый А Также В книге Веленкин В 101 Зеркале Москва Советский Писатель 1990 Примечание Автора Володя Бурно Возмущался Я Тоже Почерк Это Голос Единственный В мире Голос Единственный Почерк И что Это За Дикая Мотивировка Причем Тут Наследство От мамы Если Налицо Адресат А я Без Внимания Сказала Анна Андреевна Оригиналы Не пропадут Копии Я Я Дам Раз Множество Распространить Вот И Не Выйдет Будто Ахматовый Пастернак На Ножах О Судьбе Этих Писем Рассказано В предисловии Пастернаков К их Публикации Ахматова Передала Письма Пастернака Рыбаковой Объясняя Это Своей Бездомностью И Неумением Хранить Бумаги Машинописные Копии Писем Ахматов В 1961 Году Передала В семейный Архив Пастернака В 1972 Году Письма Хранившиеся Рыбаковой Поступили В Згали Литературное Наследство Из истории Советской Литературы 1920-1930 Годов Москва Наука 1983 Страница 653 Примечание Редакции 1996 Год Я осторожно Спросила Писала ли она Еще что-нибудь Кроме пьесы Она достала Из чемоданчика Несколько листов Машинописи И надела Очки Медленно Тихо И внятно Прочла нам Семь стихотворений Оказывается Предвесенняя Элегия Которая Так мне Полюбилась Еще в Москве Простившись Он щедро Остался Он насмерть Остался Со мной Это только Начало Целого Цикла Больше всего Поразило меня Стихотворение Не на Листопадовом Асфальте Там Все Волшебное И Одажу Вивальди И Свечи И Смычок И Вдвоем Вдвоем Нам не Бывать Та Третья Нас Не Оставит Никогда Ты Подвигаешь Кресло Ей Я Щедро С ней Делю С цветами Что Делаем Не знаем Сами Но С каждым Мигом Нам Страш Стихи В чемоданчик Постучался И Вошел Бродской С ним Черноокая Девушка Сплошные Ресницы Брови И Кудри Глаза Живые Умные Улыбка Прелестная Нам С Володей Было Пора Прощаясь Анна Андреевна Просила меня Завтра Прийти Не вечером А днем Врачи Велят Ежедневно Гулять А мне Это Так Тяжко Никто Не умеет Меня Уговаривать Может Быть Удастся Вам Я Обещал Попробую Что-нибудь Придется Мне В своем Расписании Переменить Я То Сама Гуляю С утра Потом До Обеда Работаю После Обеда Сплю Попробую Работать Вечером А с утра После Завтрака Сразу Сюда 17 Октября 63 Ровно В 12 Часов Я Постучала В будку Идти Было Легко Серый Финской День Серое Небо И Подстать Им Благородное Темное Хвоя На станции Ни толкать Ни огней Ни гудков Переход Простейший И отчего Это я так Его боюсь А по озерной Между рядами Рыжих Стволов Идти Одно Удовольствие На стук Мне Отворила Ханна Вульфовна Я уже Видел Его В прошлый Раз Но Забыла Записать Она Осторожно Постучала В дверь Каня Андреевна Причесала Ее И Мгновенно Подала Ей Завтрак А мне Чай У нее Доброе Лицо И я Порадовала Что Возле Анны Андреевны Добрая Женщина Ханна Вульфовна Горенко 1896 1978 Первая Жена Младшего Брата Анны Андреевны Виктор Андреевич Горенко 1896 1976 Когда После Революции Семья Считала Младшего Брата Морского Офицера Погибшим Смотрите Например Стихотворение Анны Ахматовой 1918 Года Оканчивающей Со строками На Малаховом Кургане Офицера Расстреляли Без недели Двадцать лет Он глядел На Божий Свет В действительности Он был жив И Жил На Сахалине Известие О брате Анна Андреевна Получила В 1925 Смотрите Лукницкой Акумиана Встречи С Анной Ахматовой Том Первый 1924 25 Годы Париж 1991 Страница 212 В 1922 Году На Сахалине Рассказывает Готхарт Ханна Вульфовна Познакомилась С Виктором Андреевичем И они А Ханна Вульфовна И Виктор Андреевич Задумали Перебраться В Китай Перейти Границу Помог Китайц Проводник Пишет Далее Готхарт Поселились Они Шанхай однако покорности. Когда она окончила завтракать, я надеялась, мы сразу отправимся на прогулку, ничуть не бывало. Сегодня она слаба, она не может, ей не хочется, ей не здоровится в другой раз, завтра, а сегодня она будет читать стихи. Напрасно я напоминала ей о врачах, соблазняла прекрасной погоды. Нет, мы никуда не пойдем, она будет читать стихи. Достала из чемоданчика ту же папку, а из папки тоже начало пьесы. Прочла вслух и велела говорить. Я знаю, как вы правдивы. Вы не можете не говорить правды. Опять хвала и опять больно. Ташкент, Ташкент! А чего же тогда она поверила кому-то, кто, в отличие от меня, прекрасно владеет умением говорить неправду? Я сказала, что, кажется, мне ключ ко всему отрывку из пьесы надо искать в том голосе, который слышится издали. Сначала голос героини. И в дыхании твоих проклятий мне иные слышатся слова, те, что туже и хмельней объятий, они жны, как первая трава. Герой произносит свои проклятия. А слышно издали? Это и есть иные слова, которые героини загробья слышатся сквозь проклятия. «Все наслаждением будет с тобой, даже разлука». Или «Но прозвучит, как присяга тебе, даже измена». В прошлый раз такое объяснение не пришло мне на ум, потому что вещь хоть и очень ахматовская, но и очень новая. Но и в этот раз я в подобранном ключике неуверенно. «Так?» — спросил я у Анны Андреевны. «Хотя бы грубо, по смыслу, так?» «Если перевести с лунного языка на человечий, — нехотя ответила Анна Андреевна, — то, пожалуй, так. И, видимо, недовольная спросила опять, нравится ли мне стихи? Который голос больше, который меньше?» Я ответила. «Более всего, — говорит она. Ощущение загробности так удивительно сочетается здесь с приметами земной жизни, с шорохом сосен, со скрипом колодца, с криком о ворон. И еще очень нравится слышно издали». «А песенка слепого?» «Песенка тоже. Она звучит народным заклинанием». «Но какова роль этого слепца в пьесе, я еще не догадываюсь». «Я тоже», — сказала Анна Андреевна. «Не нравится мне только, — говорит он, — в особенности невероятным стоном. Вообще во всех его проклятиях какая-то приподнятая выдуманность. В монологе же героини поражает слово «лютня». Для тебя я словно голос «лютни» сквозь загробный призрачный рассвет. «Лютня» — какое восхитительное слово. И почему-то, не знаю почему, но сразу веришь, что если из загробного мира могут доноситься до нас какие-нибудь звуки, то разве что только «лютни». Не рояль, конечно, не виолончели, не скрипки, а только «лютни». Прелесть слова обновлена стихом. Слышишь слово точно впервые. Анна Андреевна ничего не ответила, взяла у меня из рук листы и небрежно сунула их в чемоданчик. Помолчали. Затем она рассказала о каком-то инженере, ее поклоннике, который знает все ее стихи наизусть, и еженедельно вместе с женой приезжал за нею в зиме и возил по всем местам, упомянутым в ее стихах. И внезапно исчез. Она не понимает, почему, и огорчается. Я не решила спросить, возил ли он ее в царское. Помню давние слова. Царское для меня такой источник слез. Да. А вчерашняя черноокая спутница Бродского оказалась вовсе не его невестой, как я вообразила, а просто приятельницей, женой молодого поэта Евгения Рейна. Нет-нет, это очень милая, умная, тонкая, но та совсем-совсем в другом роде, не похожа. И никакой косметики. Одна холодная вода. Мы заговорили о Солженицыне. Неприятный вышел разговор. Она спросила, читала ли я главы из романа, те, где говорится о свидании заключенных с женами. Я ответила, да, читала, в Москве, у его друзей. Почему же он мне не дал их? Ни словечком о них не обмолвился. Он был у меня в Ленинграде. Я еще в самом начале нашего знакомства сразу прочла ему реквием. А он мне глав о том же самом не дал и даже не упомянул о них. Я так им всегда восхищаюсь, так счастлива, что до него дожила. За что же он меня обидел? Скажите, разве это хорошо? Конечно, хорошего мало, но как я могу объяснить, догадаться? Я сказала только, что главы эти, в сущности, никакого отношения к реквиему не имеют. Время другое, и обстоятельства места действия тоже другие, и внутренние темы тоже другая. Ведь ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, исполняя одни и те же обязанности, палаческие, в разные времена исполняли их по-разному. Солженицын в своем романе изображает конец сороковых, а реквием — это ежовщина, то есть облава на горожан с осени 36-го по осень 38-го. Дальше стало не хуже и не лучше, но по-другому. Поднимались, как к обедне ранней, по столице одичалой шли. Всего этого уже не было, многосуточных и многотысячных очередей тоже. Да и заключенные у Солженицына в этих главах не рядовые, которых в лагерях миллионы, а особые, привилегированные, работают в особом столичном заведении на шарашке. Они из лагерей выбраны по принципу профессии. — А главы-то каковы? — спросила Анна Андреевна. — Замечательные. Если весь роман такой, то это великий роман. Солженицын пишет на основном русском языке. Это такая редкость и радость. — За что же он меня обидел? — повторила она. — Не стоит обижаться, — сказала я. — Тем более, что ведь скоро, быть может, он и принесет свои главы вам. — А я еще подумаю, прощать его или не прощать, — ответила Анна Андреевна, но уже без горечи и не без юмора. — Впоследствии Солженицын горько сожалел о своем промахе. — Я круто ошибся, — писал он в первом издании своих очерков литературной жизни, бодался теленок с дубом. Париж, 1975, страница 261. Дело было в том, что Александр Исаевич заподозрил Ахматова в обычной человеческой слабости, неспособности держать тайны, и потому не дал читать своих скрытых вещей, даже круга. Такому поэту, современнице, уж ей бы ни дать не смел. Так и умерла, ничего не прочтя. Примечание автора. И тут же рассказала, что вновь поссорилась с Гитовичем. Был у меня, пьянствовал с Ниной и Бродским. Когда Иосиф снял нагар со свечи, обозвал его холуем. Извинялся перед Бродским отдельно, передо мною отдельно, перед нами обоими вместе. Но я все равно не простила. А меня начала одаривать. Сама добыла из бездонного чемоданчика новую какую-то папку и протянула машинописные листы со стихами под заглавием «Еще пять». На самом деле их не пять, а шесть. Шестым оказалось стихотворение «Ты напрасно мне под ноги мечешь». Очень страшное о смерти. То, которое она уже читала мне однажды в Москве. Смерть стоит все равно у порога. Ты гони ее или зови. А за нею темнеет дорога, по которой ползла я в крови. Тогда я запомнила только эти четыре строки, а теперь попросила Анну Андреевну продиктовать мне все стихотворение целиком. Среди машинописных его не было. И понятно, света ему не увидеть. А за нею десятилетия скуки, страха и той пустоты, о которой могла бы пропеть я, да боюсь, что расплачешься ты. Когда Анна Андреевна кончила диктовать, а я писать, карандашом, небрежно, наспех, она взяла перо и очень аккуратно проставила над всеми стихами эпиграфы из Ахматовой, из Данте и над последним из Пушкина. Вижу я, лебедь тешится моя. Я сразу вспомнила, как Анна Андреевна говорила в Москве. И зачем этот господин так обо мне печется? Считаю, что выдвижение на Нобелевскую премию и вообще слава на Западе — это дело рук Исаии Берлина. Значит, еще пять тоже обращены к нему. — Ясно. Подзаголовок «Еще пять» или стихотворение из цикла «Сожженная тетрадь» — «Шиповник цветет». А эпиграф к первому — «Несказанные речи я больше не твержу, и в память той невстречи шиповник посажу». Ведь «Сожженная тетрадь», «Шиповник» — это понятно кому? Анна Андреевна обозначила на моей небрежной записи «В», поставила «Москва» и подписала весь цикл. Три стихотворения из подаренных мне в тот день, как сияла там и пела, не пугайся я еще похожей, ты стихи мои требуешь прямо, вошли впоследствии в цикл «Шиповник цветет», седьмая книга. Остальные, явно примыкающие к тому же циклу «И увидел месяц лукавый», «Дорогою, ценой и нежданной», опубликованы посмертно. Сначала в «Периодике» в журнале «Литературной Грузии» 1967-й номер 5 и в «Альманахе. День поэзии» Москва 1975-й. А затем в «Большой библиотеке поэта», страницы 296-297. О стихотворении ты напрасно мне под ноги мечешь, обращенном к тому же лицу смотрите записки, том 2, страница 18, Нева, номер 7. Примечание автора. Подарки на этом кончились, но стихи и допросы нет. Анна Андреевна спросила, у меня поняла ли я, в конце концов, красотку? То стихотворение, которое она читала мне и Володе среди других, кажется, семи. Я сказала «нет», не поняла. Она дала мне прочесть все семь глазами. Я прочла. Вникнуть толком не мешало ее ожидание. Поняли, что это единый цикл? Да. И что-то общее с прологом. А поняли стихотворение, которое не понимали раньше? Нет. Я не понимаю, кто эта дама. Красотка очень молода, но не из нашего столетия. Это не женщина, а то состояние, в котором они находятся, терпеливо объяснила Анна Андреевна. И состоянию подвигают кресла? Ты подвигаешь кресла ей. Состоянию кресла? Лидия Корнеевна, я не узнаю у вас сегодня. Мне было пора. Обедают в Доме творчества с двух до трех. Но Анна Андреевна ласково и настойчиво удержала меня, наверное, в утешении моей тупости. Подумайте, как я оскандалился. Недавно слушаю по радио гранатовый браслет Куприна. Я не поклонница этого классика. А уж эта вещь из рук вон плохая, безвкусная. Но помните, Мандельштам в одной рецидии про меня написал, что я прессую русскую психологическую прозу. Помните? И что же? Мои строки, в которую-то из сонат, тебя я спрячу осторожно. Это точное совпадение с гранатовым браслетом. Там герой перед своей смертью просит любимую женщину играть апассионата. Только не говорите никому. Срамотища? Ахматова имеют в виду такие строки Мандельштама из его статьи «Письмо о русской поэзии», напечатанное впервые в Ростове-на-Дону в газете «Советский юг» 21 января 1922 года. Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа 19 века. Генезис Ахматовой весь лежит в психологической прозе, а не в поэзии. Мандельштам, собрание сочинений в трех томах, под редакцией Струве и Филиппова, том 3, Нью-Йорк, Международное литературное содружество, 1969, страница 34. В 1918 году Гиппиус высказал ту же мысль «Я вижу разгадку успеха и влияния Ахматовой, и вместе с тем объективное значение ее лирики в том, что эта лирика пришла на смену умершей или задремавшей в форме романа». Статья Анна Ахматова впервые в киевском журнале «Куранты» в 1918-м, номер 2, а теперь в «Литературной учебе» в 1989-й, номер 3, в публикации Баженова. Мандельштам видит генезис поэзии Ахматовой в прозе, в психологическом русском романе. Чуковской еще ранее, чем Мандельштам, высказал схожую мысль. Кроме дара музыкально-лирического, пишет он, у Ахматовой редкостный дар билетриста. Ее стихи не только песни, но и повести. Возьмите рассказ Мопассана, сожмите его до предельной сгущенности, и вы получите стихотворение Ахматовой. И далее. Это новеллы Мопассана, сгущенные в тысячу раз и каким-то чудом преображенные в песню. Статья Ахматова и Маяковской. Журнал «Дом искусств», 1921-й, номер 1, страница 27. Ранее, чем трое процитированных авторов, а именно в 1916 году, те же черты новеллистической или повествовательной прозы отметил Журмундской. Целый ряд стихотворений Ахматовой написал он, может быть назван маленькими повестями, новеллами. Обыкновенно каждое стихотворение – это новелла в извлечении, изображенное в самый острый момент своего развития, откуда открывается возможность обозреть все предшествовавшее течение фактов. Статья «Преодолевший символизм» в журнале «Русская мысль», 1916, номер 12, а также в книге Журмундской «Теории литературы», «Поэтика», «Стилистика», «Ленинград», «Наука», 1977, страница 120. Примечание автора. 18 октября 1963. Вечером у нее снова с Корниловым. Ханны Вульфовны, видимо, нет, нам долго не открывали. Володя обогнул угол будки и постучал в светящееся окно. Анна Андреевна открыла нам сама. Говорит, не слыхала стука, потому что слушала музыку. Сели. Она за стол, Володя на табуретку, а я в глубокое продавленное кресло. «Узнаете?» спросила Анна Андреевна. Я не сразу поняла речь о кресле. Узнала. Оно то самое, ленинградское, еще и с фонтанного дома. Там оно стояло у печки. Уже и тогда, четверть столетия назад, оно было ободранное, продавленное, и сесть в него было легче, чем из него выбраться. Письменный же стол странной формы, за которым сидит теперь Ахматова, оказался, по ее словам, вовсе не письменным, а туалетным. Зеркало и мрамор сняты, вот он и превратился в письменный. В Ленинграде, в довоенной комнате, не видела я его, не помню. Анна Андреевна протянула Володе стихи. Получила их сегодня в дар от одной дамы, отдыхающей у нас в Доме Творчества. Володя прочел, фыркнул и передал листки мне. — Вслух, пожалуйста, вслух, — потребовала Анна Андреевна. — Читаю. Я порой ненавижу тебя. И остановка. В горле першит, уж очень смешно. — Жаль, что только порой, не правда ли? — отозвалась Анна Андреевна. — А теперь я вам свое прочту. Она открыла книжку в твердом цветастом переплете. Это не новая, еще прошлогодняя, из цикла «Тайны ремесла». Я почему-то его не взлюбила, сама не знаю почему. Что такое день выхода книги? Вот о чем оно написано. День встречи поэта с читателем. Тот день всегда необычайен. Мне стихотворение тоже не очень понравилось. Оно, конечно, прекрасное и виртуозное, но какое-то уж очень рассудительное. Обстоятельное и при горечи содержание почему-то легко скользит поверх темы. Боль наносит только две строки, заключительные. И мимоходом сердца вынут глухим сочувствием своим. В отдел «Тайны ремесла» это стихотворение так и не вошло, примечание автора. Только тут и вздрагивает сердце в ответ. А «Моим и дыба хороша», то есть «Моим читателям» самая, казалось бы, страшная строка, почему-то не задевает. Я это постаралась выразить. Оказалось ли я среди тех, кто мимоходом сердце вынет? Надеюсь, нет. Анна Андреевна закрыла книгу. Помолчали. Я спросила у нее, а потом и у Володи, читали ли они в одном из давних номеров литературной газеты Фридину статью о музыкальном училище в Туле, 22 января 1963 года, о понятиях совсем не старомодных, примечание автора. О том, как одну тамошнюю молодую преподавательницу уволили по доносу студента. Нет, ни она, ни Володя не помнит, не прочли. Фридина запись, сделанная ею на заседании месткома, где обсуждался донос, и по этому доносу решено было уволить преподавательницу, гораздо живописнее, выразительнее, чем статья. В непосредственной записи каждый персонаж – директор, председатель месткома, завуч, портор, кассирша, физкультурник и сама подсудимая, и Фрида гораздо слышнее и виднее, чем в статье. Сделав маленькое вступление, я прочитала отрывки из подлинной записи. Суть дела такова. Студенту Жохову, как поняла Фрида, необходимо было объяснить начальникам, почему тогда-то и тогда-то он не ночевал, как положено, в студенческом общежитии. Он подал рапорт. Искусно соблазняла его, и, наконец, соблазнила преподавательница училища, пианистка Нина Сергеевна Петрова. А Петрова это была уже у начальства под подозрением. В прошлом году проштрафила свидетели по сексуальной линии, объяснил Фриди директор. В прошлом году что-то такое происходило между нею и преподавателем вокала, товарищем Литвиненко. И вот теперь опять. Директор. Получив письмо Жохова, я вызвал Петрова, чтобы дала объяснение, и при этом присутствовали председатель Месткома, Парторг и Завуч. А Петрова просит, нельзя ли наедине поговорить. А я отвечаю. Не вижу, мол, необходимости. Она прочла письмо Жохова и побежала травиться. Ну, через неделю Петрова является. Мы ее сразу вызвали на Местком, поскольку бюллетень кончился, а в заключении больницы сказано, сознание ясное, вполне ориентируется во времени и в окружающей обстановке. А она. Я еще не в силах разговаривать. Не в силах, ладно. Мы проявили чуткость, дали ей отсрочку. Проявив чуткость, они отложили заседание Месткома еще на два дня. Фрида, корреспондентка литературной газеты, осталась в Туле и присутствовала на этом сборище. С глубоким вниманием слушала меня Анна Андреевна, и я продолжала читать отрывки из Фридиной записи. Директор. Говорите, товарищ Петрова, мы вас слушаем. Петрова. Я взялась подготовить Олега Жохова в наше училище. Он очень способный, даже талантливый человек. Сначала он занимался усердно, а потом начал пропускать занятия. И я сказала ему, что больше работать с ним не могу. И велела поставить об этом в известность Забуча. Все, что он написал в письме, неправда. Что его толкнул на такую ложь, не знаю. Мне очень трудно говорить. Все. Председатель. Что-то коротко очень. Директор. Мы просим вас ответить прямо. Что толкнуло студента написать такое письмо? Надо отвечать прямо. А то придется сидеть здесь десять часов. Петрова. Мне нечего добавить к тому, что я сказала. Председатель. Нина Сергеевна, уважаемая, от вашей откровенности будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Дирижер Хоровик. Зачем нам ваши сказки? Забуч. Про белого бычка. Кассирша. Чего-то я недопойму. Надо бы послушать молодого человека. Какие-нибудь подробности. Математик. Касая сажень в плечах, рубашка красная. Я тоже считаю, что необходимо позвать Жохова. Кассирша. Да-да, позвать молодого человека. Подробности надо узнать. Физкультурник. Я все коридоры обегал. Не нашел этого Жохова. Математик. Нет. Мне все-таки хотелось бы услышать откровенность. Председатель. Нина Сергеевна, есть такая просьба к вам. Рассказать все по существу дела. Если вы коллективу признаетесь, будет лучше. Ваше поведение — это своего рода оборона. Голоса. Это детская игра. Стыдно. Стыдно сказки выдумывать. Петрова. Тихо. Мне добавить нечего. Кассирша. Нет, пускай молодого человека приведут. Я его желаю послушать. Дирижер Хоровик. Дайте мне слово, а то никогда не кончим. Я не верю, что наш советский комсомолец мог написать такое письмо, если бы не было причины. У меня опыт. Я таких, как Петрова, вижу насквозь. Сидит в коридоре, на диване, в юбке с начесом, понимаете, нога на ногу, в зубах, понимаете, папироса. То она в Москве, то она в Тбилиси, то она на экскурсии, то она на Стравинском, то она на Чайковском. И еще студенток своих на экскурсии до концерта за собой таскает. Как вы смели в прошлом году посягать на советскую семью, на семью товарища Литвиненко? Математик. Я здесь новый товарищ, но у меня есть соображения. Педагоги занимаются формированием и воспитанием. Коммунистическая мораль прогрессивная, жизнеутверждающая. А с Петровой произошел самый низкий, самый отвратительный поступок. И этот поступок ложит на нас темное пятно. Но это поступок крайне низкий. Петрова отвергает этот свой поступок. Но если Жохов подал такое заявление, значит, этот вопрос назрел. Преподаватель вокала, товарищ Литвиненко, защищал нашу родину, проливал свою кровь. А вы его соблазняли? Так мне товарищи рассказывали. Нехорошо. Ох, нехорошо. Вы этим толкаете своих студенток на путь разврата? Этот ваш случай ошарашил нас полностью с головы до ног. Поступок крайний, из рук выходящий. Завуч, неприятно сидеть на таком месткоме. Нам читают такую сказку про белого бычка и про золотую рыбку. Класс Петровой держится чересчур сплоченно. Он сорганизовался в какой-то нездоровый коллектив. После болезни Петрова жила у одной из своих студенток. Вы что, приживалка? Петрова, после болезни мне было трудно оставаться одной в четырех стенах, и я приняла приглашение Наташиной матери побыть у них некоторое время. Физкультурник, ликуя. Товарищ, да ведь она призналась. Слышите, говорит, мне одной в четырех стенах неохота. Завуч, вы по-небратски обращаетесь со своими студентками. Кто вам дал право устраивать классные собрания у себя на дому? Это не педагогично. Нам надоело нянчиться с вами. Дирижер Хоровик. У нас своих дел, что ли, нет? Давайте, зовите Жохова. Все, да, надо кончать. Жохова. Физкультурник, сейчас сбегаю. И тут не выдержала Фрида. В записи пробел, пауза затем. Вигдорова. Товарищ, опомнитесь. Тут, судя по записи, наступило продолжительное молчание. По-видимому, слегка опомнился директор. Директор. Да, особой необходимости нет, и так все ясно. Председатель. А что, товарищ Вигдорова, вы с нашим коллективом не согласны? Вигдорова. Дело журналиста молчать, но... Председатель ободряющий. Говорите, говорите, мы на вас жалобу писать не станем. Вигдорова. Пишите, я привыкла. Что, до моего мнения, я думаю так. Когда Жохов принес свое письмо, ему следовало объяснить. Это подлость. Председатель. Э-э-э, товарищ Вигдорова, вы не правы. Я не вижу ничего предосудительного в его письме. Не вижу. Жохов честный, порядочный человек. Когда он вначале сказал мне, будто ночевал в аудитории, я решил расследовать, где же он ночевал на самом деле. Тогда он и принес это письмо. И здесь уж все сказано без обиняков. Если мы Петрову оставим, что мы будем говорить студентам? Что мы будем объяснять, раз Жохов такое письмо написал? Вот вы, товарищ корреспондент, были на уроках у Петровой. Какое ваше впечатление? Вигдорова, это замечательные уроки. Артистические? Завуч. Ну, а я на уроках Петровой не был. Неприятно мне было ходить к ней. Нам этот всякий артистизм не нужен. И я считаю, что после письма Жохова педагоги увидели подлинное лицо Петровой. Уволить. И все. Петрова, я очень прошу вас, дайте мне возможность довести до конца занятия с моими девочками. Парторг. По существу вы вели себя аморально. Да, по существу. Уволить. Председатель ставит вопрос на голосование. Решают уволить. Единогласно. Директор. Ну что ж, осталось написать приказ. С управлением культуры вопрос согласован. По существу, сказала Анна Андреевна и отвернулась к окошку. Потом. Мы проявили чуткость. Володя спросил, что же стало с Петровой дальше. Я рассказала. Она еще раз пыталась покончить с собой. Фрида приютила ее у себя в Москве и выходила. После статьи в газете и множества сложных перипетий Петрову удалось устроить на работу в другом городе. Тульский директор, впрочем, тоже не ленился. Он, проявляя чуткость, позвонил новому начальству и рассказал об аморальном поведении Петровой. Фрида, в заметке опубликованной ею в ответ на многочисленные письма читателей, сообщала. Директор, столь усердно потрудившийся, чтобы довести молодую талантливую женщину до самоубийства, приложил все усилия, чтобы загубить ее будущее, но без успеха. — Да, — сказала Анна Андреевна, — сказка о золотой рыбке и белом бычке. Сказка с хорошим концом. Нина Сергеевна без работы не осталась, но в Туле остались те же учителя. Им по-прежнему нужны подробности. Подумайте, эти люди ничему-нибудь учат. А музыки, музыки. О себе они говорят «я здесь новый товарищ». — Да, — говорят страшно. И не только по содержанию. А каждая интонация дикарская. Слог страшен. Уровень душевной культуры. Мы сидели, молчали. Я уж думала, не напрасно ли вылила на голову Анне Андреевне этот ушат. Ей было не по себе. — Вы едете в Москву двадцать пятого? — спросил Володя, перебивая молчание. — Хочу, но хочу так сильно, что назло себе могу заболеть. Помолчали еще. Наконец Анна Андреевна спросила Володю, кончил ли он свою поэму и не может ли прочитать. Володя ответил, ничего своего читать не станет, а предложил прочесть одно стихотворение Межерова и прочел межеровские стихи наизусть. Очень они мне понравились. Они написаны двустишими, сухими, точными, необъятно содержательными и при том запоминаются сразу. Я запомнила. Недолет, перелет, недолет, по своим артиллерия бьет. Мы под Колпиным скопом лежим, артиллерия бьет по своим. Это снова разведка, наверное, ориентир указала неверно. Из окопов никто не уйдет, недолет, перелет, недолет. Корнилов прочел стихотворение Межерова. Мы под Колпиным скопом стоим, артиллерия бьет по своим. Это наша разведка, наверное, ориентир указала неверно. Недолет, перелет, недолет. По своим артиллерия бьет. Мы недаром присягу давали, за собой мосты подрывали. Из окопов никто не уйдет, недолет, перелет, недолет. Мы под Колпиным скопом лежим и дрожим прокопченные дымом. Надо все-таки бить по чужим, а она по своим, по родимам. Нас комбаты утешить хотят, нас великая Родина любит. По своим артиллерия лупит. Лес не рубит, а щепки летят. Александр Межеров. Избранная, Москва, художественная литература, 1989, страница 561, примечание автора. И еще несколько двустишей такой же силы, но целиком я не запомнила. Да, сказала Анна Андреевна, надо все-таки бить по чужим, а она по своим, по родимам. Вот это настоящие военные стихи. Нас комбаты утешить хотят, нас великая Родина любит. По своим артиллерия лупит. Лес не рубит, а щепки летят. Тут я услышала, что там не только двустишие, но и четверо. Когда Анна Андреевна сразу наизусть читает чужое, это, пожалуй, единственный верный признак, что стихи понравились ей по-настоящему. Она попросила Володю записать для нее Межерова. Володя пристроился к столу и начал записывать, бормоча извинения, по поводу своего почерка. Анна Андреевна терпеливо ждала, а пока он писал, сказала мне, «Вот мы здесь сидим, разговариваем, читаем стихи, а в Туле вот такое музыкальное училище». И с брезгливостью повела плечами. 20 октября 63-го. Была у нее утром одна, в 12 часов, опять помешала творческому часу, опять недолго сидела на кухне, опять она встала, оделась, но не могла причесаться сама. Опять Ханна Вульфовна причесала ее и мгновенно принесла завтрак. Опять я порадовалась умной, умелой заботе. В разговоре Анна Андреевна с благодарной нервностью поминала о Бродском. Иосиф воды натаскал, рыжей печку истопил. Снова я безо всякого успеха настаивала. «Идемте гулять». «Ни за что». «Кротость, тихий голос, спасибо вам. Завтра уж непременно. И упорная непокорность». Тем же тихим и кротким голосом снова сделан был упрек мне в том, что я не поняла красотку. «Значит, вам и весь цикл из семи непонятен». «Ладно, пусть непонятен. Я оперечить не стала, хотя непонятно мне только одно стихотворение». Опять разговор о Солженицыне. Почему не дал ей свою главу про тюремные свидания? Я ответила, быть может, случайно. Она рассердилась. «Это не такой человек, чтобы делать что-нибудь или не делать чего-нибудь случайно. Я тоже». Я повторила, что, судя по прочитанной мною главе, роман не имеет ничего общего с реквиемом. Другое десятилетие, другой замысел и свидания другие. «Все равно». «Не дал». И ни словечком не обмолвился, что работает на том же материале. «Да не на том же, Господи. Свидание тридцать седьмого и свидание сороковых — это разный материал. А вообще о наших тюрьмах и лагерях, о встречах и о невстречах много еще будет писано. Ведь не всех расстреляли, не всех уморили холодом, голодом, карцерами и трудом. Многие вернулись, и кое-кто будет писать». Анна Андреевна продолжала сердиться. «Скажу без ложной скромности» — помните это выражение у Льва Толстого? Помните? Перечисляя лучших русских прозаиков, он назвал среди них и себя, оговорив «скажу без ложной скромности». Мы с вами, Лидия Корневна, «скажу без ложной скромности» создали новый жанр, отражение тогдашних событий. «Все, что будет написано после, будет уже не то. Мы писали не постфактум, а тогдашним тогда же». Русанов в своих воспоминаниях приводит такие слова Льва Толстого. «У нас кого читать? Много ли у нас великих писателей? Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Герцен, Достоевский? Ну, я без ложной скромности». Смотрите в сборнике «Лев Толстой об воспоминаниях современников», том 1, Москва, Госледизда, 1955, страница 251, примечание автора. «Да, конечно, тогда, о тогдашнем. А Солженицын написал позднее и о более позднем. Ну и что же? Ведь и более раннее, и более позднее необходимо запечатлеть». Затем меня удивило, почему Анна Андреевна, обычно столь острая и точная в своих определениях, в этом случае столь неточна. «Мы с вами, Лидия Корневна, создали новый жанр». «Это мы с вами, разумеется, лестно для меня, но почему же новый жанр? Новая жизненная ситуация, та, которую и в мыслях своих человек не смел выразить словами. Вы говорили в искусстве мы. Да, это так. Да, это моя гордость. Но жанр?» «Поэма-реквием. Жанр не новый. Да реквиема была поэма-двенадцать. Цикл отдельных стихотворений, тесно спаянных между собою, развивающих фабулу и потому именуемой поэмой. А уж моя Софья Петровна — это типичная, вполне традиционная повесть. Никакой не новый жанр». Материал, правда, так же, как и у Анны Андреевны, совершенно новый. Тридцать седьмой год, ежовщина. И не столько самый застенок изображен мною, на это я и не покушалась, а поврежденная застенком психика людей на воле. Степень их ослепленности. Ложью газеты и радио, верую в газеты и радио, в кровавые фальшивки показательных процессов. «Непостижность тридцать седьмого года для рядового и даже нерядового разума. Непостижность, вызванная его бессмысленностью. А разум искал смысла. И не находя, люди теряли разум. Вот что я обозначила именем Софьи Петровна. «Ново? О да, так, ново. Но не в жанровом отношении. Я молчала, сознавая, что новый ли жанр или новый материал, а это все равно не объясняет скрытности Солженицына перед Анной Андреевной. Обижена же она именно на его умолчание. Я не знаю, но думаю, что он человек вообще скрытный. Лагерь не обучает откровенности». Не дождавшись от меня никакого ответа на свой вопрос, Анна Андреевна выдвинула ящик стола, достала еще одну папку и приняла с листок за листком вынимать оттуда написанные от руки и на машинке стихи. Одно за другим она прочитывала стихи вслух, не называя авторов. Это все были разные стихотворения, посвященные ей. Известно мне оказалось лишь одно – Самойлова. Стихотворение Самойлова «Я вышел ночью на Ордынку» опубликовано было уже после кончины Ахматовой. Смотрите, «Давид Самойлов. Дни. Москва. Советский писатель. 1970. Страница 79. Примечание автора». Остальных я никогда не читала и не слыхала. Стихи Ахмадулиной, Толи Наймана, Володи Муравьева и еще чьи-то, забылочьи. Понравились мне, кроме Самойловского, два стихотворения Наймана и Муравьева. «О стихах Наймана я сказала – это поэт. О стихах Муравьева – тоже может быть поэт. Анна Андреевна осталась мною довольна. А то ли она отозвалась так – правда он хорош? А его никто никогда не замечает. Он пишет уже многие годы – никто никогда. Словно нет его. Знаете, бывают такие судьбы. Знаю, бывают. «О муравьеве. Если окажется, что он, кроме всего прочего, еще и поэт, то, стало быть, он человек-чудо. Чего только он не знает, чего не изучил. Познания удивительные. И всего двадцать три года, вы подумайте». Стихотворение Наймана, которое тогда показала мне Анна Андреевна, привожу. «Я прощаюсь с этим временем навек. И на прежнее нисколько не похоже, повторяется вдали одно и то же, белый снег вдали летает, белый снег. Я прощаюсь с этим временем, и вот, ваше имя, произнесенное глухо, больше годное для вздоха, не для слуха, речкой дымною затянуто под лед. Еще вздрогнет комаровская сосна, и мелькнет ослепший призрак Ленинграда, и межлистьев Александровского сада еще вспыхнет темно-красная стена. Но по-новому во время этих встреч вы кивнете величавой головою, и по-новому задышит над Москвою ваша горькая божественная речь». Стихотворение Муравьева привожу тоже. Аналогия не должна быть преувеличенной. Исайя Берлин, еж и лиса. Горе тому, кто услышал голос певца, сбросивший песню, сердцу не будет ни тверди, ни дна, ни конца, негде воскреснуть. Смерть наступает, и голуби падают с крыш в проруби окон, голос все ближе, его не поймешь, не простишь, песня далека. Но раздробившись в стекле, отразившись ста крат, в зеркале речи, помни, что ты на земле, и забытый не прав, мертвый не вечен. Владимир Сергеевич Муравьев родился в 1939 году, филолог, знаток многих иностранных языков и литератур, по узкой специальности англист. После окончания университета Муравьев начал работать в библиотеке иностранной литературы, где работает и по сей день, 1990-й. В 1968 году вышла его книга «Джонатан Свифт. Москва. Просвещение». В 1972-м «Путешествие с Гулливером. Москва. Книга». Он автор множества статей по английско-американской, немецкой, итальянской литературам. Переводил он Фолкнера, О'Генри, Вашингтона, Ирвинга, последнего переводческой работы книга Джона Рональда Руйла «Властелин колец. Москва. Радуга. 1989-1990-1991». С 1974 года Муравьев – редактор журнала «Современная художественная литература за рубежом», выпускаемого библиотекой иностранной литературы. С Анной Андреевной Муравьев познакомился в феврале 1962 года. Она подарила ему фотографию одного из набросков, сделанных с нее тышлером. Давала ему читать поэмы без героя, а также стихи из «Первого бега времени», того, уничтоженного Кнепович. Муравьев был одним из молодых людей, живо и деятельно заинтересованных в судьбе и поэзии Иосифа Бродского. Примечание автора Анна Андреевна спросила у меня, хорошо ли мне здесь работается. Я сказала, нет, плохо работает. Мешает близость куокколы. Соблазн. Каждый день я решаю, ехать мне туда снова или не ехать. Снова въехать на минуту в свое детство или поберечь его, себя. Затем, как ни странно, писать о Герцене мне сильно мешает сам Герцен. Все выписки сделаны, последовательность моей книги продумана, вообще садись и пиши. Но мне мешает Герцен. Открою ли я былое и дума для проверки какой-нибудь даты, какого-нибудь факта? Открою ли письма к детям, к Саше, к Тате? Или письма к Огареву? Или письма к противнику? Или письма к будущему другу, к старому товарищу? Я снова погружаюсь в глубину этой сверкающей прозы. И вместо того, чтобы писать, читаю, проваливаюсь в бездонность. Ну вот как проваливаешься, взяв на минуту войну и мир? Хочешь, скажем, посмотреть рисунки Пастернака? Перелистываешь, но опять Наташин первый балл, опять смерть князя Андрея, опять Пьер требует от Анатолия Курагина Наташины письма. Вот так же у меня и с Герценом. Тату и Сашу я знаю не хуже, чем Николинку или Наташу Ростовых. А смерть близнецов ранит не менее больно, чем смерть Болконского. С трудом отрываюсь я от перечитывания, чтобы писать. А зачем, спрашивается, писать, если читать гораздо увлекательнее, да и полезнее? Анна Андреевна слушала, не спорила, но по глазам ее было заметно, что относится она к моим рассуждениям о Герцене иронически, или в лучшем случае снисходительно, как к словам человека слегка поврежденного. Что уж тут поделаешь? Спросила, приходится слушать. И снисходить. Мало ли какие бывают у человека бзики. Потом я сказала, что перечла книгу Лидии Гинсбург о былом и думах и переменила свое прежнее мнение. Раньше я была несправедлива к этой работе. Жаловалась когда-то Анне Андреевне. Скучно. Теперь я вижу, я была не права. Работа отличная. Множество новых собственных наблюдений. Но все-таки книга и в теперешнем моем восприятии страдает существенными недостатками. Она, как бы это объяснить, не наклонена ни к автору, ни к нашему времени. Вне времени, вне герценовского трагического пути, вне всякой сверхзадачи. Автор ничего о нас этим не хочет сказать и ничего о себе не хочет сказать. Анна Андреевна оживилась. Полная противоположность Пушкину. Пушкин, о ком бы и о чем бы ни писал, всегда говорит о себе. О Радищеве это о себе. О Мильтоне это о себе. Ахматова имеет в виду две статьи Пушкина. Александр Радищев и о Мильтоне и шатабриановом переводе потерянного рая. В характеристике и краткой биографии Радищева, написанной Пушкиным, Ахматова усматривала искусно скрытые автобиографические черты. Статья же о переводах Мильтона тоже, по мнению Ахматовой, насквозь полемично и автобиографично. На полях пушкинской статьи о Мильтоне Ахматова сделала пометку, оканчивающую со словами «Тема – независимость поэта». О тех же двух статьях подробно смотрите комментарии Казьмина в книге «Сочинение Пушкина», том 9, часть 2, Ленинград, 1929, страницы 710 и 846, примечание автора. Я снова попыталась упросить Анну Андреевну выйти на воздух. Нет. Она снова порылась в той же папке и вытащила еще чьи-то стихи. Протянула мне. «Читайте про себя». Я прочла. Патетично, лживо, слащаво, сусально, казенно. Стихи о ленинградской блокаде. Весь набор пошлостей, наговоренных о блокаде Ленинграда в печати. Этакой бездушный концентрат. «Противно», – сказала я. Анна Андреевна подхватилась неожиданной энергией. «Правда мерзость?» «И ложь. А о блокаде надо писать только правду, одну правду, всю правду, как о лагере». Для меня, представьте себе, обе темы эти родственные – лагерь и блокада. Я блокаде не умиляюсь. Я ее ненавижу, как ненавижу ежовщину, как все, что делал Сталин. Это ведь тоже он, не только Гитлер. Даже гораздо больше он, чем Гитлер. Для спасения людей Царского, Павловска, город надо было отдать. Да-да, не удивляйтесь, отдать. Тогда не умерли бы сотни тысяч. Версаль сохранился. Париж не вымер. И снова он французской, не германской. Привожу отрывки из записок Ольги Михайловны Фрейденберг, 1890-1956-й, двоюродной сестры Пастернака, специалистки по классической филологии. С декабря пошло двойное усиление – морозов и голода. Такой ледяной зимы никогда еще не было. Город не имел топлива, ни дров, ни керосина не выдавали. Электроплитки были запрещены. Нормы все уменьшались. Уже в декабре люди стали пухнуть и отекать от голода. Стал трамвай. Не было топлива, а потому и тоска. Громадные городские и пригородные расстояния люди одолевали ногами. Ходили молча, из района в район, через мосты, по льду рек. Тащили за собой санки. На них балки, бревна, доски, щепки, палки. С 1 января по 20-е ровно ничего не выдавали. Голодные, опухшие, отекшие люди стояли в ожидании привоза по 8-10 часов на жгучем морозе, в платках, шалях, одеялах, поверх ватников и пальто. День за днем, неделю за неделей человеку не давали ничего есть. Государство, взяв на себя питание людей и запретив им торговать, добывать и обменивать, ровно ничего не давало. Начались повальные смерти. Никакая эпидемия, никакие бомбы и снаряды немцев не могли убить столько людей. Люди шли и падали, стояли и валились. Улицы были усеяны трупами. В аптеках, в подворотнях, в подъездах, на порогах лестницы входов лежали трупы. Дворники к утру выметали их, словно мусор. Больницы были забиты тысячными горами умерших, синих, тощих, страшных. А еды все не выдавали и не выдавали. В Ленинграде погибло за зиму, по слухам, три с половиной миллиона человек. Ученых умерло, по словам специалиста, академика Крачковского, больше половины. Нельзя было ни говорить, ни жаловаться, ни взывать. В газетах и радио кричали о бесстрашии и отваге осажденных. О, мы-то города не сдадим. Нет тех условий, которые могли бы требовать капитуляции. Когда-то сдавали крепости, когда истекали запасы продовольствия. Мы знали, что гибель от голода, запертых в ящик пяти миллионов людей, не ослабит героизма наших сытых главарей. Часто приходило в голову, кто безжалостней. Те ли, что заперли живых людей в ящик смерти, или те, кто стреляли и убивали. Никакие муки живых людей, ни убийства, ни голод, ничто никогда не побудило наша власть к сдаче города или к каким-либо переговорам, соглашениям к подаче какой-либо помощи жертвам. Здесь действовал обычный закон истаптывания человека. Он именовался отвагой, доблестью, геройством осажденных, добровольно де отдавших жизнь отчизне. Смотрите в книге Борис Пастернак «Переписка с Ольгой Фрейденберг». Под редакцией с комментариями Эллиота Моссмана. «Нью-Йорк и Лондон» 1981. Смотрите также «Фрейденберг. Осада человека». Публикация Невельскова в сборнике «Минувшее». «Москва. Прогресс. Феникс» 1991. Любовь Васильевна Шапорина, 1877-1967, художница, организовавшая театр марионеток в Петрограде в 1919 году, рассказывает у себя в дневнике 22 сентября 1944. Встретила на улице Анну Андреевну. Напоминаю читателю, что Анна Андреевна вернулась в Ленинград 1 июня 1944 года. Разговорились. Впечатления от города ужасные, чудовищные. Эти дома, эти два миллиона теней, которые над нами витают, теней умерших с голода. Это нельзя было допустить. Надо было эвакуировать всех в августе, в сентябре. Оставить 50 тысяч. На них бы хватило продуктов. Это чудовищная ошибка властей. Все здесь ужасно. Никаких героев здесь нет. И если женщины более стойко вынесли голод, то все дело здесь в жировых прослойках, клетчатке, а не в героизме. Вы думаете, я хотела уезжать? Я не хотела этого. Мне два раза предлагали самолет, и наконец сказали, что за мной приедет летчик. Все здесь ужасно, ужасно. Смотрите Ахматовский сборник. Составители Дидюлин и Суперфин. Париж, институт славяновидения, 1989, стр. 206-207. Примечание автора. Что в блокаде Ленинграда в гибели сотен тысяч людей повинен не только Гитлер, но и Сталин, эта мысль для меня не нова. Но отдать? Отдать Ленинград? Что подумала бы та же Анна Андреевна в Ташкенте, если бы мы тогда услыхали по радио «Наши войска оставили город Ленинград». Не подумала бы, а почувствовала бы и как зарыдала бы. Потом Анна Андреевна рассказала об одной знакомой даме. Она явилась ко мне в 46-м году. Протягивает какие-то две бумажонки. Комендант города посылает вам два билета на завтрашнее утро в гавань. Там будут вешать двоих немцев. И очень настаивала, чтобы я шла. Это уже от себя. Я ей ответила. Не сомневаюсь, что эти несчастные люди совершили ужасные преступления, и кара, которая их посягает, заслужена. Но я-то за какие преступления должна это видеть? По дороге домой я все думала. Неужели следовало, можно было, нужно было отдать Ленинград? Да, сотни тысяч не вымерли бы от голода. Кольцо удава не задавило бы их. Но что сделали бы с населением немцы? Не знаю, как в Париже. А знаем ведь мы, что они вытворяли в наших городах, деревнях, поселках, селах? Сталин же всегда Ленинград ненавидел. Всегда, прямо или исподболь, расправлялся с ним. Он издавна считал его соперником Москвы. Да и две охранки соперничали. Вспомнить хотя бы организованное им убийство Кирова, безвинно расстрелянных и высланных после этого убийства. Вспомнить тот же 37-й, когда тысячи ленинградцев объявлены были террористами. Насчет участия Сталина в блокаде сомнений нет. Но отдать Ленинград Гитлеру не знаю. 21 октября, 63-го. Корнилова нет, уехал. А мне вечером Канни Андреевне. С кем же? Тут милая наша, полюбленная еще с редакционных маршаковских времен Анна Абрамовна. Она обрадовалась, когда я попросил ее проводить меня к Канне Андреевне. Это моя мечта, увидеть ее хоть издали. Но когда я сказала, что надо будет непременно войти вместе со мною в будку и увидеть Анну Андреевну отнюдь не издали, нет, ни за что, ни за что. И тут я вспомнила, какой застенчивой была она всегда с юности, тогда, когда впервые пришла работать в редакцию, и как медленно к нам привыкала. Однако мне удалось ее уговорить, то есть попросту она поняла, что и без нее я пойду все равно, пойду одна, а это из-за толкотни у железнодорожных путей по вечерам опасно. Пошли. На дверях большой белый лист. Анна Абрамовна прочла мне вслух «Я у Гитовичей», карандашом написано, и почерк я взяла в руки и вгляделась «Не Ахматовской». Дача Гитовичей на том же участке, шага в двадцати. Мы поднялись на чужое крыльцо. Я постучала. Вышла женщина, наверное, жена Гитовича, Сильва, а за ней сразу же Анна Андреевна в белой шале. Повелительно. Идемте ко мне. Сильва вела ее под руку. Они первые взошли на крыльцо будки. Сильва вертела ключом в замке. Дверь долго не впускала их. А мы стояли поодаль, ожидая. Анна Абрамовна внезапно бросилась мне на шею и от неожиданности попятила. «Что с вами?» «Я видела ее! Я ее видела! Спасибо вам!» — повторяла она. «Господи, какая она еще молодая!» Дверь, наконец, открылась. Анна Андреевна вошла в дом. Сильва к себе. Я схватила Анну Абрамовну за руку и втащила ее в будку. Анна Андреевна ласково с ней познакомилась и просила нас обеих сесть. Сама села за свой стол. Тут началось мучение. Анна Абрамовна не поднимала глаз. Сидела перед Ахматовой, глядя в пол. Поднимала глаза только тогда, когда Анна Андреевна обращалась не к нам обеим, а непосредственно к ней. Ответы беззвучные, еле роняемые. «Да? Нет?» Я сказала, что сквозь полоткрытую в доме Гитовичей дверь видела Лиджи. «Правда, красавица?» — оживленно спросила Анна Андреевна и прибавила. «У нее восемнадцать медалей, а у меня только три». Собака Гитовичей, Лиджи, получившая восемнадцать медалей, породистой шотландской Колли. Три медали Анны Ахматовой — это за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за оборону Ленинграда и юбилейная медаль в память 250-летия Ленинграда. Примечание автора. Рассмеялись. Стало на минуту проще, но Анна Абрамовна снова потупила очи. Я попросила Анну Андреевну почитать стихи. Пусть новые гости будут вполне счастливы, а я еще раз прослушаю красотку, авось пойму. «Да, как я и ждала, Анна Андреевна снова прочла свой цикл из семи и, вероятно, в назидании мне спросила у своей новой знакомой, все понятно?» «Да», — подняв на секунду глаза, отвечала бедняга. Я решила, что допрошу ее подробнее на обратном пути. Раз она поняла, пусть и мне объяснит. Но я не надеюсь. Она умница, но весь вечер пребывала в столбняке. Анна Андреевна, между тем, рассказала. «Мальчишки дразнятся, говорят, что мадригал неудачный. Ну что ж, мадригалы вовсе не все и не всегда бывали удачны. Правда?» Пятая роза. Прочла. «Да, неудачный. Я сказала, что хоть это и не соответствует моему полу и возрасту, но я в данном случае присоединяюсь к мальчишкам». Дмитрий Васильевич Бобышев родился в 1936 году, один из четырех молодых поэтов, ощущавших себя в конце 50-х – начале 60-х годов четырьмя побратимами, а после смерти Анны Андреевны, хотя к тому времени их группа уже распалась, ахматовскими сиротами. Дмитрий Бобышев принадлежал группе студентов Ленинградского технологического института, возникшей к середине 50-х годов. Поначалу их было трое – Найман, он и Рейн, а позднее к ним присоединился Бродский. Началось объединение с того, что в институтской стенной газете «Культура» Рейн и Найман занимались отделами живописи и кинематографии, а Бобышев – литературы. Газета вызвала неудовольствие начальства, на нее посыпались доносы, Рейн был исключен из института, Бобышев попал в больницу, и все взяты на примету. Смотрите статью Дмитрия Бобышева «Ахматовские сироты» в газете «Русская мысль» от 8 марта 1984 года. Первым осенью 1959 года познакомился с Анной Андреевной Найман, позднее Евгений Рейн и Дмитрий Бобышев. Молодые люди бывали у нее вместе и порзнь, читали ей свои стихи, она признала их поэтами, что придало им непечатавшимся и непризнанным официально мощный заряд уверенности. В Советском Союзе Бобышев почти не печатался, разве что в сам издатском журнале «Синтаксис», в журнале «Юность» 1964 номер 11, в «Альманахе» «День поэзии» Ленинград 1967 и 1968, и в журнале «Аврора» 1970 номер 2. В конце 1979 года в Париже вышла книга Бобышева «Зияние», а сам он эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, где и живет до сих пор. В 1974 году в сборнике памяти А.А. опубликованы траурные октавы Бобышева, посвященные ей. В настоящее время, 1990-е, траурные октавы опубликованы в сборнике А.А. 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 В 1989 году в Нью-Йорке вышла книга Бобышева «Звери святого Антония», а в 1992 году две его книги опубликованы в России «Русские терцины» и другие стихотворения «И полнота всего» примечания автора. Помолчали. Неожиданным и быстрым движением Анна Андреевна достала из стола и протянула мне очень странную тетрадку. Небольшие листки, наспех сшитые нитками. Так я случалась, насколько расшивала себе тетради в военное время, когда тетради не было, а бумага — редкость. На первом листе выведена «сожженная тетрадь». А значит, это не просто ее выдумка — стихи из сожженной тетради. Тетрадь существовала в действительности, существует и теперь, и совсем не сожжена. А может, в свое время сожжена, а теперь возникла снова? Я хотела перелистать несожженную, живую, но Анна Андреевна проворно вынула ее у меня из рук и сунула в ящик. Новая гостья по-прежнему сидела молча, по-прежнему не поднимая глаз. «Знаете, какую я задумала книгу?» — весело заговорила Анна Андреевна. «Книгу по теории сплетни. И о том, как люди разговаривают, не слыша друг друга и себя самих. Вы замечали?» «Это постоянно. И у этого есть свои законы. Приведу пример. Одна дама жалуется другой. Скоро зима, а у меня нет шубы. Другая отвечает. «Я прохожу зиму в Драповом. Правда, мило?» «Отвечая, не слышат себя». А вот вам пример на перенос ударения. Человек рассказывает о последнем открытии в науке. «Иоанн Креститель — историческое лицо. Это доказано. Известно уже, где и когда он жил, ну, чуть ли не до пещеры, в которой жил с полной точностью». Собеседник слушает и отвечает. «Неужели вы верите в чудеса?» «Я сказала, что, по-моему, сплетни нередко создаются так. Всякий человек воспринимает из слов другого не то, что другой говорит, а только то, что он, слушающий, способен понять. Стараясь пересказать вашу мысль третьему лицу, даже стараясь добросовестно, он переводит вашу мысль на свой язык. Ведь не только иностранцы говорят на разных языках, а и люди одной родины, одного языка, но разных поколений, разных социальных слоев, разного личного опыта. И вы в пересказе собеседника собственные свои мысли не узнаете. Другое слово «употребление» делает и вашу мысль другой. Оттенок мысли, интонации. Наизусть же чужую речь редко кто способен запомнить, так что сплетни иногда произрастают невинно. «Да, люди чаще говорят на разных языках, чем это принято думать», согласилась Анна Андреевна. «Вы правы. Пересказ чужих слов — это нечто вроде перевода на иностранный язык. Тщетно пытается переводчик передать оттенки чужой речи. А ведь в них все дело». Интересно сопоставить этот разговор с мнимой биографией, то есть с отрывком из Ахматовской автобиографической прозы. Невнимание людей друг к другу не имеет предела. Страшно выговорить, но люди видят только то, что хотят видеть. И слышат только то, что хотят слышать. Говорят в основном сами с собой. И почти всегда отвечают себе самим, не слушая собеседника. На этом свойстве человеческой природы держится 90% чудовищных слухов, ложных репутаций, свято сбереженных сплетен. Мы до сих пор храним змеиное шипение политики о Пушкине, несогласных со мной я только попрошу вспомнить то, что им приходилось слышать о самих себе. Двухтомник, 1990, том 2, страница 273, примечание автора. «Я недавно перечитывала «Войну и мир». Помните, Долохов, пропуская мимо себя французов, пленных, приговаривает? «Давай». «Давай». «Итальянское» спутано с латынью. «Ошибка в каждой строке. Я готова идти и даже сидеть у него в предбаннике». «Потом, вы знаете, я считаю неприличным делать замечания людям, если они неверно говорят, неприличным и пошлым. Ничего не поправляю, все переношу. Но вот во сколько, вместо в котором часу, или вместо когда?» Тут она задохнулась от гнева и дальше произнесла по складам. «Я вынести не могу». «И мы живем в Кратово, вместо в Кратове тоже не могу». «Я тоже, но в отличие от нее совершаю пошлые поступки. Ору на собеседника». «Или спрашиваю, почему вы говорите «живу в Переделкино», а не «в Переделкине». «С чего бы?» «Ведь русский язык склонен к склонению». «Почему же вы не склоняете названий?» «Или почему бы тогда не говорить «я живу в Москве?»» Анна Андреевна спросила у меня, как поживает Александра Иосифовна. «Я всегда помню, что Александра Иосифовна сшила мешок для вещей. Я шла на свидание к Леве. Я ответила, Шура живет очень одиноко. Кто из ее близких в тюрьме погиб, кто на войне. Тамара Григорьевна умерла. Самуил Яковлевич и я в Москве. Я не рядом с нею, как раньше. К тому же она много болеет, а болеть в пустой квартире без всякого ухода, в одиночестве не только грустно, а и опасно. Одна. «Марусенька Петровы, — говорит мне, — сказала Анна Андреевна, — вы окружены морем любви». И вдруг у нее у Ахматовой на лице промелькнула улыбка, прелестная, лукавая, шаловливая даже. «Вы заметили?» Я ответила вам по схеме, только что мною осужденной. «У меня нет шубы, а я прохожу в Драповом. Александра Иосифовна хворает одна, а я окружена морем любви». Она рассмеялась над собою. Мне стало весело. Даже Анна Абрамовна позволила себе улыбнуться. «А знаете, что со мной случилось недавно?» Проговорила Анна Андреевна навстречу этой улыбке. Весело проговорила, даже шутливо. «Включаю я как-то мимоходом радио. Слышу вдруг свое имя. И мсье Андре Жданов. Это французы передают, что, китайцы передают, что Жданов относительно злодейки Ахматовой был совершенно прав, и напрасно ее стихи переиздаются сейчас ревизионистами в Советском Союзе. Вы только представьте себе, я одна, и против меня 600 миллионов китайцев». Анна Андреевна испуганно поежилась, помолчала и заговорила опять. «Бедные китайцы. Они ведь еще живут до 20-го съезда, до Хрущева. Еще при Сталине, Ежове, Берии. Никакой Солженицын еще не рассказал им во всеуслышание про их лагеря. Наши ужасны, а каковы же китайские. Они ведь всегда идут вслед вслед за нами, только еще чудовищнее». Я постаралась представить себе китайского Ивана Денисовича в китайских лагерях, но не удалось. Ведь в сущности о китайцах я знаю одно – их 600 миллионов. Мало терзает их, а они готовы терзать друг друга и нас. Узнать бы, сколько миллионов человек из этих 600 в тюрьме. 600 миллионов! 600 миллионов! Эти нули воображению ничего не дают. Я попросила Анну Андреевну почитать нам еще. Она прочла Марине Цветаевой и еще раз многозначительно повторила. Мне тут сильно помог Маршак. В чем, где? Он объяснил мне, что у меня плохой конец, и я сделала по-другому, лучшим. Я порадовалась. Я-то хорошо знаю, испытала, видела, как сильно умеет помогать Маршак. Недаром к его суждениям и Твардовской прислушивается. Когда я упомянула имя Твардовского, разговор впал в обычную теперь куда ни приди колею. Кто, когда и в какой мере понимал, что творилось вокруг. На воле и в застенке. Пытки, показания под пытками. Я, как всегда сказала, разные люди понимали в разное время. Если скинуть со счета тех, кому выгодно было не понимать, то надо признаться, что встречались люди, не понимавшие искренне. Не так-то просто обобщить частный случай. Нашего Петра Ивановича взяли зря, до масштабов целой страны. Ибо нелегко происшествие, ощущаемое тобой как бессмыслица, осознать не как случайную чью-то ошибку, а как обдуманное, запланированное, многомиллионное, и при том бессмысленное мероприятие. Для чего государству потребовалось убивать миллионы неповинных Петров Ивановичей? Человеческий разум привык искать цели, а тут цели никакой не представишь. Оттого и людям не давалось понимания. Выслушивая подобные мои рассуждения, Анна Андреевна обычно начинает негодовать весьма могущественно. Так случилось и сегодня. «Ах, они не понимали!» — закричала она. «Ложь! Вздор! Не хотели понимать! Другое дело!» Она-то всегда оставалась мудра и прозорлива. Но ведь мудрость и прозорливость не каждому даны. Да и понимала ли она вовремя коллективизацию? Я с ней в ту пору знакома не была, спрошу как-нибудь. Наступило долгое молчание. Анна Андреевна, видимо, устала. «Мы простились! Тихие фонари на озерной!» Я давно не встречала с Анной Абрамовной, но слышала от общих друзей, что любимый ее брат, арестованный в 37-м, реабилитирован посмертно. Но, думала я, он расстрелян. Жена его была отправлена в лагерь, а это, как я узнала в 40-м, верный признак мужнина расстрела. Я собиралась поговорить о красотке, но пока мы шли по озерной, спросила у Анны Абрамовны, вернулся ли за эти годы кто-нибудь, кто сидел с ее братом в одной камере, и что ей вообще известно о его последних днях. Спросила и раскаялась. Ужасно, ужасно. И зачем рассказали ей? Впрочем, кто имел силы пережить, должен иметь силы помнить. О гибели брата ей сообщили двое вернувшихся. Он был не расстрелян, а запытан. Он умер на шпалерной под пытками. Он отказывался подписать что бы то ни было о себе, о других, а ему вменялось в вину участие в террористическом заговоре и обозвал следователя гестаповцем. В разговорах с товарищами по камере он утверждал упорно, что в стране произошел фашистский переворот, и вот почему арестовывают неповинных, и уж разумеется, в первую очередь коммунистов. Он был коммунист. О, сколько раз слышал я в 37-м эту версию. За нее хватались, цеплялись. Она вносила смысл в бессмыслицу. Его избивали на каждом допросе. Однажды под утро в камеру втащили и бросили на пол какую-то окровавленную рогожу. Вот вам, ваш Освенский. Он был еще жив, шевелил губами. Умер к утру. Что он понимал до тюрьмы? Чему служил, служа партии? Что понял? 22 октября 63-го. Сегодня я провела у Анны Андреевны весь день напролет. Чуть я пришла, Анна Андреевна дала мне чистый лист и велела записывать. Пишите. Прочитала тихим, серьезным, спокойным голосом подробное обстоятельное опровержение статей Маковского и Струве с цитатами, датами, доказательствами, ссылками, разъяснениями. Ну, вот, например, разъяснено, что лунная дева в стихах Гумилева — это она. Потом отложила листки и принялась устно излагать сущность дела. Она уже излагала то же самое Ники, Корнееван, Чукоми. Мне чужого не надо. У Николая Степановича было много дам. И я их всех перечисляю. Но в другой период. А вламываться в мою биографию и искажать ее я не позволю. И его облик изменять тоже. Был такой период творчества и жизни Гумилева, когда все его стихи обо мне. Когда все в его жизни имело истоком меня. Анна Андреевна имеет в виду многие стихотворения Гумилева в трех первых его сборниках. Путь Конквистадоров 1905, Романтические цветы 1908, Жемчуга 1910. Тут она и Дева Луны, например, в стихотворениях Баллада, Ягуар, Свидания, и Царица Беззаконий, и Дева Гор, и Больной Ребенок. Ее образ, как основа стихотворения, проглядывается в стихах «Русалка», «Маскарад», «Отказ» и во многих других, созданных между 1905 и 1910 годами. «Вся его лирика до душевного разрыва, до пятистопных ямбов, вся полна мною», утверждала Ахматова. Смотрите записки, том 2, страница 7, Нева, номер 7, примечание автора. Путешественником он стал, чтобы излечиться от любви ко мне, и Дон Жоаном тоже. Брак наш был концом отношений, а не началом их, и не разгаром. Этого никто не знал. Нас надо было смотреть в 905-909 годах. Тогда Николай Степанович закладывал вещи под большие проценты, чтобы приехать и увидеть мой надменный профиль какие-нибудь 15 минут. Я прекрасно понимаю, что читать собственную биографию или биографию мужа не только в искаженном, а даже хотя бы и в чуть-чуть не точно изложенном виде тяжело. Прикосновение чужой руки к твоей жизни, к твоей памяти больно, а вмешиваются все, кому не лень. Таковы, наверное, раны, неизбежно наносимые славой. Записать я записала. А дальше что? Где это и когда это доступно окажется мне возможность полемизировать с потусторонними Струве и Маковским? Впрочем, Анна Андреевна, конечно, продиктовала свой протест многим, да и сама записала. И в неведомое нам будущее доберутся, быть может, когда-нибудь чьи-нибудь листки. Анна Андреевна протянула мне газетную вырезку в статью Георгия Иванова о бродячей собаке. Дешевка. И кроме того, стихотворные цитаты из Ахматовой, например, перевраны. Это уж последнее дело перевирать стихи. У него и все так, сказала Анна Андреевна. Предполагаю, что Анна Андреевна показала мне Рижскую газету «Сегодня», 1931, номер 289, где помещен отрывок из воспоминаний Георгия Иванова «Бродячая собака». Отрицательный отзыв Анны Андреевны о воспоминаниях Георгия Иванова смотрите также в «Разговорах», странице 71, примечание автора. Заговорили уж не помню почему о школе. Я о дочке моих любимых Пантелеевых, о Машеньке. Хоть она и вежливая, и дисциплинированная, и прилежна, да к тому же от природы одарена явным талантом актрисы, учителя в школе ненавидят ее и очень деятельно отравляют жизнь и ей, и ее родителям. — Чему вы удивляетесь, — сказала Анна Андреевна, — они ведь садисты. Педагогика развивает садизм. Педагоги — деспоты. А от деспотизма до садизма один шаг. Так было всегда. А теперь уж и говорить нечего. А разве то, что изобразила Вигдорова, не один из видов садизма? Анна Андреевна попросила меня рассказать о моей вчерашней спутнице. У нее хорошее лицо. — Но почему люди так меня боятся? Ведь она слово вымолвить боялась. Я в беглых чехтах рассказала об Анне Абрамовне, одинокая мать. Работала у нас в редакции младшим редактором, растила маленькую дочку. Когда в 37-м редакции была разгромлена, Анну Абрамовну уволили. И тут же обрушилась новая беда. Арестовали брата, а потом и невестку. Остались две девочки. Анна Абрамовна взяла их к себе и своим трудом вырастила всех трех — дочку и двух племянниц. Хотя и право на труд вернули ей далеко не сразу. — Желала бы я видеть хоть одного человека, — с тихим бешенством сказала Анна Андреевна, — в семействе которого в 37-м году не оказалось бы врага народа, одного, двоих. — Брат и невестка погибли? — Невестка вернулась, а брат погиб, — ответила я. Конечно, ни слова, ни словечка ей, ее больному сердцу, а кровавой рогожей. Ни слова, хотя эта проклятая рогожа всплыла передо мной и сегодня, чуть только я открыла глаза. Рассказывая про Анну Абрамовну и девочек, я вдруг вспомнила то, о чем не вспоминала столько лет. Один раз мы, Туся, Шура, Зоя и я решили помочь Анне Абрамовне устроить для девочек веселую елку. Пришли с подарками. Одной, помнится Лене, подарили большую нарядную коробку шоколадных конфет. Когда девочка открыла коробку, оттуда к ней на колени выпал красный квиточек. По красному полю, белыми кудрявыми буквами «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». «Если бы Сталин не умер, — сказала Анна Андреевна, — этой девочке, кроме счастливого детства, причиталась бы и счастливая юность. Ее арестовали бы. Дочь расстрелянного должна была бы пополнить собою ряды мстителей. Ее ожидала бы судьба моего лёбушки. А ваша Анна Абрамовна подвижница. Оттого она такая застенчивая. Подвижники всегда застенчивы. Помните у Толстого на Бородинском поле подвиг капитана Тушина? Подвиги разные. Не знаю, которые выше, а застенчивость равная. Анна Абрамовна Освенская родилась в 1908 году. Работала в качестве младшего редактора в Маршаковской редакции, то есть в ленинградском отделении «Дед из Дата». В 1935 году счастливая судьба привела меня в «Дед из Дат», где я проработал до 5 сентября 1937 года, когда мне предложили подать заявление об увольнении. Цитирую письмо от 22 сентября 1989 года. Через два года ее приняли на работу в суд ПромГИС. Старший брат Анны Абрамовны, Михаил Абрамович Освенской, родился в 1898. В 1937 году занимал высокий пост первого секретаря Володарского райкома партии Ленинграда. Арестованный в начале сентября, Освенской, несмотря на избиения и пытки во время допросов, категорически отказался давать какие-либо показания против себя и своих товарищей. Это и определило его судьбу. Примечание автора. После того, как Ханна Вульфовна накормила нас обедом, я предложила Анне Андреевне выйти на воздух. Завтра она уезжает, я толкусь у нее каждый день, и все без толку. Так мы ни разу и не вышли. Нет, не пожелала. Но посидите со мной еще немного. Теперь мы не скоро увидимся, только в Москве. Еще ведь светло, вы уйдете засветло. Вам и без провожатых не страшно будет через рельсы. А я зато расскажу вам про свою последнюю встречу с Блоком. Я была на его последнем вечере в Большом Драматическом, вместе с Лозинскими в каких-то своих лохмотьях. Когда он кончил читать, мы пошли за кулисы. Александр Александрович спросил меня, где же ваша испанская шаль? Это были его последние слова, обращенные ко мне. Эти слова почти с точностью совпадают со строками из будущих воспоминаний об Александре Блоке. Смотрите двухтомник, 1990, том 2, страница 195. Стоя в передней, пока я надевала пальто, она сказала очень добрым голосом. Идя навстречу вашему непониманию, я решила разъяснить красотку с помощью эпиграфа. Найду что-нибудь из Катулла или Горация. Большего я сделать не могу. Стихотворению красотка очень молода, в печати предпослан эпиграф из Горация «О богиня, которая владычествует над счастливым Кипром и Мемфисом». Примечание автора. Я вспомнила, уже миновав станцию, что ведь и я тоже была на том вечере Блока, в Большом Драматическом. Но когда я слушала сегодня ее рассказ, Блок, Лозинский, шаль, мне и в голову не пришло, что это тот самый вечер. Тот самый, где дед читал свое вступительное слово, где я в последний раз слышала, как читает Блок. В Большом Драматическом театре 25 апреля 1921 года. Загадочное понятие «время». Она не раз говорила об этом, и она права. И память. Последний вечер Блока в Петрограде – это из моего, из моего подвала памяти. Странно, что два подвала, столь разные, могут оказаться бок о бок. В 1921 году мне 14 лет, я никто, а она уже давно Ахматова. Он уже давно Бог. Он говорит ей свои последние слова. И я тоже где-то тут неподалеку, одновременно. Сейчас у нас 63-й. Я не я, она не она, его нет. Как это понять? Наше существование. То же время, те же факты. А память разная. Путаюсь. 23 ноября, 63-го, Москва. Анна Андреевна начала мне звонить домой и на дачу с первого дня моего возвращения. Приходите скорее. Но я не могла сразу. Она сердилась. Сегодня я, наконец, выбралась. Теперь живет она далеко, на набережной Шевченко, у Западовых, то есть у Галины Христофоровны. Галина Христофоровна, о ней смотрите записки, том 2, за сценой. В ту пору жена Александра Васильевича Западова, родился в 1907-м, историк и литературы. Специальностью Александра Васильевича была русская поэзия и журналистика XVIII века. Он автор книг и очерков о Кантемире, Ломоносове, Хераскове, Державине, Новикове, Крылове. С 1959 года профессор МГУ. Кроме занятий историко-литературных, Западов занимался также вопросами редакторского мастерства. Примечание автора. Длинная комната. Никакая. С первого же слова я поняла, почему Анна Андреевна так упорно добивалась свидания. У нее ко мне дело. С него и начала. Мне уже давно предлагает советский писатель, ленинградское отделение, выпустить мой однотомник. Сурков предлагал. Я все отказывалась. Хотела одни только новые стихи, седьмую книгу. Теперь согласилась. Пусть однотомник. Дело только за вами. За мной? Да. Составлять будете вы. Я? Ох, как это сейчас мне не ко времени, главное не по глазам, но по душе. Большая честь. Да и радость. Ведь составлять-то будем вместе. Случалось мне участвовать в подготовке других ее сборников, но все-таки составляла их не я, а тут я. Она и я. Поблагодарив, я выдвинула одно условие, чтобы с издательством, с редакторами мне ведаться не пришлось. Я с ними не умею. В борьбе с редакторами сколько я собственных своих работ загубила? Вполне легальных. О Софье не говорю. Составить составлю. А уж в редакцию оборонять, уступать, торговаться, пусть ходит кто-нибудь поумнее. От меня один только вред. Анна Андреевна кивнула. — Узнаю непреклонного автора лаборатории, — сказала она. Ну и ладно. Сговорились. Потом Анна Андреевна достала откуда-то с подоконника толстый том, протянула его мне. Воздушные пути. Номер три. О, какая радость! Какая милая книга! Какой формат, какой шрифт, какая бумага! Держать в руках и то приятно. И открывается именем Анны Ахматовой. На первом месте стихотворение «Нас четверо». У нас оно, помнится, печаталось в литературке без одной строфы и всего с одним эпиграфом вместо трех, а вот в воздушных путях целиком. Другое Ахматовское стихотворение у нас не печаталось вовсе, обращенное к Цветаевой «Невидимка, двойник, пересмешник». Нас четверо, смотрите записки, том второй, страница двадцать восьмая, Нева, номер девять. «Невидимка, двойник, пересмешник», то есть поздний ответ. Смотрите там же, за сценой, номер шестьдесят. «Кто-то из моих ближайших друзей, безусловно, состоит у них на жаловании», — сказала Анна Андреевна. «Нет, нет, не из ближайших, вы, например, вне подозрений, но кто-то из очень осведомленных. Подумайте, и ненапечатанные-то стихи они знают, и про домик на Васильевском им известно, что я как раз над ним сейчас работаю. И в поэме про мое письмо к вам...» Она не дала мне толком прочесть стихи, взяла у меня из рук книгу и открыла чью-то статью о поэме «Без героя». Там отрывки из письма КНН. Снова это письмо именуется почему-то «письмом КНН» и преподносится в качестве письма введения, хотя в то недолгое время, когда оно в поэме существовало, оно было всего лишь примечанием в конце. Плохо исполняет свои обязанности товарищ на жаловании. Прочесть статью Анна Андреевна мне не дала, книгу захлопнула и опять открыла, и опять протянула мне. Прочтите-ка стихи, про себя, пожалуйста. Ну да, сначала ведь я прочла только так, поглядела, обрадовалась, а теперь прочла толком. И радость померкла. Духом, хранителем, место сего превратилось в бессмысленное место всего. Это в первом стихотворении. А во втором — Маринкина башня в Мариинскую. Боже мой, как же работают издатели-составители. Бумага у них есть, шрифт образцовый, цензуры нет. Из-за цензуры здесь были удалены три эпиграфа и целая строфа. Чего же им не хватает? Если нету там русских наборщиков и корректоров, смотрели бы в оба сами. Нельзя же делать такие жирные ошибки на самом видном месте в начале тома. Ведь все они, небось, профессорского звания и не знают места сего. Ну, а если заметили слишком поздно, обязаны были вклеить в тираж листок с опечатками. Нам здесь спасения от цензуры не хватает, и бумаги вечно не хватает, а им там чего? Анна Андреевна, повернувшись с полуоборота. «Любви», — сухо сказала она. «Любви? Но тогда можно было бы и совсем эти стихи не печатать. Начальства над ними нет. Никто их под руку не толкает. Запретить или, напротив, печатать Ахматову. Трудятся они по собственному почину, вольному воле». «Не огорчайтесь», — сказала Анна Андреевна, — «снова вынимаю книгу у меня из рук и решительно отправляю ее на подоконник. У нас с вами таких чудовищностей не будет. Давайте я вам лучше смешное расскажу». Рассказала, что ее навестили один заезжий француз и дама. Дама сидела в столовой вместе с хозяевами, а француз с нею у нее. Когда гости ушли, выяснилось, что у них в этот вечер были билеты в Большой, на Лебединое озеро. «Какое там? Он сидел у меня шесть часов. Да-да, ровно шесть. Я сосчитала. Я своими глазами видела, как у него за это время выросла борода. Еле-еле его от меня домкратом вытащили». Я подумала, а ведь в самом деле видеть Ахматову интереснее, быть может, чем Лебединое озеро. Я вижу ее часто, привыкла, но понимаю француза, хотя мне и не дано понимать, что именно в ней интересно людям чужого языка, чужой судьбы. Что интересно и дорого нашей Анне Абрамне, понимаю, что французу нет. Анну Андреевну позвали к телефону. Чуть только она вышла из комнаты, я схватила с подоконника книгу. Открыла оглавление. Ох, сколько тут интересного! Вот бы мне почитать. Письма Бабеля. Воспоминания Михаила Чехова. Артур Лурье. Да и статья о поэме. Однако, воротившись, Анна Андреевна сразу лишила меня этой надежды. Она дала мне понять, что книга эта в течение ближайшего времени должна вернуться к владельцу. Досадно. Я поднялась. Ну, посидите со мной еще пять минут. Я так рада, что вы согласились составлять мою книгу. Знаете, что сказал о моем последнем цикле Зинкевич? Зинкевич, влюбленность изображена тут в виде некой третьей силы, вне людей существующей. Что ж, это верно. То есть и то, что влюбленность в виде посторонней силы изображена в красотке, да и в жизни оно так и есть, приходит некая третья сила и начинает распоряжаться двумя неповинными людьми. Они в сущности ни при чем. Второе декабря, шестьдесят третьего. Я торопилась в поликлинику, но Анна Андреевна позвонила с утра и попросила непременно приехать. Хочет посоветоваться о цикле стихов для нового мира. После поликлиники мне в библиотеку, но я вырвала час и поехала к ней. Новый мир новым миром, а звонок ее был вызван серьезной бедой. 29 ноября в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья о Бродском. Статья страшная. Называют его окололитературным трутним, тунеядцем. А у нас тунеядство – обвинение нешуточное. Могут и выслать, и посадить. 4 мая 1961 года президиумом Верховного Совета РСФСР принят был указ о борьбе с тунеядством. 8 мая дружинники Дзержинского района Ленинграда в газете «Известия» заявили об этом новом указе. «Мы полностью поддерживаем и одобряем его. Надо беспощадно травить паразитов и не давать им пощады». 10 мая в той же газете под рубрикой «Интервью по просьбе читателей» председатель Верховного Суда РСФСР Рубичев дал указу такое разъяснение. Лица, которые по возрасту и состоянию здоровья могут трудиться, но не желают выполнять эту важнейшую конституционную обязанность, а живут на нетрудовые доходы, могут быть выселены в специально отведенные местности, а их имущество, нажитое нетрудовым путем, конфисковано. В качестве наказания предусмотрено от двух до пяти лет принудительного труда. Далее. Выявление лиц, которые ведут паразитический образ жизни, должно производиться органами милиции и прокуратуры, как по имеющимся у них материалам, так и по инициативе государственных и общественных организаций и заявлениям граждан. И, наконец, постановления районного, городского, народного суда, так же, как и общественный приговор коллектива, являются окончательными и обжалованию не подлежат. Привычание автора. То, что Иосиф поэт, ему не защита. Поэтами и вообще литераторами признаются только члены Союза или хоть какого-нибудь группкома. Бродской же не член ничего, а просто поэт. Да еще не печатающийся. Правда, Бродской переводят с польского, а труд переводчика у нас трудом признается, но только при наличии договора с издательством. По слухам же, объяснила мне Анна Андреевна, Косолапов, директор Гослита, собирается договоры с Бродским спешно расторгнуть. Анна Андреевна встревожена и от тревоги больна. Неужели вот так до последнего дня своего осуждена она терзаться судьбами друзей? Терзается. Она, полагая, что в глазах начальства, Бродскому повредила его дружба с нею. Будут говорить, он антисоветчик, потому что его воспитала Ахматова. Ахматовская выкормыш. Сказать, разумеется, все можно, но из чего же следует, что Бродский антисоветчик? На самом деле, в стихах Бродского, в тех, какие известно мне, нету ничего а. антисоветского, б. Ахматовского. Никакой связи с поэзией Анны Ахматовой и вообще с чьей бы то ни было, я в стихотворениях Бродского не улавливаю. Я не в состоянии понять, откуда они растут. Советской властью он, по-видимому, не интересуется вовсе. И трудно сообразить, почему она интересуется им. Я прочла валяющуюся на столе статью и уверила Анну Андреевну, что упрек в Ахматовщине там начисто отсутствует, хотя и мерится какая-то привычная галиматья насчет модернизма, пессимизма и декаденщины. Цитаты же из стихотворений вырваны так, что вообще ни о чем не свидетельствуют. «Еще бы», — сказала Анна Андреевна измученным голосом. «Там нет ни одной строки из стихотворений Бродского. Все чужие». Легла на такту, на спину, руки вдоль тела. Я спросила, припасен ли поблизости нитроглицерин. Она молча кивнула. Потом помотала головой по подушке. «Не надо, пройдет и так». Статья скрыта и притом явно антисемитская. А что касается антисемитизма, я считаю его тоже надругательством, не столько над лицами еврейского происхождения, сколько над русской культурой, над Россией, в такой же мере поклепом на нее, в какой нынешний газетный язык карикатура на русской. Изобилие соответствующих фамилий в поименном перечне поклонников Бродского. Подписи под погромной статьей стоят три. Из трех фамилий две еврейские. Вот и концы в воду. Никак нельзя упрекнуть разоблачителей в антисемитизме. Подписи под статьей в вечернем Ленинграде, окололитературный Трутень, Ионин, Лернер, Медведев. Примечание автора. Прием проверенный и давно известный. Грубка, опять грубка, снова грубка, сколько раз еще мы будем это читать? И если грубка, то где же неразлучная с нею школка? Если бы после двадцатого и двадцать второго съездов действительно наступило новое время, то откуда бы взяться старым приемом и словесным клише? Воспитательная работа, вечная, нескончаемая воспитательная работа, столь схожая с работой Лубянки, что не заметишь, где кончается одна и начинается другая. Наша Родина с большой буквы и непременная тяга ныне разоблачаемого злодея в какой-то чужой, не нашей Родине, той, которая с маленькой. Не выбраться читателю из этой лжи. Читатель муха, всеми лапками увязающая в липкой бумаге. Подлинные факты читателю неизвестны. Ему не на что опереться, чтобы спастись, не увязнуть. Вот ведь и я не знала, что цитаты выдернуты из стихов Иосифу непринадлежащих. Но меня спасает стилистическое обоняние. Чтобы почуять ложь, мне не требуется осведомленность в фактах. У лжи есть запах. Не устаю удивляться, как его не чуют другие. Тошнит, как от рыбы гнилой. Строка из стихотворения Пастернака «Кругом семенящиеся ваты». Пятитомник, том 1, страница 403, примечание редакции, 1996. Газетину эту выбросить на помойку, к сожалению, нельзя. Придется ведь что-нибудь предпринимать. Интересно, что? Ответа в печати не допустят. Вряд ли решился бы выступить с этой мерзостью вечерний Ленинград, если бы мерзость не была согласована и увязана с вышестоящими инстанциями. Кончается статья, угрожающая, такому, как Бродской, не место в Ленинграде. Знаем мы это, не место. Десятилетиями оно означало одно место, лагерь. Анна Андреевна очень решительно села, опустила ноги на пол, прислушалась к сердцу, встала на ноги, опять прислушалась и села за стол. Мы начали было отбирать стихи для нового мира, перебрасываясь начальными строчками. Однако не судьба была нам сегодня работать. Раздался вежливый стук в дверь. Пришел Лев Адольфович Озеров. Не помню уж по какому поводу, он начал подробнейше описывать зал, где в Стокгольме происходит торжество по случаю вручения Нобелевских премий. По-видимому, где-то в мире действительно существует Стокгольм. Мое время истекало, пора идти. Поговорили о существующем мире еще, про убийство Кеннеди, и о Кеннеди, и о его жене, и о том, что у нас в стране и интеллигенция, и народ его любили. Я ушла. Восьмое декабря, шестьдесят третьего. Она звонила один раз в промежутке, но я не могла прийти. Библиотека, поликлиника, переделкина. Сегодня вырвалась, наконец, к десяти часам вечера. Анна Андреевна в своем нарядном сером платье, оживленная и красивая. Она только что из гостей от Озерова, где, по ее словам, шампиньоны, инженеры, икра, физики, любящие стихи. Знаете, как это сейчас принято всюду? Я ей рассказала о нашем с Фридой замысле. Напишем о Бродском подробное письмо Игорю Сергеевичу Черноуцану, одному из деятелей аппарата ЦК. По поручению Карни Ивановича мне уже приходилось встречаться с ним. Человек интеллигентный, доброжелательный и склонен опекать литераторов. Напишем ему завтра же, не откладывая, и вместе со своим письмом передадим и письмо Иосифа. Он опровергает пакостную статью факт за фактом, пункт за пунктом. 9 декабря 1963 года Вигдорова вместе со мной написала письмо заведующему сектором литературы в аппарате ЦК Игорю Сергеевичу Черноуцану, 1918-1990. К нашему письму мы приложили письмо Бродского, неопровержимо опровергающее обвинение, вытянутое против него, пункт за пунктом, каждый раз со ссылкой либо на соответствующий документ, либо на достоверные показания свидетелей. И родился он не тогда, когда указано в статье, и учился не там, и работал с 15 лет, и никогда не принадлежал к тому литературному объединению, которое якобы дерзко покинул, и стихи, цитирмые в статье, принадлежат не ему. Факты изложены Бродским в спокойной манере объективного протокола. В конце же письма он дает волю гневу и заявляет, что за клевету подаст на газету в суд. Как назвать то, что появилось на страницах вашей газеты? Критической статьей это назвать нельзя, в силу безудержной разнузданности и полного невежества авторов. Фельетоном это назвать также нельзя, в силу сквозящего из всех пор доносительского тона, но и доносом это также нельзя назвать, потому что все здесь построено на заведомой лжи. Подобные окололитературные произведения имеют только одно наименование – пасквиль. Встает вопрос, кому нужно было написать и опубликовать это произведение, компрометирующее одновременно и газету, в которой оно помещено, и источники, из которых черпалась информация. Я совершенно не понимаю, как на страницах вечернего Ленинграда могла появиться эта забубенная ложь, эта хулиганская ругань, эта невежественная галиматья, это здание из лжи, скрепленное грязью. Полбеды что написано, так как эта ложь – это легко разрушить. Но чем выскрести эти чудовищные помои, эти совершенно идиотские, бездоказательные обвинения и антисоветскости в порнографии, в тарабарщине? Да заодно это следует просто привлечь к суду всех троих молодчиков. Письмо, написанное Вигдоровой, и мною привожу целиком. Многоуважаемый Игорь Сергеевич, талантливый молодой поэт, переводчик с польского Иосифа Бродской, был ошельмован 29 ноября 1963 года на страницах газеты «Вечерний Ленинград». Из письма самого Бродского, которые мы прилагаем, вы убедитесь скаковаться на фактам, приводимым в статье. Возраст его указан неверно, образование неверно, трудовой стаж неверно, большинство стихов, приписываемых авторами статьи Бродскому, в действительности принадлежат не ему. Но мы хотим говорить о другом. Нас возмущает, кроме искажения фактов, самый тон статьи, уместный, быть может, в фильетоне о мелких жуликах из торговой сети, но недопустимый в статье о поэзии. Все неубедительно в этой статье. После каждого абзаца, сопровождаемого издевательскими подмигиваниями, хочется спросить, ну и что же? Что, собственно, вызывает ваше негодование? Друзья запросто называют поэта Осией. А подписывается он полным именем Иосиф Бродской. Ну и что из этого? Вечерами он сидит в кафе за стаканом коктейля в обществе приятеля и молодой девушке в очках. Ну и что же? Кафе для того и открыты, чтобы люди в них встречались с друзьями. И что за преступление очки? Бродской любит гулять по Невскому и заходить в редакции. Что же из этого? Авторы статьи пытаются доказать, будто Бродской не поэт, а всего лишь окололитературный трутень, и в доказательство ссылаются на его вельветовые штаны. Но для того, чтобы отличить литературу от нелитературы, надо уметь разбираться не в брюках, а в стихах. Суждение о поэзии вообще дело тонкое. О стихах молодых, еще не сложившихся поэтов в особенности, тут одного улюлюканья по поводу причесок и очков недостаточно. Мы знаем стихи Иосифа Бродского. На наш взгляд, они иногда излишне литературны, но говорят о несомненном и большом даровании и о растущем от вещи к вещи мастерстве. Поливать публично Бродского грязью, цитируя ему об обвинении чужие стихи, перевирая и притягивая за волосы факты, дело общественно вредное, потрафляющее вкусом мещанской малокультурной среды. Статьи, подобные той, что опубликован вечерним Ленинградом, ставят людей в незащищенное и безвыходное положение. Возвести обвинение легко, доказать его несостоятельность гораздо труднее. Пока Бродский будет ходить по инстанциям и доказывать то, что он не вынашивал замыслов предательства, что он не пишет порнографических стихов, что он не тунеядец и бездельник, его как тунеядца и бездельника вышлют из Ленинграда. В каждой строке статьи чувствуется злоба против литературной молодежи и нескрываемое презрение к литературному труду, к тоненьким школьным тетрадкам, в которых записаны стихи. На его счету, презрительно сообщают авторы статьи, был десяток другой стихотворений. Десяток другой. Это ведь не яйца, а стихи. Они не числом измеряются. Да и если говорить о числе, десять-двадцать стихотворений — это вовсе немало. Это целый сборник, целая книжка стихов молодого поэта. Это труд, вдохновенный и тяжелый. Что же тут смешного, достойного оплевания? Статья «Злостно искажающие факты», неквалифицированная, потрафляющая вкусу мещан, которые привыкли судить о поэтах на основании покроя их брюк, привела уже к очень дурным результатам. Гослитесдат, расторг сброским договор на переводы с польского, над которыми он успешно и усердно трудился в последние месяцы, скомпрометировав поэта перед читателем, статья лишила его любимого труда и заработка. Мы очень просим вас, Игорь Сергеевич, срочно вмешаться и исправить причиненное зло. Расправа с поэтом — неискупаемый грех. Вигдорова, Чуковская. 9 декабря 63-го. Москва. Примечание автора. Бродской был все время в Москве, но теперь уехал обратно в Ленинград по звонку отца. Анна Андреевна обрадовалась нашей затеей. «А вы знаете, Толю Наймана уже тоже втянула в дело Иосифа теплым воздухом», — сказала она печально. «Они ведь близкие друзья? Косолапов теперь и с ним не желает подписать договор. Его может постичь точно такая же судьба, какую они готовят Иосифу». Анна Андреевна спросила, читала ли я стихи Бродского и что о них думаю. «Пока я жила в Комарове, уже после ее отъезда, ко мне частенько приезжали мои молодые ленинградские друзья, и каждый раз с целыми охапками стихов. Стихи Мочалова, Сосноры, Плесецкого, Горбовского, Гордина, Кушнера, еще чьи-то. Кушнер — да, Соснора — нет. Я не знаю, за что его поносит начальство, но мне кажется, тут никакой лирической волны. Ценители говорят, стихи интересные, а я этого термина не понимаю. Впрочем, любовь сегодняшней ленинградской молодежи Бродской, имя его и его строки не сходят у них с языка. И мне его стихи полюбились, хотя и не все. Новая гармония слышна безусловно. А все-таки воспринимаю я поэзию Бродского какими-то странными клочками, ломтями, кусками. Одни стихотворения сразу запоминаю наизусть, переписываю для москвичей, показываю, вернувшись Корнея Ивановичу и Самуилу Яковлевичу. Иногда чуть не плачу от них, а другие не воспринимаю совсем, хоть и бей, ни звука. Для меня существует не один поэт Бродской, а двое их. Причем номер два не то чтобы слабее первого, а просто не проникает в мое сознание. И потом спросил я у Анны Андреевны, почему даже самые горячие поклонники поэзии Бродского с каким-то странным сомнением говорят о нем самом, о человеке Иосифе Бродском. В чем тут дело? — Бродского любят очень, — ответила Анна Андреевна, — и поэта, и человека. Аудитории гремят, друзей множество. Однако в Ленинграде возникли среди молодежи разные течения, например, Горбовской. У него много приверженцев. И вы его читали? Что думаете? Я читала, и мне он не кажется значительным поэтом. Мне тоже. Но у него свои поклонники. Они не любят Иосифа. К Бродскому зависть. Ведь он чудо. Это не ответ на мой вопрос. С недоумением, а иногда и порицанием относятся к Бродскому отнюдь независтники. Однако, быть может, в слове «чудо» ответ все же содержится. Слово «чудо» включает в себя «непонятность». Такую же, как и слово «поэт». Ну вот, например, никому не удалось до сих пор объединить представление о поэзии Фетта с человеческим обликом Афанасия Афанасьевича. Впрочем, Бродский человек для меня прежде всего незнакомец. А не Андреевне видней. Вот полюбуйтесь. Отношение к поэту, сказала она. Не к Бродскому. Она порылась в сумочке и протянула мне письмо. Не помню, из какого города. От одной матери. Речь идет о ее сыне, поэте. Может быть, он и не поэт, но любит поэзию и сам пишет стихи. Письмо страшное. Грамотой мамаша не владеет. Пессимизм. И Евангелие. Жалуется, что сын ее слишком любит книги. Купил себе девяностотомного толстого. Заучивает наизусть стихи. Делает выписки из четырех И Евангелий. И уверяет, будто бы в России всегда убивали поэтов. Убили Гумилева. Преследует Ахматову. Не хочет читать ничего современного. Ни газет, ни журналов. Маменька по этому поводу обратилась к врачам. Но они сочли молодого человека здоровым. Теперь она умоляет Анну Андреевну повлиять на сына. «Да ведь она просто темная дура», сказала я. «Ошибаетесь. Она современная салтычиха. Не успокоится, пока не запрет сына в сумасшедший дом». Показала мне список своих стихотворений, отобранных ею для нового мира. Я предложила исключить пятую розу и включить, если б все, кто помощи душевной. Со вторым моим предложением Анна Андреевна согласилась, с первым нет. «Мне хотелось», сказала она в защиту пятой розы, «напомни, что существует такая стихотворная форма — мадригал. Вы не беспокойтесь. Я поработала, и сейчас мой мадригал лучше, чем был в Комарове». Оба стихотворения появились в печати только после смерти Ахматовой. Смотрите Большую библиотеку поэта, страницы 260 и 309. О каких стихах для Нового мира разговаривали мы в декабре 63-го года, не помню. В июне 64-го в Новом мире появились пролог или сон во сне и при непосылке поэмы. Седьмая книга. Номер 101. Примечание автора. 14 ноября 63-го. Полночь. Я только что от нее, от западовых. Мой доклад о деле Бродского. Не весело. Товарищ Черноуцан на наше с Фридочкой письмо пока не ответил ни письмом, ни звонком. Гранин уклоняется. Впоследствии Гранин переменил свое отношение к делу Бродского и от уклончивости перешел к активной защите. Об этом смотрите подробнее в отделе за сценой. А также запись 11 мая 64-го. Примечание автора. Дар сообщает, что одна только секция переводчиков, по-настоящему Эдкинда, вступила за Иосифа, послала в Гослид протест против внезапного и необоснованного расторжения всех договоров. Привожу отрывок из обращения секции переводчиков к директору Гослид издата, принятому на заседание Бюро 11 декабря 1963 года. Бюро считает, что Бродский, поэт-переводчик, работающий на высоком профессиональном уровне, переведенные им стихи Галчинского являются несомненным достижением нашей переводческой культуры. Опубликованные в книге «Заря над Кубой» стихи Пабло Армандо Фернандеса выделяются даже в этой очень хорошей по своему поэтическому качеству книжке. Бюро крайне удивлено неожиданным и одновременным расторжением всех заключенных с ним ранее договоров, тем более необъяснимым, что профессиональные качества своей работы Бродский ничем и никогда не скомпрометировал. Бродский, как переводчик стихов, человек талантливый и умелый, и нам представляется, если издательство может заинтересовать наше мнение, что не следует закрывать перед ним дорогу к серьезному литературному труду. Письмо подписано председателем бюро, двумя его заместителями и, кроме того, членами, среди подписавших Эткинд, Адмони, Длинецкая, Карп и другие. Примечание автора. В смене лежит будто бы еще одна гнусная статья. Слухи мрачнейшие. Союз писателей в Ленинграде затевает суд. В гостях у Анны Андреевны милый Толе Найман. Не пойму, с какой минуты стала я в уме называть его милой Толе, но это случилось. Мил мне этот человек своим умением молчать или даже исчезать, если участие его в разговоре не обязательно. Собеседник же он живой и тонкой. Опечалила я Толю и Анну Андреевну своими вестями. Оброском Анна Андреевна очень высоко. Это, как две капли воды, похожи на высылку Пушкина в двадцатом году. Точь в точь. Или не смыть им будет со своих рук его крови, они будут запятнаны, ведь Бродская чудо, дивный поэт. Давид Яковлевич Дар советует написать письмо в известие. Пусть Ахматова обратится туда с письмом в защиту Бродского. План этот возникал уже не однажды, но всякий раз Анна Андреевна отвергала его. Она полагает, что ее прямое вмешательство в дело Бродского принесет не пользу, а вред. На этот раз внезапно согласилась. Готова писать кому угодно и что угодно. Однако отложила окончательное решение до понедельника. Хочет посоветоваться с Сурковым. Дело против Иосифа благословил союз писателей. Может быть, через Суркова путь к обороне самый верный? Может быть. Анна Андреевна попросила меня для разговора с Сурковым составить ей шпаргалку, дату, содержание статьи и прочее. Я же попрошу мне помочь Фриду. Толя дал мне справку о Лернере. Это главный зачинщик, человек из КГБ. Сейчас работает где-то на какой-то хозяйственной должности, но главная его должность руководить дружинниками. Они со страстью преследуют форцовщиков, настоящих и мнимых, пишут доносы на идеологически невыдержанных молодых людей, подглядывают, подслушивают, шантажируют. Лернер такой же фанатик сыска, как бродский фанатик поэзии. Делает успешную карьеру. Сейчас вот выступил уже в вечернем Ленинграде. Это уже шаг вперед. А раньше выступал всего лишь в многотиражке, в газете того института, технологического, где учился Толе. Там Лернер заведовал клубом и блистал разоблачительной деятельностью. Там он выявил антипробительственную группу в составе Наймана, Бобышева и кого-то еще. «Что можно сказать о комсомольце Наймане?» процитировал Толя. «Найман во всеуслышание заявляет, что у него нет никакой идеологии». Толя рассмеялся. «Мы нет». И декабрьским террором пахнуло на людей, переживших террор. «Помню я Петрашевского дела. Нас оно поразило как гром. Даже старцы ходили несмело, говорили негромко о нем. Молодежь оно сильно пугнуло, посидели иные с тех пор, и декабрьским террором пахнуло на людей, переживших террор. Некрасов недавнее время». Примечание автора. «Я подумала о Мешкевиче. Лернер вылитый Мешкевич. Обоих на одной фабрике делали. И сколько их таких к услугам власти? Несчесть? Толя еще сказал, что для компрометации Бродского пущена в ход интересная фотография. Сидят голые бабы, а среди них одетый, застегнутый на все пуговицы молодой человек. Это будто бы Иосиф, но не малейшего сходства. Узнаю Мешкевича. В 37-м он подделывал поправки в издательских корректурах, чтобы доказать наше вредительство. Впрочем, в 37-м не очень-то требовались фальшивки. Можно было схватить любого прохожего и выбить из него любое признание. А сейчас все-таки требуются какие-то доказательства, документы, хотя бы и фальшивки. Толя ушел, а мы молчали, молчали. Я надеялась, молчание кончится стихами. Так и случилось. Анна Андреевна сказала, вот что написано мною третьего дня. Прочла стихи о морозе и расставании. Вздор не о морозе и не о расставании, а смерти, о своей смерти. Расставание с кем-то и с жизнью, и при этом не горестное, а торжественное, праздничное, даже, я сказала бы, радостное, среди морозной праздничной Москвы, где протекает наше расставание, Новый год, Рождество, и где, наверное, прочтете вы прощальных песен первое издание, потом как-то так и святочного неба берюза, и все кругом блаженно и безгрешно. Я не запомнила всего целиком, но две строки больно полоснули меня по сердцу, ведь прощальных песен первое издание это не что иное, как тот сборник, который мне предстоит составлять, а она чувствует себя на пороге смерть. Что, что, уже? Спрашивает тот, к кому обращено стихотворение. Большая библиотека поэта, страница 246, не ссылаюсь, как обычно, на бег времени, потому что там, на странице четырехсотой, опечатка, пропущена строка, вторая снизу, немного удивленные глаза. Но как празднично говорит она о своей кончине, мороз и праздник, блаженно и безгрешно. Так и видишь зажженные елочные свечи, снег, сверкающий лед, огни, купающиеся в сугробах. Так и слышишь мороз и солнце, день чудесный. В морозе и правда живет нечто праздничное, и святочного неба бирюза, и все кругом блаженно и безгрешно. Это уже не только безгрешно, а и без нее это она уже переступила смерть и по ту сторону празднует Рождество. Анна Андреевна беспокоится о поэме. Вот-вот должна выйти первая часть почти целиком в московском дне поэзии. А я не беспокоюсь, мне все равно. Не вырежут ли внезапно накануне выхода тревожится она? А я из-под тишка думаю, стыдно признаться, хоть бы и вырезали, мне не жалко. Потому что величие поэмы, тайна поэмы, открывается только в соотношении трех частей триптиха. Поэма построена так, что каждая из последующих ее частей переосмысляет предыдущую. Еще тревожится Анна Андреевна о другой поэме. «Путем всея земли». Позвонила из Ленинграда Ирина Пунина и сказала, что там вышел Ленинградский день поэзии с этой вещью. Ира говорит, пояснила Анна Андреевна, что не хватает пяти последних строк, но вам-то я их впишу. Благодарю вас. У друзей появится еще один автограф Анны Ахматовой, а читатель снова окажется обокраденным. Хуже введенным в заблуждение. В ленинградском дне поэзии поэма Ахматовой «Путем всея земли» была напечатана в совершенно изувеченном виде, не за исключением последних пяти строк, а за исключением конца и двух глав посредине, примечание автора. Поэма «Путем всея земли» написана в сороковом году, напомнила Анна Андреевна. Время итогов. Заговорили о ее однотомнике, нашем. Надо мне за него браться. Но если возьму сейчас, загублю. Не кончу книгу о былом и думах. У меня ведь договор, срок, но прощальных песен первое издание. Я предложила построить однотомник по образцу сборника из шести книг, то есть начиная с последних стихов. Начать с последней книги с бега времени зарезанного Кнепович, а потом идти по книгам назад в обратном порядке вплоть до сборника вечер. Первые да будут последними. Нет, сказала Анна Андреевна, читатели почему-то терпеть не могут такого порядка. Галина Христофорна пригласила нас чай пить. Уютная кухня, хозяева и неизвестный мне гость, фамилию здоровая, если не расслышала, вкусный крепкий чай, все любезны, приветливы, но говорить как-то явно не о чем, и Анна Андреевна быстро увела меня обратно к себе. Монологов и диалогов последовало в этот вечер немало, но сейчас, когда пишу, в голове сумбур. Глаза не видят, перо не пишут. Два часа ночи. Анна Андреевна накинула на плечи черную шаль, тонкую, прелестную, подарок от виноградовых. Вот это в самом деле моя вещь, сказала она. Можно накинуть на любое рубище, и все будет хорошо. Да, шали идут ей любые. Каждая у нее на плечах пала как мантия, по слову Цветаевой. Строка из стихотворения Марина Цветаевой Анни Ахматовой «Узкий, нерусский стан» 1915-й. Смотрите Марина Цветаева, сочинение в двух томах, том первый, Москва, художественная литература, 1988-й, страница 53, примечание автора. Дальше не помню уж как и почему затеялся разговор о Тагер, о двух Тагер, Елене Михайловне и Елене Ефимовне. Одна ленинградская, ее я знаю с давних пор, другая московская, ее не знаю совсем. Вряд ли и они знакомы друг с другом, эти тезки и однофамилицы. Я спросила о Елене Михайловне. В Ленинграде она живет в одном доме с Ахматовой и они видятся. Елена Михайловна уже несколько лет работает над повестью о Светлане Жуковского, там Александра Андреевна Протасова, Воейков, Машенька Мойер и где-то поблизости Брежит Пушкин. Светлана не перевод, а свободная переделка на русский лад баллады Бюргера Ленора. Работая над Светланой, Жуковский стремился создать произведение в русском народном духе. Посвятил он балладу своей племяннице Александре Андреевне Протасовой и подарил ей к свадьбе. Александра Андреевна вышла замуж за Александра Федоровича Воейкова 1778-1839, литератора, критика, полемиста, переводчика, редактора, издателя, автора знаменитой в ту пору стихотворной сатиры «Дом сумасшедших». Напечатана сатира по цензурным соображениям тогда не была, а ходила по рукам в списках. Воейков, человек ленивый и пьяный, скрыл от родни Протасовой, что половину отцовского наследства он, ко времени женитьбы, уже промотал. Женяс принялся мотать вторую половину, присоединив к ней и приданые Александры Андреевны. Жить стало не на что, Жуковский устроил его профессором в Дерпте, но и там Воейков не ужился, лекциями манкировал, залез в новые долги, с коллегами перессорился, выручил его денежно брат Иван. Смотрите Наталья Ильина «Дороги и судьбы», Москва, Советская Россия, 1988, страница 3 и 4. Вообще был он человек нечистоплотный, в жизненном и в литературном отношении. Вяземский однажды публично назвал его доносчиком, однако вращался постоянно в литературном кругу, водил знакомство со знаменитыми литераторами. Жуковской влюблен в свою другую племянницу Мария Андреевну, сестру Александра Андреевны. Ввиду их близкого родства жениться на ней он не мог. Выдали ее замуж за знаменитого хирурга Ивана Филиппича Мойера 1786-1858. Пушкин был, как известно, дружен с Жуковским, знаком с Воейковым и с Мойером. Таким образом, повесть о Светлане Жуковского дала возможность Елене Михайловне Тагер изобразить широкий круг петербургских и московских литераторов первой половины XIX века и всю сложность отношений между ними. Примечание автора. Я не слыхала ни строки, Анна Андреевна слышала отрывки. Слишком долго Елена Михайловна пишет эту повесть. Я заметила, если человек пишет что-нибудь очень уж долго, он не кончает. Так у меня с Герценом. А главы хорошие? В книге слишком много свадеб, и каждый раз очень подробно описано фата. Нельзя так. Свадьба должна быть на всю книгу одна, и похороны тоже одни. Возьмите мертвый душ. Такое страшное название «мертвые». А смерть там всего одна. Заметили? Смерть прокурора. Прокурор свинья, негодяй, но как страшно ощущаясь смерть, физически. В саге о форсайтах по очереди умирают все, и когда умирает шестая старушка, ее уже не жалко. я сказала, что вообще не люблю форсайтов. Нечего там любить. Добротный третий сорт. Я спросила, не думает ли она, не возникла ли толстовская смерть Ивана Ильича из этой вот смерти прокурора у Гоголя. Толчок к замыслу. Эпизод из «Мертвых душ» развернут в Иване Ильиче целую повесть. Быть может, не даром оба покойника прокуроры. Разумеется, главным побудительным толчком был для Толстого рост его собственного религиозного сознания. Мысль о жизни и смерти ничтожного человека, о предсмертном прозрении человека и, главное, мысль о равнодушии живых к умирающему. Тоже у Гоголя на странице о смерти, да и на похоронных страницах. Об этом стоит подумать, сказала Анна Андреевна. Я подумаю, перечту. Но продолжать ей хотелось о Тагер. «А Елену Ефимовну Тагер вы знаете?» живостью спросила она. «Нет? Не знаете, что было со мной в Ташкенте? Как она один раз ночью страшно ко мне вошла. Общежитие уже покоилось в объятиях Морфея. Я в своей комнатушке, помните, четверть здешней кухни. Я тоже олегла уже, но еще не спала. Вдруг слышу деревяшка по лестнице курлы-курлы и прямо в нашу общую с соседями прихожую. Ну, думаю, не ко мне. нет, ко мне. Вошла. Я знаю шифр вашей поэмы. Повернулся и вышла. Представляете себе, как это тогда звучало страшно, слово шифр. Представляю себе. Думаю, мысль о взаправдышнем шифре могла возникнуть из-за таких строчек, но сознаюсь, что применила симпатические чернила, что зеркальным письмом пишу. Но, разумеется, только очень наивный читатель мог принять эти строки всерьез и начать разгадывать шифр. Конечно, как во всех гениальных произведениях искусства, чернила в поэме без героя особенные, но дело тут не в каком-то специально изобретенном шифре, если только не подразумевать под этим словом приемы любого художества. Поэма без героя Ахматовой зашифрована не в большей степени, чем любое стихотворение. Особая трудность триптиха в том, что он мост из одной эпохи в другую, причем движение на мосту двустороннее и туда и назад сразу, как сказал мне один из моих друзей. Оскар Адольфович Хавкин, писатель с молодой любящей и знающей русскую поэзию. Откуда берутся вас такие умные друзья, спросила Анна Андреевна. Я сплю. 15 декабря 63-го. Сегодня мы с Фридой составили шпаргалку для разговора Анны Андреевны с Сурковым. Все изложили по пунктам. Краткую биографию Бродского, лживость выдвинутых против него обвинений, поступок Косолапова и прочее. Фрида отпечатала нашу стряпню на машинке и сегодня вечером доставит ее Ахматовой. Из ленинградских источников поступило известие, ленинградцы постоянно звонят Фриде, что суд над Иосифом назначен на 25 декабря. О дате предстоящего суда над Бродским главным ленинградским источником был в то время для Фриды Ефим Григорьевич Эткинд, профессор Ленинградского педагогического института имени Герцена, тесно связанный со студенчеством и ленинградской литературной молодежью. Ефим Григорьевич Эткинд родился в 1918 специалист по французской и германской литературе, теоретик и практик художественного перевода. С примечаниями и подредакцией Эткинда вышли в свет в Советском Союзе сочинения Вольтера, Брехта, Бодлера, Верлена, Золя. В 1969 году Эткинд попал в поле зрения КГБ в связи с тем, что поддерживал контакты с Солженицыным и оказывал ему помощь в проведении враждебной деятельности. Записки незаговорщика страница 115. В 1974 в течение одного дня он был лишен всех ученых степеней, профессорского звания, а также членства в Союзе писателей СССР. В октябре эмигрировал во Францию, где продолжал научную и преподавательскую работу в университетах Нантера и Сорбонны. В Советском Союзе до своего отъезда Эткиндом опубликованы такие книги «Поэзия и перевод» 1963, «Разговор о стихах» 1970, «Русские поэты-переводчики от Едьяковского до Пушкина» 1973. Эткинд составил, снабдил предисловием и прокомментировал двухтомное издание мастеров русского стихотворного перевода «Москва-Ленинград» 1968. На Западе он продолжил интенсивно работать и как профессор русской литературы, и как участник множества международных симпозиумов, и как автор критических статей, и как теоретик стиха, и как руководитель работ над переводами, и как мемуарист. Смотрите, например, его книги «Материя стиха» «Париж» 1978-1986, «Кризис одного искусства», опыт поэтики поэтического перевода «Лузанна» 1983, под редакцией Эткинда в 1982 году вышла книга перевода в стихотворении Анны Ахматовой на немецкий язык «В Зазеркалье». Под его руководством вышла антология «Русская поэзия от XVIII века до наших дней», сначала в 1982 году по-немецки, а в 1983 по-французски. Эткинт один из составителей семитомной истории русской литературы, выходящей одновременно в Италии и Франции. О своем участии в деле Бродского Эткинт рассказал в книгах «Записки незаговорщика» и «Процесс» Иосифа Бродского «Лондон» 1988 примечание автора. 17 декабря 63-го звонила Фрида. Сегодня Анна Андреевна, Фрида, Толя и Ардов принимали на ордынке Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В промежутке выяснилось, что Дмитрий Дмитриевич, с которым так давно уже дружна Анна Андреевна, депутат Ленинградского совета от Дзержинского района, от того самого района, где живет Бродской. Вот удачи-то! Анна Андреевна изложила ему эмоциональную сторону дела. Фрида, Толя и Арду фактическую. Кажется, Дмитрий Дмитриевич внял и будет действовать. О встрече Ахматовой с Шостаковичем рассказано в письме Вигдоровой Кэткинду 17 декабря 1963 года. Нынче мы с Ардовым разговаривали с Шостаковичем, он депутат Ленинграда в Верховном Совете. Обращение к нему естественно. Разговор был очень хороший. Он сказал, что отыщет на сессии Василия Сергеевича Толстикова и поговорит с ним. Василий Сергеевич уже в курсе дела, с ним вчера разговаривал Ардов. Кроме того, мы вчера послали все материалы Суркову, и сегодня он звонил Анне Андреевне и сказал, что будет разговаривать с руководством Вашего Союза. Это ведь тоже не вредно, правда? Смотрите записки незаговорщика страницы 152-153. Та же встреча Ахматовой с Шостаковичем несколько в иной тональности описано Найманом. Рассказы страница 137. Примечание актора. Когда Дмитрий Дмитриевич ушел, рассказала мне Фридочка, Анне Андреевне позвонил Сурков, получивший уже ее записку, и сказал, дело попахивает клеветой. Не попахивает, смердит. 20 декабря 63-го Анна Андреевна позвала меня чуть только и обернулась в Москву с переделкинского дежурства. День она сегодня снова проводит у Ардовых. Столовая. Анна Андреевна на диване в углу. За обеденным столом Нина Антонна и Виктор Ефимович играют в карты. Из глубины квартиры, из комнаты мальчиков, голос Бродского. А меня Анна Андреевна против обыкновения не увела к себе. По-видимому, маленькая комната занята. Иосиф уходящий присел на минуту к нашему столу. На мой вопрос «Как в Ленинграде?» ответил. «В Ленинграде мне звонят по телефону разные голоса и спрашивают, скоро ли ты уберешься отсюда, жидовская морда?» Ну, анонимные угрозы это старинный прием погромщиков. «Дело Дрейфуса и Бейлиса в одном лице», сказала Анна Андреевна, в точности повторив определение Маршака. «А я лютая антисемитка на антисемитов. Ничего глупее на свете не знаю». Я впервые рассказал Маршаку о Бродском, когда Косолапов по наущению Лернера порвал с ним договор. Смыл Яковлевич лежал в постели с воспалением легких. Выслушав всю историю, он сел полукутанный толстым одеялом, светил ноги, снял очки и заплакал. «Если у нас такое творится, я не хочу больше жить, я не могу больше жить. Это дело Дрейфуса и Бейлиса в одном лице. Когда начиналась моя жизнь, это было, и вот сейчас опять». Фаина Георгиевна Раневская рассказывает в своих воспоминаниях. Однажды Анна Андреевна сказала ей, «Что за мерзость, антисемитизм? Это для негодяев вкусная конфета. Я не понимаю, что это, бейте меня как собаку, все равно не пойму». Советская культура, 16 сентября 1989. А вот свидетельство Адмони и Сильман. В одну из наших последних встреч с Ахматовой она нам рассказала, что у нее недавно побывала в Москве делегация черносотенцев. Анна Андреевна применила именно этот термин. Пришло несколько молодых людей, начинающих писателей, фамилии Ахматова не назвала. Сначала они произносили хвалебные прочувствованные слова в адрес Анны Андреевны, сказали, что чтут в ней великого подлинно русского по духу поэта и хотели бы сделать из нее свое знамя. Но существует препятствие. Вокруг Ахматовой среди ее друзей много евреев. Их необходимо удалить. Анна Андреевна протянула руку по направлению к двери и сказала одно слово «Вон». Ахматова рассказала это ровным, но полным сдержанного бешенства голосом и добавила, что самое страшное в этом посещении это несомненная организованность погромщиков и то, что, судя по их намекам, им покровительствует кто-то в руководстве. Сильман Адмани мы вспоминаем Санкт-Петербург композитор 1993 страница 462-463 примечание автора. Голоса не сомневаюсь наемные, гэбэшные, но тем, конечно, опаснее. Бродский поднялся и простился. Я пошла проводить его до дверей. В ответ на мои слова утешения и надежды сказал «Вы не думайте, пожалуйста, что мне плохо. Я спокоен. Я все время помню, что 20 лет назад людям моего возраста было гораздо хуже». «И не только людям твоего возраста и не только 20 лет назад», подумала я, но не стала уточнять. «Радует меня спокойствие этого человека. Нихнычит, молодец». На смену Бродскому из глубины квартиры явился Толя Найман. Вести дурные. Он говорил по телефону с женой, она в Ленинграде. И ленинградцы советует показать Иосифа психиатру. Если будет справка о каких-либо психических недугах, можно спасти Бродского от суда. Ради этого стоит и в лечебницу лечь. Об использовании психиатрии для борьбы с инакомыслием мы тогда еще не слыхали, да и понятия инакомыслящие еще не существовало тогда». Примечание автора. Хорошего однако никто не ждет. Здешние друзья и ленинградские настроены мрачно. Когда я заикнулась было, что если суд состоится, Фрида непременно приедет, все запишет и выступит со статьей в газете, Ардов закричал на меня, «Вы не знаете, о чем говорите. Если будет общественный суд, мальчика оттуда на носилках вынесут». Писать можно только до суда и совсем не в газету. Он бросил карты, встал, порылся в каких-то бумагах на полке под зеркалом и протянул мне копию своего письма к Толстикову, первому секретарю ленинградского обкома. Вот какие, оказывается, у Виктора Ефимовича высокие связи. «Уважаемый Василий Сергеевич, в дополнение к нашему разговору вчера вот как. Они даже встречаются и разговаривают». С 16 по 19 декабря 1963 года в Москве состоялся очередная сессия Верховного Совета СССР. В работе сессии участвовал и Толстиков. 16 декабря с ним и разговаривал присутствовавший там в качестве журналиста Ардов. Примечание автора. «Я прочитала письмо толковое, опровергает все факты, порочащие Иосифа, разоблачена махинацией с фотографией, рассказана о беззаконном уничтожении договоров, о чужих стихах, ложно приписанных Бродскому, и о том, что Бродской никогда не жил тунеядцем и хоть в разных местах, но работал. Все в этом письме хорошо, кроме фальшивого заискивающего тона. Выходит так, будто в общем и целом он, Виктор Ефимович Ардов и руководитель мощной партийной организации города Ленина Василий Сергеевич Толстиков не просто руководитель, авторитетный руководитель, пишет Ардов. Будто они заодно и не Бродского следует оградить, защитить от клеветы, распускаемой мошенниками, будто не их необходимо публично разоблачить и отдать под суд. Существует ведь у нас в уголовном кодексе какой-нибудь соответствующий закон, а оградить от нежелательных слухов и сплетен пресвятую партийную организацию города Ленина. Дело Бродского, дескать, вызывает слухи и сплетни, нежелательные для нас с вами, уважаемый Василий Сергеевич. Чуковский, Шостакович и Маршак собираются написать письмо в защиту поэта. А зачем нужны нам эти коллективки, спрашивает Ардов, убеждая Толстикова прекратить дело. Кому это нам, спрашиваю молча я. Да, молча. Необходимо спасти Иосифа. Ардов к Толстикову вхож и знает, на каком языке с ним разговаривать. Упрекая Косолапова в расторжении договоров, Ардов предварительно шаркает перед ним ножкой, даже перед Марковом редактором газетенки «Вечерний Ленинград» расшаркивается он, где Ардов глубоко чтит Маркова. За что бы это? Но тут бедняга введен в заблуждение злонамеренными клеветниками и потому напечатал статью против Бродского. Под суд бы этого Маркова вместе с Лернером и Косолаповым. Под гласный народный суд. «Уж это мне наша бедная власть, вечно кто-то неведомый вводит ее в заблуждение. Не начи как в заблуждении пребывали те бедные следователи, которые наследствие сапогами и стульями насмерть забивали ни в чем не повинных людей. самого товарища Сталина столь искусно оказывается ввели в заблуждение, что он по ошибке отправил на тот свет или в лагеря около двадцати миллионов человек». «Давно уже ничто так не терзало меня, как дело Иосифа», сказала Анна Андреевна. Мрачные разговоры продолжались под возобновившуюся карточную игру. Нина играла сосредоточенно и молчаливо. Ардов восклицал, хлопал картами по столу, щегальски распускал веером или, звучно перебирая карты, собирал колоду. Требовал у Анны Андреевны какие-то деньги, хотя участия в игре она не принимала. Анна Андреевна долго искала возле себя на диване свою неразлучную с ней сумочку, потом долго нашаривала монеты, наконец высыпала на стол перед Ардовом горсть меди и серебра. «Страничка из воспоминаний», сказал Ардов. Поклонники поэтессы не представляли себе ее скупости. Анна Андреевна показала мне московский день поэзии 1963 года. Вид отвратный. Стихи, как люди в трамвае теснятся, наступают друг другу на строки, и сюда же в этот же трамвай втиснута поэма без героя, часть первая. И никакая это не первая часть. Глава первая, глава вторая, глава четвертая. Спрашивается, где же третья, и где предисловие Корнея Ивановича, и куда подевалась начало всей первой части, и почему строфы о блоке не все? Ответ на эти вопросы содержится в примечании. Добро бы еще в примечании от имени редакции, а то подпись А-А от автора. Автор не счел нужным воспроизводить здесь части поэмы, опубликованные в других изданиях. Частей в поэме три. Здесь объявлена первая, но и она в клочках. Что же, автор полагает, читатель разыщет другие издания, и сам составит из них всю первую часть, как ребенок находит на кубиках рожки, хвостик и копытца козы и складывает из них картинку, коза пасется на лугу? Этого в действительности сами не сочли нужным публиковать все главы и строфы первой части подряд, спросил я. Сами благословили пропуски? Да, это я сама, ответила Анна Андреевна высокомерно. Я умолкала. Боже, меня упаси вмешиваться в авторскую волю. Но сомневаюсь я, что это она сама собственной головой додумалась до этакой билиберды. Тем более, что в пропущенной главе и пропущенных строфах нет ничего противоречащего цензуре. Уж, наверное, редакция как-нибудь словчилась в последнюю минуту получить ее телефонное согласие. Поставила Анну Андреевну перед совершившимся фактом. Желая переменить разговор, я спросила, состоялась обетованная беседа с Сурковым. Состоялась. Алексей Александрович, я хочу поговорить с вами о судьбе Иосифа Бродского. Анна Андреевна, я хочу поговорить с вами об однотомнике Анны Ахматовой. Однотомник, Лидия Корневна, будет большой. Включим туда все мои сборники в хронологической последовательности. Боря привел машину, Анна Андреевна отправлялась обратно к Западовым, здесь комната занята. Боря сопровождал ее. Я села вместе с ними. Меня по дороге завезли домой. Каждый раз, как я вижу Иосифа, он нравится мне в четыре раза больше, чем в предыдущей, сказал Боря. Ровно в четыре. Ни в три, ни в пять, спросила я. А Сурков не пожелал говорить со мной о Бродском, сказала Анна Андреевна. Это самый дурной знак. Союз писателей в своем репертуаре. 28 декабря 63 Суд над Бродским затеян с явно провокаторской целью. В зале сойдется вся хорошая молодежь Ленинграда защищать его. Этого-то КГБ и надобно. Лернер перепишет крикунов, зачинщиков, смутьянов, словом, всех неблагонадежных. Радость одна. Суд, назначенный было на 25-е, отложен. Надолго ли? И что удастся сделать депутату Ленинградского совета Дзержинского района Шостаковичу? Пока что Ардов отвез Бродского здесь, в Москве, в психиатрическую лечебницу имени Кащенко на обследование. Фриточка предлагала другое. Чтобы уберечь Иосифа от всяких ленинградских провокаций, отправить его в Тарусу, пожить у ее знакомых. Но больничная справка это, быть может, для защиты нужнее. Вечером сегодня я поехала к Анне Андреевне, она у Западовых. С нею снова и снова оброском. Хотя следовало бы поменьше. Она и без того тревожная, тяжелая, полубольная. У нее Эмма каплет какое-то лекарство в рюмочку. Эмма Григорьевна видом своим тоже не радует. Посидела, осунулась. Когда в комнате у хозяев ряфкнул телевизор, Анна Андреевна его не услышала, я по своему обыкновению подскочила от внезапного резкого звука. А Эмма Григорьевна сказала, за одной стеной моей комнаты целыми днями ревет телевизор, за другой радио. Я совсем не могу работать. Какое там работать? Я на ее месте давно свихнулась бы или удавилась. Когда работаю, не выношу не только радио рева, но голосов в коридоре. Мне бы пробковую комнату, как у Марселя Пруста. Эмма Григорьевна ушла к хозяевам говорить по телефону. Едва дверь за ней затворилась, Анна Андреевна сказала, «Эмма вот уже столько лет живет хуже худого. Вечное безденежье. А жилье? Вы помните ее конуру? В развалинах при больнице? В новой комнате пытка радиовещанием». Это выгородка Эммы Григорьевны в некогда большой многокомнатной квартире ее отца, сначала главного врача всей больницы, а потом заведующего хирургическим отделением. В прошлом городская больница имени Семашко, ныне институт имени Вишневского, замоскворечье, Большая Серпуховская. Флигель одноэтажный, квартира густонаселенная, комната Эммы Григорьевны полутемная, в четырех ступенях от полуразваленного каменного крыльца. Когда наконец Эмма Григорьевне была предоставлена вместо развалины тринадцатиметровой комнаты в новом доме, она оказалась в трехкомнатной коммунальной квартире, где в каждой комнате жили большие многодетные семьи. Нарочно для издевки над интеллигентной еврейкой они постоянно во всю мощь включали радио. В этой комнате Эмма Григорьевна прожила пять лет, кочуя ради возможности работать от знакомых к знакомым. Отдельную однокомнатную квартиру Эмма Григорьевна приобрела уже после кончины Анны Андреевны. Примечание актора. Книга не пишется, а ведь никто не изучил так глубоко Лермонтова, как она. Сдать работу надо к юбилею. Это для нее единственный шанс. Это ее хлеб, честь, жизнь. Время Лермонтовское она знает до тонкости. Без ее помощи и мое Пушкино ведение споткнулось бы. Архивы, архивы. Эмма надежный друг. Я прочно помню, как она ездила навещать Осипа в ссылке. Орденов за это не давали. Осип Мандельштам в Москве был арестован 13 мая 1934 года. Вскоре после описанных событий сообщает Герштейн в своей книге «Новая о Мандельштаме». Меня сняли с работы в 24 часа и выдали отвратительную характеристику. Среди лиц, которым было известно стихотворение Мандельштама против Сталина, Осип Милевич на допросе назвал и Эмму Григорьевну. Я мыкалась до 1936 года, когда устроилась в литературном музее, но не на штатную, а на сдельную договорную работу. Как только я получила первые деньги, я поехала в Воронеж. Примечание актора. Мне жаль, что Эмма Григорьевна, не имея обыкновения подслушивать, не подслушала этот монолог. Вот и орден. Эмма вернулась. Анна Андреевна начала искать возле себя сумку. Не находила сердяз. Эмма быстро нашла. «Хотите показать Лиде?» спросила она. «Да уж Лиде-то, простите, Лидия Корневна, нашу фамильярность в первую очередь». Она открыла сумку, вынула оттуда какую-то книгу и протянула мне. Книжка белая, рамка черная и большими внятными буквами на белой обложке. Анна Ахматова. Реквием. У меня похолодели руки, а сердце нырнуло куда-то в колени. Реквием напечатан. Уже не машинопись, а книга на титуле «Товарищество зарубежных писателей. Мюнхен 1963». Мюнхен. Почему именно в Мюнхене? Но не все ли равно? И сразу передо мною фонтанный дом, продавленные кресла возле печки, беспорядок, ее нерасчесанные волосы намяты подушки, вспышка огня в пепельнице, обгорелые края заворачивающегося клочка бумаги, пепел 1938. А сейчас ее слово воскресло из пепла и обращено в самый обыкновенный обыденный заурядный предмет — книга. В мире миллионы, а быть может и миллиарды книг, но вот прибавилась еще одна, еще одна книга, только и всего. Пепел Клааса. Пока я перелистывала реквием, добывая при этом слова не из напечатанного текста, а из самой себя, Анна Андреевна уверяла Эмму, что ее, Ахматову, начнут теперь перемалывать на кофейной мельнице. — Не думаю, — говорила Эмма. — Я тоже. Вряд ли станут наши взамен неудавшегося мирового пожара раздувать новый мировой скандал, вроде Пастернаковского. — Слишком глупо. Умнее просто не заметить. Борис Леонидович, напечатав за границей Живаго, жизни своей и смертью своей, выплатил вперед все сполна. Довольно с нас и того позора, что «Великий реквием» прозвучал на Западе раньше, чем дома. Мюнхен. Я отдала книгу Анне Андреевне, и она в тот же миг спрятала ее в сумку. Ну да, чтоб на поверхности не лежала. «Если в порядке чуда я получу еще один экземпляр, он будет ваш», обещала она. Потом она показала мне короткую записочку Адамовича. «Я французского не знаю, и что за записка, кому записка не поняла?» Спросила. «Это несущественно», ответила Анна Андреевна. «Не важно, что и кому». «Но вы подумайте, один русский человек пишет другому русскому человеку». «По-французски». «Вас это не удивляет?» Затем показала статью Адамовича, передававшуюся по французскому радио. «Статья о ней». «Я спросила, хорошая ли?» «Большого вранья нет, но вообще никакая». Перевела отрывок. «Ахматову чтут в России за ее бесстрашие в сталинские времена. Конечно, в этом уважении играет роль и то, что она великий поэт». «Играет роль и то». «Да ведь бесстрашие Ахматовой главным образом в поэзии, в великой поэзии и выразилось. Это и есть для поэта самое выразительное мужество». Затем между мною и ею повторился диалог, повторявшийся уже не раз. «Какой же бесстрашие, когда я только и делала, что боялась? Я боялась больше всех». «Да, вы боялись больше всех, потому что понимали больше всех, но, одолев страх, написали реквием и многое другое». Помолчали. Эмма собралась уходить. «Я тоже. Я сказал на прощание Анне Андреевне, что после Нового года сразу примус за ее однотомник. Не совсем понимаю, как выберу время, но примус». И сказал нарочно, чтобы мне отступать уж было некуда. «А будет ли теперь однотомник?» вздохнула Анна Андреевна, кивнув на сумочку. Мы с Эммой долго стояли на улице, поджидая маршрутку. Мерзли. Эмма не имеет обыкновения жаловаться, хотя жизнь бьет и бьет ее. Не жаловалась и теперь. Но в облике ее я все время ощущала бездомность в опущенных губах, плечах. Внезапно я вспомнила, что забыла посмотреть в новой книжке, стоят ли под стихами даты. Ведь в данном случае даты тоже весьма существенны. Эмма тоже не поглядела. Наверное, от ошеломленности самим фактом. Обе мы книжку не рассматривали, а только дивились ей. Мы даже обрадоваться оказались не в силах. Естественно, было бы в такой день покупать шампанское, подносить автору цветы. Мы же способны только пугаться. Стихотворение Анны Ахматовой. В этом отделе собраны те стихи, без которых понимание моих записей затруднено. Номер девяносто девять. К странице двадцать третий. Предвесенняя Элегия Ты, которая меня утешала, Жерар Денерваль. Межсосин метель присмирела, но пьяная и без вина, там словно Офелия пела, всю ночь нам сама тишина. А тот, кто мне только казался, был стой обручен тишиной, простившись он щедро остался. Он насмерть остался со мной. Комарова 10 марта 1963 Номер сто к странице двадцать третий. Через двадцать три года Я гашу те заветные свечи, мой окончен волшебный вечер, палачи самозванцы притечи и, увы, прокурорские речи, все уходит, мне снишься ты, доплясавший свое пред ковчегом, за дождем, за ветром, за снегом, тень твоя над бессмертным брегом, голос твой из недр темноты. И по имени, как неустанно, вслух зовешь меня снова Анна, говоришь мне, как прежде ты. 13 мая 1963 Комарова холодно, сыро, мелкой дождь. Номер 101 к странице 41 из пьесы Пролог. Говорит она Никого нет в мире бесприютней и бездомней наверно нет. Для тебя я словно голос лютни сквозь загробный призрачный рассвет. Ты с собой научишься бороться, ты проникший в мой последний сон. Проклинаешь снова скрип колодца, шорох сосен, черный грай ворон, землю по которой я ступала, желтую звезду в моем окне то, чем я была и чем я стала, и тот час, когда тебе сказала, что ты, кажется, приснился мне. И в дыхании твоих проклятий мне иные чудятся слова, те, что туже их мельней объятий, они жены, как первая трава. Говорит он, будь ты трижды ангелов прелестней, будь родной сестрой заречных ив, я убью тебя моею песней, кровь твою на землю не пролив, я рукой своей тебя не трону, не взглянув ни разу разлюблю, но твоим невероятным стоном жажду наконец я утолю, ту, что до меня блуждала в мире, льда суровей, огненней огня, ту, что и сейчас стоит в эфире, от нее освободишь меня. Слышно издали, лаской страшишь, оскорбляешь мольбой, входишь без стука, все наслаждением будет с тобой, даже разлука, пусть разольется в зловещей судьбе алая пена, но прозвучит, как присяга тебе, даже измена, той, что познала ужас и честь жизни загробной, имя твоем не сейчас произнесть, смерти подобно. Песенка слепого «Не бери сама себя за руку, не веди сама себя за реку, на себя пальцем не показывай, про себя сказку не рассказывай, идешь, идешь и споткнешься». Номер 102 к странице 57 Пятая Роза Звала солей ты или чайный, и чем еще могла ты быть, но стала столь необычайной, что не хочу тебя забыть. Ты призрачным сияла светом, напоминая райский сад, быть и петраркевским сонетом могла и лучший из сонат. И губы мы в тебе омочим, а ты мой дом благослови, ты как любовь была, но впрочем, тут дело вовсе не в любви. Начала 3 августа полдень под венгерской дивертисмент Шуберта, окончила 30 сентября 1963 будка. Номер 103 к странице 68 без названия. Среди морозной праздничной Москвы, где протекает наше расставание, и где, наверное, прочтете вы прощальных песен первое издание, немного удивленные глаза, что, что уже не может быть, конечно, и святочного неба бирюза, и все кругом блаженно и безгрешно. Нет, так не расставался никогда, никто ни с кем, и это нам награда за подвиг наш.